в эфире самое главное когда ты все время выходишь первым делом в эфир не делать ошибку которые часто делают наши какие-нибудь коллеги знаете там из других подкастов и других шоу которые брут и такие ой да да что-то еще люди не собрались давайте помолчим молчим подождем потом люди которые смотрят это в записи такие типы давайте может я за еще лучше есть еще лучше запустил запись до запустил запустила а может а может а может звук проверю до звук проверения с донатами открою смысле мы в эфире или что-то знаешь это я забыл теперь прежде чем мы начнем я пойду мусор выкинули минут на десять вы же еще не начали у нас начало-то официально через полчаса до того что нового слава богу мы не такие мы такие мы такое делали пару раз но мы это делали всегда очень давно это был почти неправда неправда пацаны мы это делали буквально недавно мы но мы это делали специально давайте такой придерживаться это мой адвокат советует советовать тебе заткнуться мы это делали в шутку я считаю что так сегодня видел замечательный ролик где чувака ловит полицейский и он говорит что-то мне говорил всякие оскорбления он как я говорил тебе оскорбление что думал что ты ну типа не полицейский какой-то бандюк да а вот то что у меня вот здесь на машине светятся красные и синие до фонари я думал дождество говорит настолько уверенным суперспокойным голосом это говори на стоит с руками за спиной в наручниках голый с голым торсом тачки причем черный чувак рядом с ним стоит белый чувак который полицейский ну то есть в этой ситуации надо быть очень полегче как бы а он такой я думаю что это как я говорю это тоже самое какое ди мерфи просто один в один и не устану это повторять это был не я в самом конце этого видоса когда типа крест да 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 это очень хорошо слушайте у нас сегодня завтрака с 234 но можно вот прежде чем мы начнем и кое-кто тот кто обычно говорит что я все сделал заранее а ты уже все сделал черт блин их то подъебать и не получилось я не смотрел твою камеру не смотрел камеру не смотрел камеру ссылка не так кстати понял не то надо надо было приз субскрайб энпресс колокольчик приз субскрайб энпресс колокольчик что не так нет тихо ладно мы нормальные подкастеры но все готово то есть я понял что через свой внутренний адвокат надо просто придумать какой-то бюджет знаешь такой типа показываешь на стриме там не знают например там типа вот блин бэтмен один подсмотрел правильно как это нужно правильно делать чтобы это вот не всех не заебал короче мы это сделаем я эти потом покажу типа вот прям я почему не почему в голову приходит другая стра хорошо что мы сидим во первых раздельно потому что если мы сидели в одной комнате значит эти успешные подкастеры которые собираются в студии вот ты можешь просто ногой потрогал за пенис намекнул что мол стоит стоит заткнуться да ну ладно я могу сказать что вообще все подкастера кадра делают это красиво классно клево в студии приходят садятся вот найти тоже так наушечках микрофонах это вот это химия понимаете того что вы сидите в одной комнате и вот вы как бы сели друг от друга там в двух метрах чтобы не захватывали там да ничего и вот вы садитесь и начинаете обсуждать короче кого когда парень бросил знаешь засыпаешь уже на двадцатой минуте я подожди кого про эмоциональный интеллект когда тебе успех да когда тебе нужно вырасти над собою короче и понять что все проблемы твоего детства ты не должен багажом тащить к своему парню короче вот это все понимаешь а твой парень говорит тебе ну вдруг ну что ты делаешь инфо цыганство короче началось да я понял практически а потом эмоциональная его эмоциональные цыганство блять охуительный термин дим ты только что изобрел я предлагаю нашли еще подкаст так называть мы делаем но подкаст про отношеньки которые на эмо цыганство и там такие красивые веселые смешные бабки золотыми зубами в юбках логотипе я тебе могу сказать что это так круто что это настолько охуенный термин вот инфо цыганство и да короче всегда понятно что за инфо цыганин и блять эмоциональное цыганство вот реально ты приходишь и такой были а сейчас я вас научу правильно страдать напишут что тебе плохо слышно да может чуть громче как бы я просто и так на самом деле себя поставил довольно громко потому что я сам сейчас я слушаю себя вполне нормально а что-то там и просто громкий с максимума и заглушаем твой голос вот и все ну он пробу пробу слышно я сейчас как бы ну так средненько короче где-то на 55 процентов но я просто что я могу клиповать тогда если чего давай смотри я себя сделаю на 60 давай вот хуяк готов хомяк вроде да вроде нормально вот короче но слышите мы всех более менее собрали спрашивают как мое здоровье ребята на самом деле у меня все это время болело горло я умудрился субботу приболеть причем найти естественно я испугался тут же блять пиздец к вид вот это все вот но в к виду боятся были на улице не выходить ну я так и вот и в общем то ты чувствовал я себя средненько вот причем за субботу более-менее пришел себя воскресенье там вышел по делам в понедельник слег понедельник привез в порядок во вторник короче вышел опять по делам и в среду опять слег ну вот и сегодня опять вот пришел в себя но не стал выходить уже на улицу что ну чтобы не сглазить типа и все было нормально короче ну все нормально тут спрашивает кто-то уже взял новый iphone а тимур слышите я тот самый человек который абсолютно откровенный я нам саботом в титре я везде об этом говорю о том что лично я не вижу для себя смысла обновляться на iphone 13 про потому что мне iphone 12 про для того чтобы купить новый iphone нужно выложить там типа условно даже со всеми там скидонами всеми делами чтобы понимали у тимура сейчас во время записи вот недалеко от его компьютера там клавиатура лежит iphone на который сейчас пришло уведомление от apple удали в любом случае короче я скажу так что мне пока что я не вижу смысла для себя то есть да мне очень нравится что новые камеры крутые нравится что новая крутая батарейка это все классно но если бы у меня был вот iphone 11 про я точно подумал бы я такой типа прям реально серьезного подумал но так как у меня 12 про то бля ну как бы я вот реально я не вижу смысла поэтому все такие там с гигиканьем там обновляются типа вот наш куча друзей знакомых там типа вадим или стратово ну вот и все-таки говорят бля смотрите какие фотографии там он делает iphone 13 про я такой блядь я и лучше могу сделать это знаешь мне 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 очень понравилось неправильный подход делал тимурчик не мне мне знаешь мне очень понравилось что в твиттере георгий gg поднимал эту тему что я читаю обзоры iphone 13 именно камер и мне кажется они немножечко бесполезны потому что мне насрать как выглядит ваша квартира в кудрово на новом айфоне как выглядит кошка мне интересно понять как человеку снимает в раф чё я блять покупаю перескакивая с 12 и мне ни один обзор не может внятно это объяснить я снимаю на xr я точно знаю что вот те тестовые фотографии которые показывают большинство рецепт я их и на xr сделать могу да не через камеру айфона но через тот же white room совершенно прекрасно я могу объяснить почему у вас неправильный подход к делу знаете почему-ка почему неправильно рассуждаете потому что мы нищеброда конечно нет и в этом делать нужно рассуждать так чтобы покупка нового айфона или там покупка новой машины или новые новые дачи на канарах там не знаю или новые яхты была для вас вопросом ну ты который ты прорешаешь походе мимоходом знаешь там в перерывах между тем как ты пьешь чай тип такой я должен купить новый айфон да 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 так так это должно решаться все вот эти оправдания что типа ну нет ну на самом деле мне не так уж сильно нужны 120 герц не ну на самом деле мне не так уж сильно нужна новая камера братан кому ты бля это рассказываешь ты человек который только и делает что фотографирует на айфон я понимаю мне он не нужен для для этих целей но тебе эта штука нужно ты можешь хоть блять вот что угодно говорить но эта штука тебе нужно максимки не нужен новый айфон потому что он не снимает на новый айфон но вот тебе конкретно брат она нужна чё ты там не говорит блять как только что хочешь говори но это вот именно вот эти эмоциональные качи как как нас сегодня был термин эмоциональное цыганство да и вот это именно оно сейчас началось там тебе вам не нужен новый айфон вам не нужен 120 герц вам не нужна новая камера а на самом деле вы можете также классно снимать и на xr и приходите мои курсы записывайтесь там будет вот так я могу сказать так что я я лично подожду весны потому что весной обычно падают цены на айфоны и если грубо говоря получится купить айфон там не за 110 120 тыс короче а там за 90 90 как бы да ну психологическая такая оценка я подумаю вопрос все-таки в деньгах лежит вопрос стоит в разнице в разнице на эти деньги потому что понимаешь как бы когда я сейчас пойду и продам свой айфон условно там за 60 тысяч ну условно условно это половина и стоимости нового да ну то есть как бы это дохуя как бы если я продам свой айфон там типа за 50 60 тысяч куплю новый за 90 но как бы я я подумаю вот то есть тогда это будет для меня как бы так скажем ну типа не так сильно дорого потому что я я реально не вижу смысла выкладывать ну так дохуя денег ну правда на самом деле тимур верно говорит diminishing returns в данном случае как с камерами у меня был типа выбор взять альфа 73 год назад и я думаю может докинуть и взять альфу 9 первую и потом такой прикинул нахера я буду 50 тысяч переплачивать если на самом деле в на практике я на 50 100 тысяч этой разницы не почувствую на самом деле вот с айфонами то же самое если ты с xr обновляешься да с 11 да но если ты обновляешься с 12 про там да там не очень большая разница не настолько сильно ладно короче я понял сегодня эмоциональное цыганство будет весь выпуск короче дамы и господа добро пожаловать на стрим она же запись завтра каста номер двести тридцать четыре и в двести тридцать четвертом завтра кассе участвуют как всегда его ведущие которые ведут его с декабря 2015 года или какой-то был год 2014 и они помню декабрь 2015 15 декабря 2015 года хорошо ладно это конечно же день рождения нет я помню что у тебя день рождения не тогда так что пошел ты естественно это тимур сеферлюков здравствуй тимурчик и дмитрий зомбак это я еще наш приглашенный ведущий который присоединился к нам гораздо гораздо позже во втором кажется выпуске на три шесть лет назад во втором был приглашен на ведущий это максим зарецкий здравствуй максимка и сегодня мы в подкасте будем обсуждать всякое поскольку у нас очень большие шоу ноты которые я несмотря на все уговоры пацаны не согласились их подрезать я уже морально смирился к тому что меня ждет 28-часовой монтаж такая сейчас прям точно было эмоциональное цыганство но я хотел сказать важную пацаны ребят для всех тех кто нас сегодня смотрит наш стрим дело в том что сегодня 30 сентября когда мы записываем этот подкаст сегодня наш праздник это тот праздник когда водный день подка были да я хотел пошутить что 30 сентября день расставание летом гостов день когда горят твои айфоны что сегодня сегодня короче мы реально отмечаем наш такой уже профессиональный праздник потому что действительно но мы профессиональные подкастеры которые уже там типа шесть-семь лет уже все это ебанин и занимаются и поэтому как бы ну естественно мы сегодня принимаем поздравления я лично сегодня немножечко выпиваю ей ручек вот неплохо неплохо вот поэтому как бы смотрите если кто-то сегодня кто-то что-то нам хочет сказать важно или не очень важно вы можете это сделать прямо в ходе стрима вот так ребят у нас сегодня первая рубрика мы знаете как бы мы все время как бы делаем это по сути вначале так но мы решили это сделать виде отдельные рубрики сделать новости завтра каста вот потому что новостей набирает блин обязательно ставлюсь на какой-нибудь дурацкий джингл за что типа надо вот эту музыку и стиль новостей тут тру-туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту я бы я бы стала скорее короче новость из-за строкаста первая новость самая важная ребят внести новости поехали новости завтра каст ну самая наверное главная новость этой неделе дело в том что у нас вышел очень крутой новый спешил пока что он вышел на момент записи подкаста только для подписчиков завтра каст плюс на патреоне и в apple podcast соответственно если вы вы являетесь одним из шестиста наших подписчиков то вы уже скорее всего послушали этот замечательный спешил спешил дело в том что к нам в гости в завтра каст пришел хиранобуса кагучи это тот самый создатель соответственно файнал фэнтези и человек который приложил руку к огромному количеству игр включая всякие там франк мишин ксеногирс там типа секретов манна всякие там ну вы понимаете короче паразитив и так далее так далее так далее вот в общем замечательный дядька хиранобуса кагучи пришел к нам в гости со своей белоснежной просто совершенно потрясающе красивой квартиры в лос-анджелесе которая у него одна из так то он живет в ганаулу сейчас на гавайях и рассказал нам про огромное количество по всяких крутых прикольных штук вот в том числе очень классно было то что первых он поговорил по то что как он как он разрабатывал фантазию на это его новая игра которая вышла в apple arcade если вы в нее не поиграли мы до сих пор с макс вам очень советую это реально игра как раздена в совершенно классической манере оля файнал фэнтези 7 8 9 она прям очень похожа на них вот и соответственно как бы рассказал про сложности про то про сё рассказал типа вот сейчас когда три года вот он разрабатывал грунт закончил что теперь он делает в какие игры он поиграл что и какие игры ему нравятся короче что ему понравилось как он вообще относится к японской игровой индустрии в целом к игровой индустрии как он относится к кинематографу чем он там типа вообще как бы собирается заниматься в ближайшее время и самое главное короче у него спрашивали всякие каверзные вопросы например типа с как у часа а если вам дадут типа неограниченный бюджет из самых лучших людей в мире он такой о что все бюджет и чего типа да да типа деньги вообще неограниченные вот таки да какую игру сделать такой о над подумать над подумать да 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 и рассказал нам про игру которому бы хотел бы сделать и мы в контексте того что он нам рассказал говорим слышите а есть же игра как бы но она типа не такая же как бы но аллегорически похоже на то что хотите сделать о чуть-чуть у как какая игра короче и это кстати довольно известная игра если что пошел гуглить сразу да пошел гуглить сразу такой суды сны какой субой короче а тут важный важный контекст понимаете то что тимур говорит все правду но у него был всего час времени мы не успели к сожалению задать ему много вопросов и мы задали вопросов что-то где-то примерно на полчаса это с учетом того что наши реплики с русского переводились на японский он по японски нам отвечал потом нам это переводчица переводил на русский обратно короче все это было довольно в ограниченном хронометраже поэтому мне не задал мне не удалось спросить самый главный вопрос как он относится к знаменитому литовскому подкастеру я со субибу на этот вопрос он к сожалению ответил вот но на другие вопросы ответили короче это спешил лежит у нас на патреоне он лежит у нас вы когда вы будете слушать этот подкаст в районе там типа 4 5 октября во-первых выйдет версия соответственно публичная для всех это случится где-то дней через пять после нашей записи сейчас вот и соответственно вы увидите еще и видео версию потому что мы сейчас я тоже потихонечку монтируем там очень забавно где соответственно как бы нам сакокучи сан рассказывает кстати у него получилась очень крутая видеозапись потому что у него был классный микрофон направленная пушка вот как он прям реально круто говорил у него все было классно вот причем мне потом сказали что он купил специально для нас когда у тебя несколько квартир одна на гулу другая в лос-анджелесе тебе знаешь когда ты создать ли файл фэнтези я не просто там за 200 баксов представь себе к нему приходит пиарщик говорит блин тут вот поступил запрос на интервью от одного русского подкастом к блин и я же не хотел тут ведь ну блин ну надо сходить хорошие ребят надо сказать чёрт ладно покупаю билеты вашу ёбаную москву вот короче ребят послушайте интервью оно получилось очень на самом деле крутым мы очень надеемся что ну когда вы слушаете этот выпуск что скорее всего интервью уже выйдет конечно вообще для всех его смогут послушать как можно больше людей вот плана получилось очень добрый теплая лампа вы такое прямо прикольная и вот в конце особенно прям совсем прям можно расплакаться и вот все было очень приятно и круто вот еще одна следующая новость про завтракас дело в том что у нас вышел юбилейный 10 выпуск мама я в стартапе это подкаст который мы с димой делаем совместно с фондом сколково и мы напоминаем вам что наша цель вообще как бы всего этого подкаста заключается в том чтобы без официоза без знаете вот как вот пресс-релизах это делается там эти кадра как там это такой-то такой-то председатель правления заявление сделал короче там что-то как-то короче ну в общем вот вот без всего без вот этого просто позвать компании которые прямо сейчас делают какую-то просто нереальную киберпанковую ебу и вот это люди как дать вот те технологии которых вы когда-либо где-то там где-то как-то что-то читали там пять лет назад там 10 или там в книжках фантастических когда-то там фильмах смотрели и вот а эти технологии они уже сейчас существуют их уже делают даже причем российских компаний я тебе предлагаю для третьего сезона переименоваться все таки потому что мама я стартапе идиотское название а вот можно переименоваться в мама я в киберпанке это будет очень больше похоже на правду ну кстати это вполне себе идея мы может быть так и сделаем короче но так или иначе 10 выпуск оказался очень крутым дело в том что 10 выпуске к нам пришли сразу две компании которые занимаются так называемыми аддитивными технологиями по сути это 3d принтинг причем крайне разные потому что в одном случае это компания которая уже сейчас печатают прямо в россии дома причем там мы поговорили про кучу всяких вещей там типа того сколько стоит напечатать дом сколько по времени занимает сколько это отнимать там цемента бетона как готовить эти смеси когда многое я узнал новый термин называется растекание конуса у тебя не происходит растекание конуса по утрам тимур не тоже не происходит а вот у бетона иногда происходит представляешь когда бетону за 30 тем более что это такое вы узнаете из подкаста а от второго участника нашего выпуска я узнал такой замечательный термин как как-то макси тебе блин я же тебе писал как и отличный термин мне очень понравился сейчас я расскажу термин терминами но в любом случае короче оказалось что-то это это реальный выпуск который могли бы сделать часа на 3-4 легко потому что нам спикер рассказывал так много охуенно крутых вещей как бы чтобы просто сидели развитие пуши и просто какой-то момент когда мы поняли что запись уже где-то перевалил ваше нашел 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 называется термин sacrificial гидрогель а жертвенный гидрогель понимать это звучит как что-то из блатборна эти серьезно я знаю что-то из дэдспейса sacrificial гидрогель это always ты always has been короче в любом случае это было так охуенно потому что ну как бы это тот выпуск который как бы если вдруг вы вопроса знаем что ну условно 10 часть нашей аудитории слушает там примерно плюс-минус кабель его нашего мама я в стартапе ребят если вы ждали типа послушать не послушать мама я в стартапе бля но это просто охуенный выпуск как бы ну серьезно послушайте потому что там мужики рассказывают просто совершенно безумные вещи про безумные и главное делают это реально очень интересно то есть спикеры реально крутые я могу сказать что вот выпуск про мужика с рекламой в космосе то вообще один из хайлайтов по-моему до девятый выпуск тоже был очень крутой короче но мы про него уже рассказывали короче в любом случае ребят послушайте мамы в стартапе офигительный совершенно получился у нас и девятый и десятый выпуск вот и последняя новость завтра каста дело в том что мы нас время спрашивают по поводу мерча мы хотели сказать что мерч будет точно в октябре мы скорее всего делать будем его опять же через сервис который мы использовали прошлый раз это everpress британский потому что у нас большое количество слушателей из других стран и мы хотим сделать так чтобы эти люди все могли тоже заказать наш мерч а из россии это сделать сложно поэтому скорее всего опять же это будет заказ из великобритании так как они там печатают соответственно все эти крутые там худи всякие там свитшоты футболки и прочее мы расскажем чуть-чуть попозже как бы в начале октября о том что это будет за мерч там очень классные клевые штуки будем надеяться что вам понравится вот да я предлагаю зачитать донаты пока мы там не перешли спеши что 66 часовой выпуском твер потому что мы даже к шоу но там очень мы дни начали еще если что то это было до начала такой я бы так назвал и так дмитрий бесплатно 300 рубля ребят великолепного эфира еще раз занес 100 рублей ой ссори не туда ну бывает деньги не вернем эксандр экзамен 100 рублей привет парни макс что можно сказать про новые неокуледы они бывают на IPS и в я матрицах или нет если ты говоришь про те которые с мини лет подсветкой они помнили от подсветки они по-моему важные все у конпуху за 100 рублей хроники хищных городов все еще дно я все еще везде забанен а вы все еще заебись смотреть будут запись чисто поздороваться забежал спасибо ты тоже иди нахуй а помните как тимур говорил что гран-туризм и говно его все пылесосили да ну ладно я видел кстати обсуждение того что мне кстати очень понравилось как у нас youtube замечательно поступил с нашим подкастом просто тот момент где на тимурчик бомбил он просто нахуй отрезал там нет звука никакого на этом месте как раз запись сломалась иногда да мне кажется какая-то проблема была с убеской что мы не будем перезаливать вот наверное не будем же не будем вот и просто youtube такой типа хуйня какая-то просто отрезал а я тебе напомню что мы с тобой дима опытным путем убедились что youtube может хранить только 12 часов да 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 спасибо большое компания youtube она отлично работает в россии будет работать здесь еще лучше как показать последние новости будет о которых мы сегодня договорились не говорить потому что пошло но хуй сергей за 100 рублей привет парня внезапно заболел к видом две недели изоляции еще и не дома в общежитии вуза очень грустно спасибо что вы есть братишка выздоравливай не зарази никого там в общаге это будете все общага лежать будет очень плохо что это на самом деле дико жалко потому что могу сказать что я когда сейчас в субботу как бы такой лежал эти чуть-чуть голова болит горло болит короче там нос сопливый вот это все это такой тип ну все пиздец к вид потому что прошло уже полгода с того момента примерно плюс-минус как я типа вакцинировался я так пиздец сейчас к вид и я просто прям реально засал застремался короче но потом типа вроде понял что типа ну нет ну как бы вообще всех признаков не было я сделал тест короче и в итоге нет к вида но блин было все равно немножко стрёмно стрёмно завтра фан замест на 84 рубля здорово мужики с вид гейм уже посмотрели я узнал о его существовании вчера так что нет подожди кого ты а сквид гейм сквид гейм вы будете смеяться короче было очень смешно дело в том что когда был инвестор колл у нетфликса короче они сказали они не инвестор колл блин пижом короче на код конференс вот нет на код конференс когда пригласили чувака из нетфликса короче он по моему там по моему там это было он пизданул короче о том что и вообще наш судя по всему самый популярный типа вообще ever шоу сейчас это типа будет сквид гейм все-таки чё гейм такой ну как вы чё у нас же вот сейчас вышло корейское шоу все-таки чё блять говорит вот вы говорите чё блять а он сейчас станет реально самым популярным шоу на нетфликса ever популярность не говорит о том что шоу хоть сколько-нибудь хорошие тимур ты знаешь я тебе так скажу что у меня посмотрела кучу моих друзей и знакомых все просто не пишу что они в восторге просто хуй это короче это такая современная королевская битва по типу battle royale типа но вот как японская королевская битва мне надо рассказать я еще явно я посмотрю но у меня значит планочка ожиданий ниже чем-то трейлер смотрел нет не смотрел я стараюсь не смотреть трейлер этих фильмов которыми интересует я не смотрел ни один трейлер дюны кстати только-только щелкал вот с вами на стриме по картинкам фил который бьет за 100 рублей ты уже купил наш супер современный геймпад по цене устаревшего дюлсенса нет я да все кто свидетельство декады за ислам 169 рублей хорошего стрим вернулся в третий раз в год of war очень рад что новый судя по трейлер то же самое но новый идеальная модель сиквела да ну да я прямо сейчас девушка прохожу году формы вместе потому что человек который вообще не играет в игры она уже там где поспрашивает так подождите а вот сейчас вот после этого альфхейм мы сейчас куда пойдем подожди как бы обе верёзд работает после того как мы сходили в альфхейм все нормально сейчас пойдем к с табаке разросло за 100 тысяч рублей сесть малюки сесть малюки зомбаки за рекою в сесть малюках вот так нам еще астракт занес 500 рублей и машет нам рукой там есть на ваха и и это как нихуя очень похоже на на название одной компании которая тут обидела геймеров недавно слышали и хоя я думаю что вот это надо обязательно оставить подкасте кстати это это очень крутая тема с тем что не не реально крутая штука дело в том что во первых мало того что наш ну я думаю наши слушатели играют там возможно в геншин импакт вот прикол в том что тут внезапно волк волк такой интернет знаете который такой типа проснулся как это знаете как это раньше писали очень хорошо в российской литературе и в советской типа люди с широко открытыми горящими глазами с горящим сердцем и холодными руками вот и понимаете это вот эти люди они такие типа говорят что подождите-ка то есть вы попросили нас в конкурсе сделать косплей артворки короче и всякие там вот эти прикольные фанфик штуки ради того чтобы продвигать вашу игру то есть это бесплатное продвижение надо было ответить мемом за ждет nordic gamer да я просто такой сижу и думаю буля то есть подожди-ка то есть когда типа берут и делают всякие конкурсы в газетах в девяносто третьем году и говорят нарисуйте нам пожалуйста фан-арты какие-нибудь ну какое-нибудь поебение а мы потом опубликуем 93 год 93 год сколько лет назад нет не с того угла заходишь как правило вот то что ты сейчас говоришь этим знаешь кто возмущается девочку который 46 фанфиков по гарри поттеру бля чувак подожди это ролик писала гарри поттера чтобы я фанфики не сочиняла что ли нет я просто к тому что ребят ну вы понимаете насколько это тупо что я не согласна нет когда объявляют конкурс и говорят типа пацаны вы нам рисуйте какую-то ебанину мы типа каба вам отгружаем какую-то тоже ебанину короче вы можете делать что хотите и знаете это как конкурс world of tanks помните да где типа люди там надевались в картонной коробке сделать танк из макарон до танка за макарон вот это все короче ну то есть каждый меру своих там способности сил усилий желаний там и так далее пути дают тоже награду там голду в танков ну как бы лучше поучаствовали просто каком-то движи фанатском окей прикольно классно короче не хочет участвую пошел на и не прав ты абсолютно прав потому что все абсолютно компании всегда понимают что нельзя просто так делать движ нужна какая-то история в случае например с world of tanks там раздавали либо голду либо модель танка да здесь то же самое здесь то же самое они тоже раздают вон пишет тони и люк из макарон причем сгоревших написать мне ходишь чтобы конкурс бля моно из мяса с сыром как там было карательная кулинария вот господи ну короче в общем я считаю что как бы ну огромное количество времени проводились конкурсов которых как бы люди делали какой-то контент для как бы издатели игры книги фильма чего блять угодно я в свое время сделал охуительный рассказ про черепашек ниндзя для газеты ва-банк после которой выиграл ёбаную подводную лодку для черепашек ниндзя в девяносто полета четвертом году понимаете так вот вот я вот вот это было круто короче меня сфотографировали и опубликовали в газете ва-банк короче понятно и я понимал что мой мой рассказ будет там использовали какое-то поебение понимаете вы я же получил свою блин подводную лодку для черепашек ниндзя как бы мне не было никаких вопросов помните 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 как питер мур сделал себе татуировку gta-4 да такое забудешь и по такой приподнял рубашку а там хуякс татуировка gta-4 бля ну да окей хорошо но короче знаешь что дальше вот сейчас его спрашивают что такое gta-4 нет такой фортнайт нахуявый я думал уже все свел короче я хочу вам сказать что сам если хотите участвовать в классных конкурсов участвуйте в конкурсах завтра каста потому что завтра как периодически разыгрывать охуительные всякие вещи я кстати могу сказать что мы разыграем в этом подкасте знаете что ну давай что можем разыграть люди почему-то два резуректа для пика прежде чем ты ты продолжишь люди всегда не понимают что-то типа конкурс значит должны быть какие-то призы и тому да и прочее но это розыгрыш вот это надо оставить подкасте в любом случае мы сегодня хотели порадовать наших слушателей тем что мы в очередной раз делаем прикольный классный конкурс дело в том что он опять же нацелен на наш youtube и дело в том что мы разыгрываем diablo 2 резуректа для пока соответственно это код которого можете погасить в battle нэйте вот мы сделаем примерно такую же механику вы можете остальное важное дополнение тимур только в европейском battle нэйте нельзя в американский только в европейской карпале с если вы живете в стране которая подпадает под европейской battle нэта вы сможете погасить этот код в россии попадает если что до россии уйца и европа если что короче в любом случае вам достаточно сделать все очень просто вам не нужно рисовать фанфики не надо делать косплей не надо делать танк из макарон короче все есть хотите можете конечно но всего лишь надо на самом деле найти наш видос соответственно который находится на ю тубе 234 выпуска и оставить под ним комментарий как бы вы ну вы можете любой комментарий стать пожалуйста здесь один видоса вот который вы сейчас смотрите это если вы смотрите наш если вы слушаете если вы слушаете в аудио короче то соответственно вам достаточно просто-напросто перейти на youtube точка ком набрать завтра касс 234 и соответственно найти наш вот этот самый выпуск и под ним оставить свой комментарий мы разыграем и соответственно через несколько дней мы ну соответственно diablo 2 resurrected мы это сделаем каким образом мы это сделаем на одном из игровых стримов мы обязательно расскажем где когда чего это будет вот поэтому следите за новостями в наших социальных сетях и так далее короче мы обязательно вам расскажем но в любом случае мы вам так или иначе прямо напишем что типа бро ты выиграл или сестра ты выиграла иншаллах для того чтобы мы знали что это действительно вы и вы хотите diablo вы прям так напишите хочу diablo из и подставить название продукта питания давайте так это сделаем блин нет это будет интересно ты знаешь короче кого боится у кого будет самое ебанутое название еды из чего он хочет diablo да не так найдем рандомно у нас есть замечательный сервис random пикер найдем рандомный коммент поэтому не надо одинаковые комменты писать пишите говорите фантазию скажем что у нас уже спрашивают комментариях ну комментарий прямом эфире ли в записи нужно ребят мы не можем посмотреть ваши комментарии только комменты под записью только комменты под видосом который выложен на ютубе только там то есть это по сути потому что мы используем через пароль пикер да я могу вам сказать что вас в обычных желающих очень много потому что вот когда мы разыгрывали последнее время риторного когда мы разыграли дуал сенс там типа речты кланк у нас собиралось по 300 тире 600 различных участников которые хотели выиграть что-то то есть несколько сотен человек как бы естественно конечно мы не можем это сделать ну там типа через еще и ютубовские там комменты которые прямо сейчас что-то писали вот короче супер крутой конкурс всем спасибо димка давай продолжай донаты последние и мы типа как бы идем дальше да не у нас больше нет донатов отлично и все пацаны хочу учусь в смысле как а чё в смысле класс есть еще примерно пять с половиной часов поздравить нас днем подкастера через донаты а мы начинаем нашу традиционную рубрику слухи недели в этот раз неделя была на слухе нажористая хорошая они как обычно у нас там три слуха несчастных все от джеффа граба первый слух пришел у нас про как ни странно устройство от вальф если вы думали что steam deck который кстати говоря хвалят люди которым он пришел на неделю я правильно понимаю максимум говорим сейчас про вальф квест да практически а значит то нет вальф все еще помнит что у них где-то есть вверх хотя как пользователь steam вяра я должен сказать что я как-то сомневаюсь в этом каждый раз мы теряясь на то как он работает но не суть все в том что у вальф еще в январских публичных ветках стима нашли упоминание некого устройства которое называется вальф декарт и это его кодовое название а не декарт да и история в том что это полностью автономный шлем который запускает какую-то операционную систему на себе и что-то может делать история в том что сейчас многие проводят параллели с окулс квестом и особенность окулс квеста в том что окулс квест полностью автономен то есть для того чтобы играть на окулс квесте вам не нужен пк сразу сразу вопрос как человек который обладает окулс квестом расскажи пожалуйста вот окулс квест в нем же по сути как бы начинка такого условного хорошего попова android там стоит специальный чип qualcomm который они разработали специально для виара он называется qualcomm xr по-моему в этом особенность этого чипа помимо того что там реально начинка хорошего средне топового смартфона это то что он еще отвечает за все датчики включает трекинг я понимаю скажи пожалуйста как бы какого рода vr experience как бы предоставляет тебе окулс квест вне своего там типа условного там вот этого ли кост линка который позволяет тебе подсоединять там компьютер да и делать там ёба графон типа аля халфа алекс какого рода экспириенс это типа уровня смартфон картборд когда ты на ифончике запускаешь какую-то ебанину у тебя пропавляет по продвинутье по продвинутье до два момента первый во первых уровне psvr-а или как бы или нет хуже psvr-а но лучше чем какие-то картонные шлемы во первых это естественно битсейбер он как бы отлично работает во вторых например я играл на квесте именно на квесте в doom 3 можно ли его и полик сыграть на нет конечно что алексы не на всех компах пойдет но смотри вот сейчас на квест можно играть если что на 2060 алекс точно идет есть можно играть в какие-то vr игр которые не слишком мощные и они должны быть специально портированы на квест они должны быть естественно специально портированы на в их собственном магазине да они выходят в их story хотя квест анально не заочен вы можете подставить специальную пробу она называется сайт квест и грузить через нее какие-то приложения на шлем но прикол есть том что сейчас вот в октябре 5 числа выходят на квесте я кстати уже предзаказал resident evil 4 и он выходит именно на шлеме то есть вы играть будете не на компе вы будете играть именно в 4 резидент на самом шлеме вот и кстати они еще портируют middle of honor туда то есть раньше middle of honor он работал только через пока сейчас он будет работать на собственного куз квесте и честно сказать у наших зрителей возникают вопросы явно прямо сейчас пока они смотрят многие люди и видимо не знают что около сквест это стендалон шлем который действительно работает без пока у него я вам повезло он к приведу про собственная своя собственная типа оболочка устрой собственный магазин это про это реально отдельное устройство можете без всяких компьютеров купите окос квест им воспользуются первым и первый юз кейсом можно воспользоваться как отдельным с отдельным вообще там типа магазин с отдельными приложениями с отдельными играми а можете подсоединить его с помощью провода или даже есть возможность и без провода подсоединить к пк и по сути играть в игры которые как бы работа через steam vr кабана пока соответственно тоже в том числе это это два разных юзкейса для шлема и они оба валидные то есть это не как htc вайф это не как окулус рифт прошлый это не как psvr это шлем который работает сам по себе это полу сейчас углов шлем с аккумулятором вся суть новости заключается в том что якобы в элф делает свой собственный вариант такого же шлема работать не так нет а я уверен что будет работать так сказать почему я уверен что это слух правдив это будет реально ответ квесту потому что у вальф есть аппаратная платформа для этого алё они просто берут запихивают железку от steam deck of шлем и все им ничего не надо делать у них есть шлем будет рогами знаешь такими были специальные разницы подожди у steam дека есть вообще-то вентилятора я не верю что ну они просто они могут урезать немного частота ничто им это не мешает сделать может можно я закончу их есть готовый чип у них есть энергоэффективность достаточно хорошая потому что люди говорят что steam deck в среднем по 5-6 часов работает для шлема это вот так с горкой квест работать примерно четыре часа четыре с половиной вот и ко всему вдобавок опять же вам не надо делать прям steam deck вам надо чуть-чуть срезать частоты чуть-чуть его что для брона тебе нужно было бы два ракурса по сути рендерить две игры равном будет попроще но понимаешь тимур большинство VR игр в стиме выглядят как говно ёбаная вирчат добро пожаловать вирчат кстати тоже говно так то то есть то есть приводишь half-life алекс такая одна а большинство вар игр выглядит как такие типичные магида правильно пишет что steam deck то так то 720 ну это не отменяет того факта что и простите этот как его звать в квесте очень жирный экран а там стоит от смартфона процессов ну ты же понимаешь что по сути как бы у тебя есть steam deck который может потянуть условные там типа игры в более-менее нормальных настройках в 60 fps короче на 800 п а тут тебе нужно сделать два экрана по 1440 но вир игры не выглядит как control тимур вир игры не выглядит как метро и вир игры не выглядит как неплохо нравится да ну half-life алекс требует от тебя чемодан без ручки да такой такая здоровенная хрень в которой ты вставляешь провод ладно и ставишь ее рядом с собой ты можешь это сказать что угодно так что нет но 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 декард будет другой если вы думаете что он будет проигрывал будет про игры постольку поскольку он будет в основном как и квест знаете я уверен он что нужен для метаверса под видео под видео под серфинг под какие-то вещи связанные с просмотром 360 immersive контента и так далее и так далее и так далее я знаю кучу людей на западе своих знакомых которые квест они вообще похуй на вир покупают тупо как персональный кинотеатр чтобы можно было спокойно потупить порно посмотреть простите меня за уточнение вот это вполне нормальная история в этом плане вальв показали стимдеком что они способны создать адекватное устройство за адекватные деньги если они сделают то же самое с вяром они индекс блять который стоит 100 тысяч рублей в сборе почему бы нет я я если честно жду потому что как бы в принципе в алифиндекс говорят довольно хороший шлем если у них получится шлем хотя бы чуть-чуть лучше чем окулус крест а у вас кэст уже довольно хороший шлем я его сам не раз груза он реально довольно крутой и как бы если честно меня все еще подбивает же вот жаба про сейчас к бы ну у меня огромный дает разводов у меня просто огромное количество расходов сейчас предстоит поэтому блять вообще не дал куск веста как бы но я я куплю себе около сквест 3 какой-нибудь я прям очень хочу потому что я я все время когда был у никиты лихачёва который бывший главред тоже в гостях как раз я поиграл у него флэф алекс на околус кресте втором и причем он у него шоу если чё на 2070 до 2070 вообще легко шел на очень хорошо оптимизировано я на 2060 ноутбуч на его бодрый идет короче прям круто шло я был вообще в восторге типа прям круто очень работал вот в любом случае я посмотрю если будет здоровая конкуренция потому что фейсбук сейчас явно как бы знаете от от состояния типа а может быть мы зарежем это направление потому что ну нахуй никому не нужно до уровня дошли что о нихуя себе как там классно то все продается а давайте теперь нахуй запилим 3d метаверс к короче для фейсбука для всего продан про метаверс про метаверс не фейсбук начали говорить первые метаверс это такая история которая роблокс она она понимаешь она сейчас везде она форма и найт она вот это первая история которая первая история которая начала как бы вылетать вокруг да значит типа во во всем в голову приходила но никто толком ее не делал вот сейчас вот фортнайт типа показывает как можно сделать метаверс как можно сделать метаверс на примере там условно фейсбука мы уже видели они это выглядит видят как виар некие комнаты в которых ты встречаешь аватаров других людей и так далее поэтому нет от вершлемов они не откажутся а по поводу стима я могу сказать так чуваки вы такие прям восторженые такие часа не сделают квест часа не сделают свой ответ квесту часы сделают охуительный виршлем вы блять как будто забыли то что мы обсуждали когда вот буквально расти машины и steam контроля мы обсуждали когда только steam так показали что чуваки вальф может сделать охуительную железку я как она собирается ей доминировать никак ну то есть я я не верю в то что вальф возьмет и просто положит на лопатки окулос я в это никак в жизни поверьте нет 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 знаешь это я нигде этого не говорил шлем шлем который выйдет опять на бумаге они 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 создадут компетентные классные устройства которые купят 23 человек а валида него очередь 5 миллионов человек и куча и куча и куча чуваков в индустриальной тусовки которые так в стиме выходчик не чипорчика какого-нибудь за что студии вот и они знаешь где обосрутся я уверен они обосрутся на софте потому что особенность квеста второго опять же я говорю людей которые это внизу к ногой и psvr а почему они так популярны psvr хорошо продается до сих пор сони на той неделе выпустили новую рекламу виршлема старого блять как говно ему реально много лет он устарел морально и физически он до сих пор продается знаете почему то что символ из экспириенс ты включил в консоль шлем надел его и играешь то же самое с квестом ты включил квест купил битсейбер в магазине и играешь в него все там кастомный android рассчитанный на виар он прекрасно продуман он нигде не глючит нигде не тормозит чтобы поиграть half-life алекс тебе надо сначала поебаться со steam виаром потом тебе надо поебаться соколу с эрлинком потом тебе надо поебаться с трекингом а когда мы еще стримить это с димой хотели мы еще ебались со стримом два с половиной часа бро на тебе шашечки или ехать я просто я просто я просто к тому что я уверен что относимую с части все запнется хотя если я не знаю вальв сделают условный линукс для виара это будет плюс потому что даже если вальв забросит это нахуй это потом останется другим чувакам которые смогут это допиливать я так я аккуратно хотел как бы напомнить вам что вообще-то у вальва софтом довольно большие проблемы потому что когда компания вальв идет и делает условно big picture который использует там один процент людей короче и в итоге big picture оказывается с глючной поебенью который плохо работает и они такие типа ладно сейчас мы вам big picture заменим на хуйнюшку которому сделали для steam дека ты такой типа окей давайте посмотрим а потом ты смотришь типа на mac версию стима на windows версию стима она работает как хуйня полная просто блять нет ни один нормальный магазин так хуёво не работает как блять steam просто я каждый раз бомблю с того как хуёво работает steam и как хуёво работают мобильные приложения понимаете хуёвость вот ты мне скажи в чем хуёвость ты игр можешь покупать можешь ты можешь запускать можешь в чем-то запускаю приложение она говорит бля чувак мы тебя разлагинили потому что причины пожалуйста владение еще раз моя самая любимая история со стимом это то что в стиме абсолютно бесполезное занятие предзагрузка игр то что предзагружаешь игру и вы сейчас напоминаете тех людей которые нет 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 жалуются на то что там корзины нет 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 это вообще не про корзину вот ты предзагрузил игру на любой платформе на любой даже в егэсе таймер отсчитался игра тут же доступна для того чтобы нее ты мог поиграть да смотри прикол в стиме как это сделано игра скачалась наступает час икс она разблокировать а дальше стим начинает знаешь какую штуку она называется расшифровка архива так вот проще груза на выскочать чем ее дождаться это правда но братан это история имплементации потому что стим был придуман давным-давно и когда-то казалось что если ты будешь шифровать этот контент то его не не распакуют не главное когда решили будет понимаешь что в гейбу кто-нибудь сказал что времена поменялись потому что мы говорим о том что типа да мы понимаем причины мы понимаем почему и она точно мелочи это это не то я могу объяснить почему это мелочь потому что что в егэсе ты можешь купить игру и запустить ее спокойно играть что в стиме ты можешь же тоже запустите спокойно играть в microsoft story братан если ты скачал и купил и скачал игру не факт что у тебя сможет запуститься даже из него когда они обновят этот сады microsoft store в windows 11 я жду эту историю потому что я знаю что microsoft знаешь они вы через жопу сделаешь я просто хочу не ругать стим не отми ругать и gs ты не понимаешь как ты не брешь моего им пока бы вообще о чем я пытаюсь сказать тебе я пытаюсь тебе сказать что у тебя есть там хуёвый игрок номер один игрок номер два хуёвый игрок номер три хуёвый игрок номер четыре почему ты считаешь что внезапно один из четырех хуёвых игроков сделает что-то что не будет хуёвым почему-то считаешь что как бы внезапно сделают как бы там VR-шлем который внезапно будет работать хорошо это как бы не факт понимаешь вот пришел facebook условно как бы который как бы вообще типа сбоку сприпелку но это не совсем так они же купили около чувак ну блять как бы сервисная компания которая купила компанию которая делала плеть шлемы и немножко пыталась пилить там типа контент для шлемов можно я тебе приведу другой пример нельзя подожди короче и вот короче вот эти чуваки умудрились сделать experience который да окей я понимаю что у окулсы есть большие проблемы потому что блин там любая игра стоит дохуя ну то есть там типа скидок мало и вообще типа каждый experience тут там 50 60 70 долларов западную цену абсолютно да и ты такой сидишь и просто бомбишь но в целом то она работает хорошо понимаешь и скачивание и запуску остальное тоже работает хорошо я просто говорю о том что смотри сраной нинтендо который ну просто у них софт просто говно и проешу даже еще и и шоп тебе не нравится даже ешь давай назови нормально назови один хотя бы хороший магазин даже еще работает нормально как бы я блять недавно пошел по скидону сейчас там в ешопе охуительные скидона я пошел накупил дохуя всяких игр которые стоили там 90 процентные скидки сука я 200 2 собери купил за 145 рублей на на свече да мне похуй я на свече купил я могу на сорте играть ну короче в любом случае понимаешь типа вот эти чувак но я пошел типа вот на свече кабану купил там типа игры они все быстренько устанавливаются короче а кто не может установить тебе говорит что типа бро у тебя там памяти не хватает это все типа ну то есть даже на свече умудрились сделать нормальную там типа оболочку можно пожалуйста я тебя перебью потому что ты куда-то влезешь прям в залупу самую блять залупскую залупу из которой только можно залезть и зачем ты туда залез объяснили свой поинт не буду искал что steam работает на маке плохо у тебя точка он работает у всех нормально иначе бы блять весь интернет был полон жалобы тем что steam работает на маке через жопу даже вопрос на маке он работает как раз нормально они даже обновили интерфейс спустя спустя 5 лет после выхода системы которые в которой обновили интерфейс они спустя 5 лет даже это сделали ну ты понимаешь как бы что работает все равно все через жопу помешь когда у тебя игра скачивается потом она тебя типа там распаковывается а локация места ведется долго ты можешь хоть болеть усраться но не работает он через жопу он работает как он работает так как он задуман 2004 году так он и работает и блять ты мне когда объясняешь о том что псн псн хуёво работает игрушку конечно он же придумал времена playstation 3 2009 году и поэтому там до какого-то определенного времени нельзя было поменять никнейм когда ты это объясняешь у тебя почему-то не сходится 2 и 2 и ты не говоришь о том что псн хуёвый братишка подожди подожди я тебя сука послаблю на слове просто сейчас когда ты говоришь что у тебя в стиме все плохо ты пожалуйста сравнивай его с теми магазинами которые действительно хуёвые вот нам в комментариях нам комментариях хорошо пишут что чуваки вот вы пользуетесь окулсом у окулса магазин полное говно из которого ты ставишь эти игры которые у тебя предусматриваются на квест понимаешь вот вот тебе хуёво пример магазина ты можешь привести пример например с юбисофт клубом который блять работает просто как срака и постоянно вылетает ты можешь ты можешь привести пример ты можешь вести пример с ориджином который у которого два блять два тимур приложения понимаешь один называется ей диск топ другой называется ориджин и иногда для одной игры нужен ориджин а для другой ей диск топ потому что они блять несовместимы пыши через жопу это сделали вот это хороший пример а когда ты говоришь что стим говену работает и поэтому на шлеме от вэл все будет через жопу нет братан по сравнению со всеми всеми стим работает но идеально просто у тебя просто нету примеров того когда это сделано плохо я тебе эти примеры привел как ты должен был строить дискуссию я прямо сейчас иду иду блять в я стендалон шлема будет говном первый раз слышу про ей games нет ей десктоп он называется и десктоп это новая версия ориджина они от ориджина постепенно отказываются battle.net кстати да вот battle.net пожалуйста тоже можешь про него вспомнить в контексте недавнего релиза diablo 2 я записал короче все все я записал и на что ты мне я прослушал на что ты мне напомнишь что там все помню диме что steam я для стендалон шлема будет говно окей хорошо именно сам софт запиши это софт ну именно steam я это важно блять чувак я тебя заебу просто это как я как я андрею почебякину напоминаю каждый блять год о том что он написал 2013 году о том что бизнес модель xbox победит playstation просрет я такой сижу и думаю что этого человека кто это еще воспринимает серьезно блять ну как бы кому он просто человек объебывается на каждом шагу а ты отдельный календарик для таких напоминаний завел который называется я же говорил короче я могу сказать так я не верю в то что вэлф сделает популярный шлем но то что она сделает хороший шлем я плюс-минус верю мне кажется что это вполне правдоподобное явление стендок себе заказал нет я хотел но у меня выдал ошибку что типа вашей стране идите нахуй со своей страной я подумал так что типа я скорее всего куплю где-нибудь типа там закажу с амазона еще что-нибудь такое но я куплю мне прям захотелось я поспозрил на него и я прям подумал что прям я хочу поиграть мне прям захотелось нас спрашивают каэра запроса кто напоминает завтракас то что свече продается черт блять зачем мы подали в идею если в любом случае это кстати одна из один из моментов когда завтракас объебался реальность свечом вот потому что мы договорились что мы было было же у него это сделать потому что свию нинтендо проебалась капитально да ладно возвращаясь к нашим слухам недели тут видеогейм хроникал пишет нам о том что оказывается guerrilla games помнишь такую компанию guerrilla games на там делать какие-то малоизвестные игры которые вообще нихуя не какая-то хуйня которая постоянно с зельдой выйдет и просто провалится на помнишь это обсуждение я помню каждый год одно и то же обсуждаем господин надоело короче guerrilla делает якобы мультиплеерная может быть дополнение может быть отдельную игру в рамках лора игры horizon зеродон horizon forbidden west и так далее то есть это что-то мультиплеерная в рамках этой игры у меня сразу возникает вопрос что это может быть то есть вот ты давай горячее взять да ну опять hot take даже словно вырезать из подка конечно это аналог монстр хантер две вещи что во первых horizon изначально планировали сделать коопным собственно как манхан и не сделали это просто потому что студии не было ресурсов чтобы делать мультиплеер параллельно так что это уже вполне реалистично звучит а во-вторых fire spite games которую sony купила чуть ранее вот эта огромная британская студия на 250 рыл которую они взяли она по слухам делает виар игру по харайзен и причем это крупный триплей проект я понимаю что они будут этот франшизу доить и доить и доить и доить и доить и доить кто в этом виноват херман хюльст или кто бля чувак это же охуительная франшиза нет да нет да как бы не может обосраться но там прикольно лор там может быть прикольная главная героиня но нравится это далеко не всем но это не та франшиза от которой я прям срать обосраться жду там следующей части ну то есть условно смысл ну хорошо предположим но просто ну как бы я жду анчарта я жду там дизайн килл зон или там еще что то ну блядь после первого анчарта все таки ну да конечно это прикольно но клон warcroft анчарта спустя 10 лет знаешь так я бы с удовольствием я бы с удовольствием так бы и говорили ты будешь развивать франшизу она и не будет развиваться в общем то я напоминаю что killzone начинал сейчас то есть то есть сейчас будет сейчас будет блять мультик по харайзену блять сериал по харайзену чем еще вы имеешь против комиксы блять похара я чего как сериал по харайзену я хочу чехольчик на телефон с харайзену динозавриком хочешь я тебе куплю игрушки с динозавриком нажимаешь на него я вам так если я вам так скажу если сони выпустит вяр манхан это будет просто пушка серьезно потому что есть игра асгард с рэс на этом на околусе и она очень примитивная достаточно по механикам своим но ее особенность в том что это полноценный open world rpg под виар она не очень хорошая с той точки зрения что там очень многие моменты сделаны не очень дорого и топорно но даже в таком виде она очень пиздатая а если блять продакшн харайзена с этим харайзена нет и условный там геймплей перенесут в виар или перенесут в кооп по моему это будет супер потому что как раз у харайзена представляешь на тебя выходит огромная гибака которую реально завалить только в кооперации с другим игроком адекватный и в отличие от монстр хантера будет нормальный западный интерфейс нормальный западный геймплей и нормальный сюжет который все это связывает типа что типа вы трое юнцов которые сначала там типа проходит какую-нибудь инициацию вашем племени а потом вы типа идете и там какую-нибудь тайну разгадывать и вас закинули типа в азию а в азии типа как бы спустя там типа свои свои собственные динозавры да робо годзилла прикинь вы сейчас вы сейчас говорите о том как это можно имплементировать а я вам говорю о том что ну это да но я бы планочку снизил ожидание я бы ожидал что-то вроде ghost of the simu legends когда у тебя есть она плохая нет нет не отдельная игра а вот такой типа как знаешь как дополнительный режим почему почему бы и нет тоже пиздата потому что в общем-то у сони в этом плане правильный путь вот они сделают сначала сингл а потом на этой базе я поэтому кстати очень жду фэкшнс потому что фэкшнс тоже был по тому же принципу сделан они сначала сделали хорошую игру вы заметили что не фэкшнс не выпустили даже тогда когда она была почти готова они ее взяли и развернули полноценно смотрели смотрели еще раз посмотрели еще раз отложили еще привлекли тестеров и так далее такие типа бля чего-то блять не хватает бежит мужик такой знаешь по коридору только запыхался в листочком размахивает бля все в силу всем расходятся такие типа что происходит он бежит бежит забегает в комнату типа этому хюльсту такой знаешь ему на стол херман херман листочек значит достает отберет короче листочек а там дикбат нарисовано написано снизу но тидокс ляпала хуйню это все было так что типа они поняли что просто мультиплеер во вселенной типа last у вас 2 как это было с мультиплеером last у вас 1 который был прикольным но не зацеплял большого количества игроков я думаю что они поняли в какой-то момент типа что этого недостаточно не не только нужно типа что-то калкал черный флаг машинке пожалуйста можно чтобы на лошади можно было пиздиться чтобы что-то зацепляла что был какой-то сюжетная подоплека всего этого какая блять сюжетный подоплека в мультиплеерной игре команды на это прощаешь внимание что ты не насрать чувак но вообще как бы бывает так типа что иногда как бы сюжетный подоплека может сыграть свою роль эти могу сказать что большое количество мультиплеерных игр за последнее время как бы вот идут в этом направлении так 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 давай расскажи-ка мне подробнее про сюжет call of duty давай там вот я недавно видел ролик он очень красивый но я нажал skip смотри я тебе поясню на самом деле с call of duty немножко сложно потому что всем насрать на сюжет тогда нет смотри на мультиплеер имею ввиду вот они как сделали они живут этот мультиплеерный сюжет когда-то типа расход а теперь там кто-то кого-то что-то захватывает это такой так как это отражается моих мультиплеерных картах и как это такое типа блять серьезно по-моему вы не в ту сторону копаете им просто надо найти некий набор механик который будет рекуррентным и в случае с у астовасом очевидно им надо просто сделать хороший отполированный торгов я плюсую макс и игрю они сейчас пилят на другие режимы потому что они понимают что тут фэкшнс который был он скорее всего уже не типа слишком устарел надо делать в трендах королевскую битву в трендах не в трендах но надо делать какие-то рекуррентные механики и как бы мультиплеерном horizon нет ничего ужасного она изначально планировалось как кооп ну то есть серьезно ее изначально на это рассчитывали вот это же самое кстати это не новая история для гириллы ранее они уже делали так с киллзоны выходила первая киллзона была очень посредственно игрой мягко скажем посредственной вот абсолютно уебищным мультиплеером выходит тарайки у зоны который кстати дэвид goldfarb создавал именно мультиплеерную часть его 2 тел зоне охуительный мультиплеер кто мог подумать что называется это притом никак не убирает ее достоинство как синглплеерного шутера то есть тем одно другому не мешает данный случай тем временем макс шумский занял 179 рублей на динозаврика диме спасибо тебе большое это кстати недавно слышал историю то что в икее типа хотят убрать эти акулы не 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 это уже а в россии а в россии оставят я подумал о том что блин почему бы кей никто до сих пор не догадался вот в той же стилистике как это акула делать динозавриков это же было круто пивозаврик за да пивозаврик и смещение для россии было классно люди какие-то вот абсолютно очевидные вещи ну то есть не делают ладно приходится объяснять дэниел паси или паша я не знаю как правильно прости братан 200 рублей занес нам сегодня день ортодонта отмечаем с коллегами готовим запуск нашего подкаста в следующем году будем праздновать сразу два праздника блин отличная история не я послушал на самом деле про донтистов не интересно эссеншон занес нам 100 рублей с праздником скажите пожалуйста вредны ли для айфона магнитный держатель в автомобиль именно засовывание листа магнита под чехол что-то братан я не могу тебе так сразу ответить если это держатель для телефона то скорее всего не вреден ну потому что какой-то магнит чубля это он слишком слишком сильный что ли а если это неодимый магнит то блин я бы не стал айфон не айфон знаешь вот такое евгений зубак или зубок занес нам 100 рублей пытался досмотреть финал третьего сезона очень странных дел упал кинопап буду вас смотреть надеюсь кинопап упал не навсегда если вы понимаете братишка я бы на твоем месте не привыкал бы к кинопапу мы сейчас в плавненько втекаем в то время когда возвращаются возвращаются те практики которые еще недавно казались нам ну скажем так не слишком хорошими там скачивание всякого рода фильмов к себе чтобы они у тебя лежали чтобы они никуда не пропали так что я думаю вот скоро мы скоро мы от донатов да к подкасту говоря про студию fire spite в этом контексте они очень смешно поступили на днях буквально fire spite очень большой коллектив и он совершил покупку это знаешь такой джей-зи тут нужен чувак я купил студию чтобы она покупала студии даже а sony купила fire spite да а sony купила fire spite и теперь fire spite купила другую британскую студию fabric games чтобы довести количество сотрудников суммарно до 265 человек но прикол не в этом то есть смотри playstation сейчас фактически рулят два чувака из европы джим раян это бывший босс европейской playstation и хермен хюльс который собственно бывший босс гирилла это крупнейшая студии в европе уже мужик из ландом да я понял да и история вся в том что у меня такое ощущение что они пытаются загладить какие-то ошибки старого руководства потому что и фабрик геймс и fire spite это бывшие sony ливерпуль вообще это чуваки которых выпиздили из закрытой sony ливерпуль они ушли основали две вот этих студии и сейчас их sony купила назад это выглядит знаешь как как мы вчера шутили на стриме по хоррору что типа сейчас мертвец его за ногу схватит и обратно затащит sony да отебись ты уже от бедных студий что ты делаешь-то люди не могут уйти даже тебе но это это очень интересная история я значит я в определенный момент не удивлюсь если какие-нибудь выходцы из закрытой evolution создатели мотор шторма и драйв клуба неожиданно такие скажут а вы знаете теперь у нас sony playstation studio welcome to the family я сразу почему когда говорят welcome to the family я сразу вспоминаю тот момент из резидент ивола когда welcome to the family бам да ну да и говоря кстати к welcome to the family тут помните чувак летом японский сммщик playstation когда объявляли о том что sony купил housemark запостил картинку что sony купил blue point он проебался да да он перепутал картинки так вот sony купил blue point тут на самом деле еще история в том что blue point в интервью айджен они сказали о том что они теперь будут пилить не ремейки а какой-то оригинал контент мы не знаем что это может быть это какая-то новая игра и и по-новому айпи либо это оригинал контент имеется ввиду что не ремейк а типа работы осмысление над чем-то да ну условно то есть представим себе что помните мы говорили о том что возможно следующий uncharted будет не про нейтана дрейка там допустим либо про его дочку либо вообще про левого персонажа либо про сали либо еще про кого-то и так далее и тому подобное возможно что blue point работает над каком-то из ip sony уже установленных но просто это будет какой-то другой оригинал контент что называется то есть тут слово оригинал контент надо понимать не так как его понимает интернет что типа это новая игра от blue point его надо понимать именно так что это что-то оригинальное то есть не ремейк не переиздание именно вот что может переосмысление перезапуск но в любом случае я так скажу у blue point чуть ли не самый пиздатый блять движок что я вообще видел видеоигра и поэтому мне очень интересно как они эти технологии натянут на что-то еще потому что уже год почти прошел димон соус до сих пор выглядит просто ебейши серьезно до сих пор выглядит ахуик нет и завершая удивлен тому что они тут отчитались о том сколько народу купила купил дохуя не там 14 миллиона это не 1 и 4 миллиона дима это дохуя для приставки которая продалась тиражом в 10 причем для нишевой игры на старте когда-то начали было 15 миллионов 15 процентов это очень много это очень много хорошо это очень хороший мне кажется это очень хороший малса моралеса у каждого 2 на себе что у тебя playstation of 5 примерно так как допустим как playstation of 4 что их 100 миллионов значит что примерно там 15 человек купили бы себе ты должен да за размер юзер базы брать на момент выхода игры это очень важно чтобы понять насколько она успешна завершая этот круг дрочки на sony сегодня у нас такой маленький кружок что не ебов для можно мы пожалуйста вот вот нам каждый раз берут и говорят типа о том что мы эти подрочим там на sony можно просто как-то перестанет дело писаем дрочить на sony да давайте вот мы будем нормально разговаривать как бы нормально общаться как бы и вот как раз когда дело заходится не говорим да ну что-то там высрали опять вот эти вот вот понятно что-то что-то sony какая-то подозрительная в последнее время может и нет никакой ps5 вовсе ну когда ну слушайте да тут вот это уже именно слух это не новость о том что якобы по информации британского портала vgc и тут очень важно портал vgc это не сайт который прям супер гарантированную инфу дает очень часто спекулирует студия lucid которая до этого сделала lucid games которая до этого сделал also destruction all stars якобы работает на free-to-play twisted металом который выйдет 2023 году якобы под дату выхода сериала а там будет вот эти кринжовые блять чувачки которые такие я у я у я у вы пришли на дюстеркшен рау старши видал ты видел twisted metal у меня сейчас будет грязь и разы прожди максимал вопрос должен быть не такой вопрос должен быть другой вопрос должен быть ты видел destruction of stars видел него играть на сайте куда последний раз играл потому что я урожайся металл 2 недавно играл там пиздец так вот я и хотел сказать у меня есть горячее взятие что twisted metal was never good это всегда было достаточно и не подожди подожди зашел нет я не согласен я считаю что twisted metal был игрой своего времени хорошей игрой своего времени но сейчас его воспринимать очень сложно на самом деле клоун блять какой-то на машинке какой-то чувак в колесе покажи современному человеку вне контекста twisted metal для него это блять как ёбаный фортнайт какой-нибудь абсолютно такой же блядский цирк я напоминаю что фортнайт самая популярная игра в мире я не спорю не самая популярная игра в мире вообще не фортнайт ни разу а что-нибудь наверное с китайскими иероглифами но не суть суть в том что одна из самых популярных и отмазался отмазался это было не короче короче история вся в том что twisted metal ты знаешь вот в интернете поднялся вот так они перезапускают то есть metal как фри-то-плей и на самом деле это одна из немногих игр которым в общем-то насрать как и перезапускать а потому что в прошлый перезапуск twisted metal на playstation 3 был ёбаным говном я напомню ну вообще-то кстати как его кстати дело на вид явка консенсус вообще-то что перезапуск 300 металл который был на ps3 что он был в целом ок он в целом был неплохим короче то есть как бы народ к нему относится как бы в целом нормально поэтому я тебе могу сказать что макс как бы ты зря вот так вот говоришь что типа что это было все пиздец хуйня там и металл говно короче 30 металл на самом деле у него есть неплохая в целом типа база если правильно кто-то внезапно хорошо сделает на нормальном движке с нормальным графоном очень такой знаешь эджайл игру которая будет значит вот вот этот флоу в который в ней идет чтобы он был настолько типа простым легким как будто чтобы типа любой по сути человек мог его владеть я бы знаешь чем сравнил как с overwatch а знаешь который вот типа overwatch им очень легко овладеть на самом деле но hard to master как бы ну мы все знаем эту формулу да там easy to learn how to master hard to master вот и как бы вот если бы twisted metal сделали по принципу overwatch а типа прикольные машинки прикольные красивые скиллы красиво показанные разъебы того как ты кого-то там подорвал и у тебя там этик появляется какая-нибудь окошка как там типа в ракета то я прилетел к вам чувака и его расхуярила там типа и ты такой да блять вот ну или женщине такое как бы блин мне кажется что у 30 металла было бы хорошее будущее не уверен что никто сейчас его таким сделать не сможет братан тут еще такой момент который ну вы почему-то не озвучили я могу сказать так twisted metal это игра которая известна чувакам которым за 30 ну и выше люди которые современные которые молодые люди они про твистит метал никак в жизни даже не слышали условно человек который родился там девяносто там восьмом году ты ты не помнил он скорее всего три фразы известного не слышал это ты не понял хитрый план это таин с сериалом якобы вот выходит то есть ты хочешь сказать живут бесплатную игру за которую ничего не надо платить а тогда да ты да ты можешь сработать ну . и сам помните была какая-то мамушка который выходил тоже по вместе с сериалом defines его как он назывался блин забыл да 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 ты играл в нее должна стриме я играл на стрим было фри-то-плейной это было как-то помогло и бля на полное говно было при сериал еще хуже просто вообще я считаю что игры тайны с сериалами типа в основном в основном получается говном потому что конечно в эти самые игры не вкладывают вот этот вот вот этот ресурс ресурс я могу вам сказать что представьте себе представьте себе представьте себе что в игре спайдермен и playstation внезапно меняют лицо главного персонажа на тома холланда примут лицо ебало его просто они уже один раз ты сделали сам факт именно что ты меняет его лицо на тома холланда короче и там начинают появляться злодеи ну примерно так же самое как вот самом самом спайдермене появляются злодеи то же самое появляется там мистерио появляется короче там условно там гоблин какой-нибудь там типа и так далее так далее короче там и у них всех лица актеров из marvel вселенной и представьте себе что спайдермен как бы выпускается как бы playstation таином как раз таких под фильм блять у него было бы еще в пять раз больше продаж и он и так охуенно продался у него был бы еще я напоминаю что пик продаж ведьмака пришелся на выход сериал на netflix вам хорошо напоминают про одну игру которая тоже типа как бы и кино и игра и кино и игра чего это неправильно тебе нужно тебе нужно успешное кино успешный сериал успешной игрой когда у тебя одновременно делается это и да 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 стоим вот очень хороший пример того когда это работает реально работает этот ведьмак вот выходит ведьмак на netflix он становится очень популярным это чтобы кто не говорил достаточно качественный сериал достаточно качественный достаточно хороший чтобы посмотрела много людей и много людей к нему испытывал какие-то теплые чувства а я не идут стиму покупают ведьмака или идут на консоли покупают ведьмака понимаешь и у ведьмака 2 пика продаж был на старте собственно когда игра вышла и когда вышел сериал netflix и там столбики примерно одного размера там еще было круче в амазоне в топ-3 вышли книжки запковского да да то есть и вот как сейчас выходит дюна я могу сказать что во всех этих как его звать американских магазинах хотя дюна вышел только в европе дюна уже в топ-10 вот и более того фильм линча в топе айтюнс понимаешь я практически уверен что уже нет потому что сейчас веном братан сейчас все все покупают комиксы про карнажа комиксы про венома и прочее прочее братан и все пью что где скачать книжку короче короче все будет зависеть от того как sony разыграет эту карту но я одно могу только сказать что я не готов срать на люсит конкретно на разработчиков потому что при всей кринжатине destruction all stars во первых в этой студии сидит куча людей которые раньше работали пиздатыми гонками а эту студию основали а чё не сляпали такое говно тогда они ее основали чуваки которые стояли у истоков студии bizarre creations project gotham racing одна из лучших про которые вы забыли через неделю как игра она хорошая не хватило сервисной части серьезно ее просто бросили на камни нахуй но именно геймплей модель того как машинки катаются как как понимаешь общем в целом вот все есть это типичная проблема он читает выходит ну то есть смотри выходит условно kill zone shadow fall и там первые 30 процентов игры пиздаты а потом надо было выходить ну да если но в любом случае короче давайте потихонечку закончим переходим к следующей теме я думаю во первых первую очередь я бы хотел вам напомнить о том что у нас сейчас случилось наверное самая важная серьезная история на этой неделе о которой все говорит о том что я я просто напомню помните мы несколько выпусков говорили о том что свитч про то это ж прям вот вот прям вот 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 сейчас анонсирует да вот и все таки писали типа блять да да вы слышали разработчики там типа апдейтили свои игры под 4к да ну у них там у всех уже дэв киты есть под 4к да вот прям сейчас и и когда типа сказали что типа вот что сейчас только анонсировали свитч олефт и он выйдет только свитч олефт все таки ну понятно да конечно чипов не хватило чипокидон чип апокалипсис но типа ну они хотели под соледом прям чип вот свитч про ну не удалось да короче ну вот стопудов в ближайшее время анонсируют ну и короче тут ну одно дело слухи когда мы все говорим там на два на двочах на форчанах пишут о том что типа вот это самый свитч про в какое-то время выйдет тут у нас пришел блумберг с статьей за авторством человека который объебывался уже очень много раз с теплым подбиранием следующего можно короче он сказал ну то есть буквально в статье пишет о следующем что согласно его источником нинтендо работает все это время над свечом 4k и вроде как она передала некий софтверный комплект многим разработчикам в том числе компании зинга которая делает в основном мобильные говноигры ну да ладно вдруг им внезапно понравилось они делают новую мобильную игру по star wars как консольная на самом деле ее вполне могли бы выпустить на свитч короче якобы делают новый свитч якобы уже раздали софтверный кит для того чтобы значит под 4k под всю эту историю делать и все бы ничего но проблема в том что эту статью блумберга нинтендо провергла в тот же самый день в своем бизнес-твиттере спустя полтора часа буквально то есть там молниеносная была реакция в twitter аккаунте для инвесторов а я напоминаю что именно в таких аккаунтах тебе законодательно запрещено врать это преступление если ты соврал инвесторам но это только если ты если ты признался в этом но если тебе было весело большая шлёпа до шапки марио так да ну короче нинтендо своем бизнес-твиттере написала что все это херня собачьи мы не готовы сейчас озвучить никакие планы по новому свитчу у нас нету никаких планов на выпуск другой версии свитча кроме свитча а лет который вот сейчас вот как раз в октябре по моему либо или уже начались продажи не помню или выходит в октябре но чё-то короче уже уже вот буквально на днях он выходит и это все привело к очень интересной реакции потому что например катаку они пошли в компанию зинга и спросили у них в переписке типа мол а чё действительно у вас есть какой-то софтверный кит ну-ка расскажите чё и зинга им на полном серьезе ответила что какой софтверный кит о чём блять ты куда звонишь тебе звоню нет как мы не работаем нет какие четыре какой свитч про нет и они официально опровергли что нет они не работают то есть я не хочу говорить плохое про bloomberg но это чё ж понимает что bloomberg спиздел что ли я напоминаю что этот автор такаси матицуки он пиздит про свитч про с 2018 года это его рекуррентная тема более того это человек который прошлым летом с абсолютно серьезным каменным лицом со страницы здания bloomberg ссылаясь на собственные источники утверждал что playstation очень большие проблемы с производством чипов и поэтому sony гарантированно произведет меньше консолей на старте чем было playstation 4 если что оказалось ровно наоборот во-первых оказалось ровно наоборот во-вторых ну как бы не хочется про него говорить плохое может быть он нормальный журналист bloomberg а может у него остальные статьи правдивые но явно его источники по компании нинтендо и вообще по игровой индустрии либо постоянно ему врут либо он их не так понимает а как он может интерпретить а как он может их неправильно интерпретировать очень просто смотрите у компании нинтендо может быть действительно нет никаких планов на свитч про потому что новая 4k консоль будет называться не свитч а все нет нет пожалуйста не не это 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 правильный взгляд потому что свитчу на самом деле 5 лет скоро ступит а на меня как бы нинк нинка не дебилы они как и sony как и microsoft разрабатывают некое следующее поколение что они работают на одном свитчо своего хардварного решения и наверное какие-то довкиты даже есть и вы должны понимать что ранее довкиты это не железки нам присылают набор условных лип говорят поставь на компьютер и вот компьютер такой-то конфигурации будет имитировать тебе довкит через эти либо когда мы довкит придумаем до делаем вы посещаете подпишите отдельный контракт заплатите нам за него денег потому что довкиты стоит денег я напоминаю очень редко их присылает а надо быть очень крупной студии чтобы тебе ее прислали бесплатно и то мне кажется если ты крупная студия то ты готова и заплатить за дэвкит но неважно короче вот тебе железку сделали вот пока после этого можно там наверное где-то как-то его слить и прочее и прочее как помните история со сливом дэвкита от playstation все говоришь это хуйня собачья в виде буквы в вырез какое-то говно какое-то оказалось это абсолютно настоящий дэвкит но самое прикольное какой-то чувак загонял в он и бэй а его очень быстро прикрыли листинг так он перевыложил листинг и он положил вот в этот буквы в кусочек пиццы на фотографии дельно помещается но я к тому что скорее всего нинтендо работает на одном свечом скорее всего она его пилит просто он скорее всего будет называться не свитч вряд ли она его назовет свитч 2 она его назовет как-нибудь по ебанутому это ж нинтендо и эта консоль выйдет годика через три потому что свитч продается просто заебись торопиться абсолютно не и второй момент не забываем про чипокедон с ним очень сложно все и даже если у тебя были какие-то планы в 2000 там каком-нибудь девятнадцатом году что ты строил что в 2021 выйдет новый свитч тебя пандемия здорово эти планы подвинула и скорее всего ты такой типа 21 дней давайте лучше 23 а там где 23 там и 25 ну в общем вы поняли так что такая история а блумберг проебался да к сожалению уже не первый раз такая вот история ну и последний уже даже не смуха скорее подтверждение предыдущих смухов это то что ремейки точнее ремейки такие ремастеры классических gta действительно делают действительно они когда-то скоро выйдут потому что на сайте корейского рейтингового агентства не в не в лучшей корее в южной корее значит нашли упоминание гранды в толта the trilogy the definitive edition но и собственно эта игра уже получила рейтинг что значит что в самые ближайшие месяцы она выйдет а анонсирует ее скорее всего до конца октября я практически уверен что это не ближайший месяц это скорее всего ноябрь либо даже ближе к декабрю но есть вот два месяца почему объясню потому что южная корея обычно очень задолго получает рейтинги вот как по-разному бывает когда этот рейтинг спалят у какого-нибудь и срб или у пеги любеги да тогда наверное можно говорить о том что это выйдет там спустя пару недель там месяц и так далее но но вот по тем слухам которые сейчас циркулируют типа rockstar хотели выпустить это в октябре но сейчас перенесли релиз на ноябрь было бы классно сам ты чё ждешь от ремастера классической трилогии я жду всего трех вещей на самом деле их будет достаточно потому что я например очень хочу переиграть в айс сити не буду врать я хочу нормальное современное управление потому что управление в классических гтс вот вертолетиком да я хочу чтобы они немного переписали рендер освещения но они это и сделают потому что по слухам они все игры перенесли на анриго энджин весь контент да да ты же в курсе что мобильные гта перенесены на юнити нет не в курсе вот и я знаю точно что все gta они сделаны на рендер изначально у них абсолютно открытый исходный код поэтому например очень легко гтс открытый нет у них их реверс инженер 0 и таким образом это правильно говорить но это не значит открытый код именно что типа когда их реверс инженер 0 у них стал открытый код короче до того состояния что и можно gta 3 гтс сейчас портировать на что угодно поэтому когда когда увиты полностью как бы стала открытая система например на вид очень быстро энтузиаста перенесли сами портировали по сути gta 3 и gta вайсити короче point в том point в том что gta-шки помимо управления графики мне кажется им надо еще все-таки немножко обновить там просто графический элемент перерисовать интерфейс сделать субтитры нормального размера 16 на 9 сделать адаптацию потому что все игры четыре на три этого в принципе хватит потому что кардинально их переделывать нет никакого смысла сильно обновлять графон в общем-то в сущности тоже потому что я бы сказал что это что это такой ленивый ремастер скорее всего такой да это hd переиздание вот значит блю-блю-рэй релиз старого фильма да 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 интересно чего они будут сделать музыка потому что с музыкой обычная большие проблемы а я напоминаю тебе что в вайсити вайсити есть даже песни кого майкла джексон это вообще не проблема я думаю для rockstar хуй они попадут ремастер на что забьем уверен что них повторно лицензирует потому что стоимость этих лицензий для rockstar это месяц gta онлайн понимаешь ну может быть ну ладно короче с мастерами хочу сказать то что на самом деле для rockstar я думаю что они эти ремастеры могли сделать еще год лет пять назад могли бы не сделали сейчас знаешь почему они сейчас выпускают их почему потому что во первых gta онлайн постепенно падает ну дождь такие типа даже подумали блин нам нужна какая-то новая игра а gta 6 еще не готова но не в этом чем дело в том что они хотели доделать до состояние когда они будут удобно рима и нормальные классные я уверен что скорее всего они наняли какую-то нормальную ступи или сами переделывали и скорее всего они все-таки сделали эти ремастеры какими-то адекватными ну то есть чтобы очкать переделали графон нет я думаю что они скорее всего так чтобы она 60 fps в 4k шло там типа на условный ps5 без сучка без задоринки с очень быстрыми загрузками там типа что все хорошо шло исправили скорее всего всякие там камеры чтобы они не зацеплялись за стены там исправили там всякие баги типа ну знаешь там типа cg you're not following don't dm train понимаешь как бы ну очень в этом роде как бы прям базовые вещи какие-то я думаю что они вот этим всем занимались за последние там четыре года маленькая команда человек 30 типа вот они скорее всего это делали нормальную штуку которая поправят все основные какие-то штуки но это будет такая типа реально старая игра такой прям не рим не ремейк а прям реально ремастер уже совсем скоро мой дорогой друг ты можешь давить снова опять проституток машиной да прямо сейчас нет не может слушать мы переходим к нашему замечательному рекламному блоку дело в том что в тракасту занесли и в этот раз нам занесли за очень хороший курс который мы готовы даже вам наверное посоветовать потому что это реально очень и очень крутая история рассказываю это бесплатные три недели интенсива по джаве не по джаве скрипту по джаве причем чтобы вы понимали это курсы которые сделали не инфо цыгане не там типа люди которые пытаются строить свой бизнес на курсах это сделали по сути программисты для программистов но настоящие такие практикующие тоже типа настоящий курс и вот типа вот профессионал причем самая интересная история которую они описывают на своем сайте это то что максимум практики то есть теории вам дается не очень много а практике вам дается очень и очень много а какие практические задачи у программиста на джаве как ты думаешь тему это работа с коллегами в первую очередь как это сделано здесь у тебя есть созвоны естественно с авторами курса для код ревью там с ты сдаешь какие-то задания да если ты хочешь научиться джаве прочее но в основном ты будешь работать со своими такими же учениками которые вот тоже учатся и вы будете вместо совместно решать какую-то задачу которую вам поставит ментор то есть это ты сразу учишься работать в команде ты у тебя учат g2 тебя учат тому как делается код ревью как тебе постоянно ты постоянно связи ты не останешься один никогда то есть ты ежедневно работаешь в группе которая обучается джаве старт у них 11 октября то есть если вы слушаете подкасту скорее всего наверное мы еще не обожгали не произнес и брендик на самом деле это важно для того чтобы находить чуваков типа через там типа социальные сети через там поисковики это coding bootcamp вот они в одно слово пишется coding bootcamp ну ты типа coding понятно bootcamp это типа такой логель подготовки новобранцев ну вот ну да учебка такая грубо рекординг bootcamp соответственно это и есть как раз их бренд в котором они делают вам вот эти самые замечательные курсы как бы дело в том что опять же как бы это маленький курс это не то что там как это супер огромные чуваки типа аля другие знаете там компании которых мог бы в том числе и мы даже рекламировали как бы говорили о том что там просто там часть какой-нибудь огромной корпорации или еще что это просто маленький чуваки которые программисты которые по сути поставили себе целью научить других чуваков других программистов как бы джаве тоже самое кого очень ограниченную определенному языку не новомодного питону там типа не там типа джавоскрипту не c++ не objective-c не свифту там и так далее именно конкретно джаве причем тут история в том что чуваки у себя пишут что слушайте большинство курсов которые сейчас проходят они учат вас проходить эти самые курсы ну то есть условно ты отчитываешься перед ментором о том что ты там вот эту задачу которую придумал ты-то сделал а и так далее здесь история этого курса в другом здесь тебя учат именно конкретно быть программистом на джаве то есть ты гуглишь материалы которые тебе нужны если тебе ментор чё-то не сказал вы собираетесь в кружок условно там дискорде и штурмовать да у вас начинается процесс как это брейнсторминга вы пытаетесь понять как это сделать и так далее и только если у вас нихера не получается только тогда ментор вам объясняет в чем конкретно вы проебались и так далее и тому подобное то есть здесь история именно в обучении и они сразу говорят что важный момент больше половины участников курса не проходит его с первого раза но при этом 40 процентов которые его проходят они говорят да это именно то что мы хотели мы хотели не пройти курс джаве чтобы получить на штамм типа сертификат что я теперь джавист нет мы хотели именно научиться программировать на джаве стать программистами на джаве быть востребован на рынке и так далее и тому подобное поэтому курс сложный он идет три недели и из этих трех недель вы будете заняты ну часа четыре пять наверное в сутки но то есть это надо иметь ввиду что это должна быть ваша отдача персональная достаточно такая серьезная то есть вы должны входить туда четко зная что я пришел сюда и гачить я пришел сюда не для того чтобы получить сертификат я пришел сюда для того чтобы получить знания да причем я смотрел ролик где вот ментор который придумал этот курс он рассказывает эту историю и там есть история того как как отвечают его ученики которые у него учились и он говорит что это реально похоже на учебку армейскую знаешь то есть а муштруют так что ты пройдешь любое собеседование на джаву ты сможешь спокойно работать джавистом и так далее для кого этот курс ну то есть скорее всего вы должны примерно плюс-минус понимать как работает программирование то есть там прям совсем нулевым новичком туда наверное вряд ли получится прийти но я могу сказать так если вы хотя бы в общих чертах плюс-минус представляете как там обозначаются там условно в программировании какие-нибудь там как они называются господи константы и прочее то наверное вы плюс-минус сможете разобраться и в этом курсе курс лайтовый ну то есть грубо говоря он начинается лайтово первым на первой неделе вам расскажут какие-то общие основы именно программирование на джаве на второй неделе уже расскажут более сложные основы но и третья неделя самая жесткая жесть вы будете сдавать задания и помогать друг другу и соответственно ментор будет менторы будут вам помогать переходите по ссылке в описании а бонусы которые вы получите от того что выберете именно этот курс очень в общем-то от нас такие промокод завтракаст дает вам ссылку в 20 процентов скидку не ссылку да извините скидку но при этом количество таких скидок ограничено всего 100 человек может записаться по нашей скидки поэтому торопитесь если вы хотите записаться старт у них 11 октября если вы готовы пойти работать джава программистом то это ваш шанс мне кажется это очень крутой курс который но если ты прям хочешь втянуться в эту профессию то стоит туда сходить важный момент в том что мы как бы много говорим о том что типа это по сути бесплатный курс как бы да я в том что как бы чтобы вы понимали когда мы говорим о том что бесплатный курс это java coding bootcamp тот самый да которая продолжается три недели вот и я как бы он действительно бесплатно но есть продолжительный специальный курс который как бы идет соответственно в течение определенного времени как бы алгоритм с вас джава и соответственно java deep dive это это дополнительные курсы которые идут сверху бесплатного курса то есть грубо говоря вы начали типа java bootcamp в течение трех недель а потом вы такие поняли что так окей хорошо мне это потом моё хочу дальше хреначить короче в джаву короче у вас есть алгоритм алгоритм с джава короче это 99 долларов и java deep dive это еще 99 долларов так вот короче у вас с помощью промокода завтра каст по сути у вас есть возможность получить скидку на эти самые дополнительные курсы при этом тот самый java coding bootcamp это первоначальный самый начальный курс вы можете пройти бесплатно да и плюс я могу вам сказать из личного опыта как человек который немного с этим пересекается с некоторыми заказчиками на джавистов всегда есть спрос это правда постоянный кадровый голод в этой истории и поэтому если вы допустим уже хорошо рубите но вы понимаете что вы топчетесь на месте и писать мобильные апы это не ваши вы хотите быть вот успеховым что называется обратите внимание то есть если у вас есть некий опыт и вы хотите понять что может вам надо сменить квалификацию и вообще понять сможете ли вы это сделать это тоже очень хорошая история на самом деле короче вы изучали пхп все это время идите в джависты такая ненависть к программистам брата чувак но пыхеры это типа отдельная категория людей поэтому и пишут они пыхчево да они пишут пыхчево поэтому как бы очень специфическая история дим я понимаю дим я понимаю дим я понимаю короче но но пыхчево пыхчево это вот это осталось в 2008 году он типа в 2021 году нет места места пыхчево и удивишься какое количество все иди в жопу короче вы прослушали жалобы старого пыхера ладно пацаны короче мы двигаемся потихонечку дальше и мы сейчас с вами поговорим про нинтендо директ мол неожиданно слышь это как как у монти пайтона знаешь там выходит мужик неожиданно в середине скетча and now for something completely different монти пайтон это блять для людей которые в семидесятых родились понял я просто напоминаю что слово спам оттуда хуя на хуя нам эта информация вот сейчас была в краю пошел ты а на хуя нам директ короче пацаны нинтендо директ очень важная вещь которая прошла буквально вот нет вот вот в вашем временном таймлайне когда вот вот вы прямо сейчас ты послушайте подкаст это произошло примерно недели две назад но это же важная штука потому что по сути нинтендо отреагировала типа на все вот эти е3 показа короче и решила вот знаете ебануть гуся 3 да так и ебанула гуся такая типа вот то что раньше было знаете в москон центр типа приходил реджи фил зеймс вокруг было куча журналистов они сидели в амфитеатре все с ноутбуками потому что нужно естественно прям тут же печатать чоп только что показали и вот и вот реджи типа берет и расскажет а сейчас мы вам покажем донова хуя на умарю короче там экран и там хуяк пеппер марио там и все таки ебать ну вот короче примерно то все то же самое только на видео теперь происходит и без реджи вот к сожалению я могу сказать что как бы там были несколько японцев которые были просто катастрофически скучными ну то есть если реджи как бы реально же был супер харизматичным уже был реально харизматичным да вот вот как бы его было не смешно смешно но не кринжово смотреть но он такой типа было найти такой угарный чувак типа но блин он рассказывал прикольные штуки хорошо обыдайте вот как бы вот тут приходите по такие прям чуваки которые рассказывают вроде про хорошие вещи но так типа о вы знаете а чё хорошего по-твоему показал нинтендо ты знаешь я вот посмотрел список игр которые они показали но если абстрагироваться от тех которые ну то есть чувак вот видишь сердечко вот у меня чем в видеоверсия ничего это только что дима и девушка спекла печенье только вот это лучше это лучшая часть возьми с полки пирожок понял как моя мама говорила понюхай и положи обратно братан это не относится к теме но я могу сказать так если абстрагироваться тех игр которые принадлежат нинке там показали игры которые ну в общем то это и дюшки которые выйдут везде да я очень удивлен тому что например они показали сеги была такая игра как же назвалось арк арк райзер короче я показали типа его трехмерную версию итак уху круто ремейк ремейк показали уху круто блин думаю надо поиграть наверное посмотреть как он типа забрать на свитч уже значит побежал условно звонить прессе у которого свитч мой лежит ну а потом смотрю она выходит и на пк и на playstation 4 я такой в смысле а зачем я был на директе показывать такие ладно но абстрагируясь от этой игры могу сказать что я посмотрел потом digital foundry как она как они разбирали эту игру и она выглядит как кусок кала просто ебаного но но пусть не главные же игры нинтендо хочу по играм нинтендо кирби and the forgotten land это такой не за раз кирам бля чувак вот и зря на самом деле кирби очень хорошая игра она были классные я не хочу жить в мире не они игры про кирби считаются хорошими бля чувак смотри эта игра которая сделана по сути например на одном и том же движка что сделано все там типа марио одессе супер марио ворлд вот это там вот это все короче ну то есть все последние вот эти свечовые игры и вьюшные на марио но блин но она классно выглядит она выглядит как говно она выглядит как лосканом минималках ты видел сам журнение нет ты ты сейчас говоришь про сетинг типа они взяли выбрали сетинг типа вот этих он и покажите многоэтажки заросли да но сама по себе типа как вот как графон вот это все это выглядит как вот как последний марио трехмерный хорошо выглядит гораздо хуже чем марио она 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 в динамике будет выглядеть на свеча лет мне кажется вполне нормально другой вопрос что просто просто мы живем в мире где детская семейная игра выходит сеттинге постапокалипсиса понимаете ну это так-то не постапокалипсис forgotten land это типа заброшенные земли а почему не знаю примерно так видят мир люди которые грибами заражены вас или не видят потому что когда ты смотришь сериал си там тоже самое вот показали байонету 3 я могу сказать так у людей у которой не играли в байонету 1 а играли только в байонету 2 сразу возник вопрос а чё у вас байонет с волосами случилось что произошло то блин нет дело не в волосах понимаешь тут другая проблема игра вот сейчас я буду доебываться до графона давай да я боюсь я очень люблю байонету 2 мне там не эта игра очень нравится это одна из моих самых любимых игр на вью и даже первая часть я недавно перепрошел на пока она нормальная я все еще не могу сказать что нам не нравится пиздец как она прикольная вот а третье байонета выглядит ну странно потому что ничего такой кусок для демонстрации выбрали но самое главное демонов что не так вот классно и она выглядит по сравнению с двойкой как графический downgrade это очень странно такое ощущение что нинка после провала второй части этому как вызвать платиному дала просто денег в два раза меньше вот и знаешь когда идет байонета по вагону а там вагон блять размером как будто байонета это уральская низкосралочка то есть чуваки даже масштаб персонажа под локацию не очень корректно подогнали а это ролик на презентации такой окей чуваки не зная склон полагать чтобы она получится классной игрой но я поиграю в нее работает охуенно довольно хорошо работает на самом деле вы реально можете в какой-то момент дождаться того что вы сможете в игры свеча поиграть на пк бесплатно да да на очень хорошие графических натройках которые свечу недоступны я напоминаю что лучший способ поиграть в брата в даваял сосок ошибательной графикой запустить его на цену второй момент который показали это сплатон 3 и что подождите дайте я немножко расскажу про байонету я расскажу во первых очень интересный момент связаны с тем что когда они показали байонету с двумя косичками такими огромными косичками которые торчат у нее на плечах многие начали говорить о том что типа возможно это не байонета она как это странно и ребята которые занимаются собственно самой байонетой далее понять в своих твитах там типа в своих сообщениях о том что возможно вы правы ну то есть положняк сейчас среди фармана перепройди первую часть пожалуйста эти у блять умоляю просто или зайди на байонета вики ты поймешь кто это такая байонета точно такими же косичками было брать в параллельной вселенной да я знаю типа как бы это было там есть когда селеста или селья забыл кого зовут но она есть даже косички точно такие же короче смысл в том что типа как бы все разработчики говорят что положено к такой типа что это не байонета на самом деле вот и типа это это другу другой человек и в общем короче в любом случае имеете зарезал цареза сервеса пиво пиво вот и через время на стрим покажу как она выглядела блять вот смотри он мелкой девочек с точно такие же косичка и чувак я проходил первую байонету как в каком году блять 2008 вот вспомни братом я давно проходил в любом случае короче в общем смысл в том что говорят что ждите много вот твистов от этой байонеты и самое главное то что она использует большое количество новых механик которые не были байонета один байонет 2 в том числе все отмечают что она использует новые механики которые до этого замечали знаете где скейлбаунде была механика по сути того что вы персонажем своим сражаетесь такой типа оля там типа как во всех битэмапов ну типа самостоятельно да а в какой-то момент у вас появляется дракон которым быть типа опосредованно употребляю ну типа как-то управляете типа и он идет пиздит там чуваков и вы типа бегаете на фоне вашего дракона который там типа всех хуярит и типа пиздите маленьких мобов а ваш мобов ваш дракон в это время пиздит больших мобов но типа другого дракона или там еще чем в этом роде и вы типа им опосредованно как-то с помощью специальных сочетаний клавиш вы ему про эти причем ему нужно делать вот так вот ровно точно такое же управление используется соответственно в bayonet 3 якобы у вас будут появляться большие ваши кайдзю которому вы сможете управлять до которым вы сможете управлять то есть это типа огромный скорпион огромный паук огромный хуй знает кто короче но вы типа это который создан из волос bayonet и если что короче вот вы и мы сможете управлять примерно так же то есть выйти походите пиздитесь с кем-то и в этот момент вы типа можете там сочетанием клавиш управлять чтобы на фоне вы такие маленькие пиздючные типа а как бы на фоне где-то там типа ваш пиздится из ваших волос там огромный кайдзю чтобы он пиздился с другим там типа огромным ангелом вот вы нажимаете некоторые там сочетание клавиш теперь он там типа атаковую такой так атакует так атакует так короче в общем довольно интересная механика и не было bayonet 1 и bayonet 2 но посмотрим как она будет работать короче в общем смотрите положняк такой мы в целом ждем bayonet у 3 да я свечер от нее купил блять нам нам в целом интересно вот но как бы пока что то что показали немножко меня бюджетность только смущает очень сильно потому что нинка вполне мог могла дать тупо меньше денег вторая часть продавались не очень хорошо но я даже не вторая часть вторая часть она не на view выходила кучу да она выходила и она выходила и на свечи там до в составе переиздания она была да я в курсе поэтому то есть и пока бы они могли бы добить кучу бабла на свече ночью и вторую часть на пока не выпустят первую часть пока есть потому что не издатель знаешь кто у камеи спросили а как вы планируете серию куда-то еще выпустить на штуками ответил в твиттере естественно но блокировав сдававшую вопрос типа издатель игры nintendo вот где игру издаете туда и приходите блять так это работает до дошной подхода ничего не поделать ничего они сейчас посмотрят на то как sony издает свои игры на пока и получает миллиарды бабла и заблокирует еще три youtube канал за стрима сушки тут еще очень смешная штука нинка неожиданно вспомнила что ее очень популярная игра animal crossing new хоразин не нене не подожди короче потому что дело просто то они они показали сплатон 3 причем когда они показали короче видеоролик и все таки о новый dlc для сплатона 2 что сплатон 3 а можно горячий хват вообще забыл что я показываю я реально забыл брат он посмотри в нашу но ты там это черным белому блять написано да вот вопрос только в том что как бы очень важно осознать что сплатон 3 он действительно очень похож на сплатон 2 и когда мы говорим о мультиплеер играх мы должны осознать что switch это та самая консоль который в основном люди все-таки покупают для того чтобы играть синглплеерные и когда ты выпускаешь мультиплеерную игру на свече то с большой долей вероятности ты обрекаешь себя на провал и вот нинтендо как бы несколько раз уже себя обрекала на провал как бы выпуская в том числе переиздание сплатон 2 потому что сплатон 2 выходил до этого на view они выпустили его соответственно на свече он кое-как продался у них там более-менее даже типа вроде как народ играл но на самом деле я могу сказать что я когда блять запустил сплатон 2 ебучая нахуй пиздец он сука просто мне не находил ёбаный матч какого хуя ну потому что ты находишься в проклятой северной стране где никто не играет в это гавак блять но я это делаете по 2019 году сука два года назад а там с ботами можно поиграть у меня не получилось ну ладно я могу сказать так я вот как не любитель сплатона вообще не понимаю на как нахуй это говно можно играть но 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 давайте абстрагируясь от моей ненависти к этой игре мне вопрос а это нормально то что третья выглядит так же как вторая и абстрагируясь от сплатуна это нормально что overwatch 2 выглядит какой-то 1 нормально что что call of duty и вангард выглядит примерно так же как ловите в 2 ну ты знаешь я вот подумал о том что да наверное сравнение с call of duty хорошее ну то есть условно если тебе показать нюктаун в black ops и показать нюктаун в колдворе то наверное если ты так не специалист то вряд ли ты блять разберешь из какой игры тебе карту показывают но с другой стороны можно было блять ну хоть чуть-чуть визуальный стиль поменять ну хоть блять чуточку чтобы мои игры две отличались друг от друга не жили так сложно но то есть я думал что делся вот честно сказать все это время пока цифру 3 не увидел по количеству недовольных в комментариях по поводу mario kart 8 а я просто напоминаю что блять больше половина популярных свечей это порты игр свою у меня у меня когда купил свеч у меня было реально ощущение как будто я блять в этот попал во временную петлю я сука играю в одни и те же игры хотя я поменял консоль очень забавное ощущение я могу обратить ваше внимание на то что вот на ютубе например когда смотришь ролик по сплатону там 1 и 3 тысячи лайков и знаешь сколько дизлайков один там 1 и 3 тысячи а там дизлайков 11 вот так не тысяч просто 11 это значит что игра всем нравится ты просто хейтер в смысле я хейтер окей да да я могу сказать что реально у спалтуна огромная вообще фан-база но люди очень любят по ней просто миллиард триллионов то порнухи нарисована вот и конечно же они же девочки кальмары а это очень удобно для порнухи я думаю что скорее всего им 18 лет есть если нету то есть ладно а если ты сомневаешься что все равно есть вот короче в любом случае так или иначе я могу сказать что сплатун просто это не наша игра хотя может быть в какой-то момент мы все-таки ебанемся на отличненькое возьмем себе сплатуна на какой-нибудь братан ты про что в сплатуне ты валиками с краской закрашиваешь часть территории а враг пытается сделать то же самое это не шутер не там есть шутерная часть и стреляешь как бы краской другого чувака все ладно короче просто это эта игра которая может заинтересовать 10-летнего ребенка может быть тридцати шестилетнего меня она не интересует мне просто похуй нее это вот та игра которая мне просто насрать короче в общем сплатун нас как я на жилых мужиков не заинтересовал к сожалению к счастью не знаем как бы но так или иначе сплатон 3 мимо нас поговорим о том числе рейтинг 3 плюс давай так вот вот к тебе кстати к 0 плюс смотри нинтендо в ближайший момент это кстати очень интересный момент в том что в какой-то я наблюдал во время пандемии историю с тем что особенно когда началась 2020 просто миллион людей во всем мире включают типа особенно на западе все покупали себе animal crossing и там и новая и малкорсинга мюха разница просто блядь давайте продавать там цветы друг другу давайте делать это давайте то брюк естественно как бы ты сидишь такой по что блять но это это такая хуйня по им просто такая поебень что она заглохнет очень быстро и все тебе говорили не нихуя ты чего это просто игра поколения дело дело даже 23 месяца на заглохла мне даже не заглохнет значит прикол прикол в том что нинка разрушать манратив подожди я хотел просто закончить и сказать о том что типа нашим вовремя вот я тогда говорил о том что типа там игра как бы она такая временная но прибыль прикол в том что на самом деле вы не мог ростинг выиграла дохуя людей у нее 20 миллионов пробных просто дохуя люди и у меня огромное количество моих знакомых с которыми разговаривать в которой на братом живут сша там типа ну то есть такой типа рынок который подвержен влиянию они говорили что бля бля вот типа я хочу поиграть него него кроссе там ты чё там модно там сделали модную коллекцию там тире муглера ты чё я могу надеть на своих аватаров тире муглера это такой сидишь такой бля чувак то это это но это известный дизайнер вот и ты такой сидишь и говоришь блять чувак ну ты же по что это пиздец я еще кстати тебе тимур могу сказать я сижу в майке animal кроссинг из uniqlo вот я тебе могу сказать что не был кроссинг одна из тех игр которые очень хорошо протекли в реал лайф потому что у нее была куча коллабов с кучей брендов сейчас у пумы вышли схлопнулись так быстро что просто пиздец сейчас мы прямо сейчас коллекции выходят я до нахуй не помнит про нему кроссинг буквально спустя год потому что это та самая игра о которой все говорили о том что типа так окей коллаборации так контент который делают люди так 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 а нинтендо что сейчас выпускает нихуя так вот я это и начал тебе сказать что еще через год и хуя что у animal кроссинга очень прикольная история на самом деле грустная во многом это вопрос когда он нам говорит что на самом деле нинка все пиздец как понимает мультиплеере смотрите сколько игр людей играет mario kart 8 заебись проблема в том что вот animal кроссинг эта игра это идеальная игра сервис я серьезно говорю да в ней такая геймплейная петля что ты просто сука ебаная мечта вот ты можешь в нее вбрасываешь контент вот так вот и стрижешь бабло блять нинка поступила следующим образом это говорю как человек которому нравится animal кроссинг new horizons вот она выпустила эту игру забыла про нее на полтора года и спустя полтора года говорит знаете мы в ноябре выпустим новое обновление который конечно из нее все ушли вы конечно же все про нее забыли потому что пандемия в общем-то закончилась да помните вы год назад как раз про нее писали очень много вещей о том что там юзеры из последних сил делаю всякие модные коллекции прочие штуки и вот так вот помните год назад вы написали так нам было похуй а вот теперь когда мы увидели что в ней количество активных игроков сократилось примерно в 15 раз да мы подумали что наверное стойка твоему люди играют в такие игры вечно что или что не чувак просто эта игра макс прав это реально золотой просто золотой гусь которым у тебя как бы у тебя люди хотят получить что-то как роблокс блять но это платформа для юзер-контент а ты ничего не делаешь не даешь возможности для нового юзер-контента не даешь свой контент не делаешь свои собственные внутренние коллаборации ты ничего блять не делаешь весь инструментарий не решили весь этот замечательный хейт тимура в сторону мл-кроссинга подводил к тому что наконец-то нинтендо начала что-то делать да ты к этому она не я говорю что спустя полтора года выходит нинка на директе полтора года и говорит для кстати у нас ноябре выйдет новый апдейт я такой как человек который бросил кроссинг мне он сока нравится его бросил мне там нечего делать просто нечего там кончился контент я такой блять ну пиздец охуеть вы бы еще годик подождали ну просто обосраться ну серьезно ну что это за отношение к своему продукту ну это все равно что я не знаю все равно что соня выпустит я не знаю да окей соня хуй с ней соня это все равно что microsoft выпустит майнкрафт и прекратит его обновлять год год она вообще ничего не будет делать миллион видосов миллион типа всяких там юзер-карт все-таки пишут бля чувак майнкрафте создал там дворец такой-то ой чувак там майнкрафте дело вот это а это чувак там майнкрафте тело вот это и все таки да блять майнкрафт 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 и и типа microsoft такая сидит и такая хорошо знаешь и спустя и спустя полтора года майки выходят на и 3 говорят ну добавили новую кирку ну типа того кого-то вот кстати это очень хороший пример на самом деле от макса потому что реально вот монета на поступает на же ближ прекрасная игра на самом деле animal crossing охуенная игра new horizons куча юзер-контента миллион статей просто пиар-волна безумных размеров короче а ты такой сидишь и смотришь на нее такой да 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 а может ты хочешь не поучаствовать или такой тип из ждешь пока все нахуй затихнет вообще нахуй все затихло и такой бля ну теперь надо это наверно конечно что-то поразрабатывать такой сидишь просто с точки зрения продакт-маркетинга продакт-менеджмента маркетинга посидишь и просто думаешь блять ну это просто ебануться ну просто вы долбоебы тупорылы я напоминаю что amogus который стал популярный для нее карту сделали спустя два с половиной года да да ну самогусом хотя бы объяснимо это реально команда из трех человек которые совершенно случайно словил свою звездочку для фортнайта знаешь сколько всего сделали как он стал популярным если бы я если бы твоя игра как фортнайт зарабатывала 6 миллиардов в год из которых ты один миллиард тратил на поддержку инфраструктуры и вот эти оставшиеся 5 миллиардов ты вкладывал бы наверное в ресерч и девелопен то возможно братишка когда когда нас пытаются подъебать и типа все равно что sony выпусти distraction а у старца не будет поддерживать так стоп бля пацаны в игру никто не играет но у них это немного другое другое да в плане причин но на нее выходят регулярные обновления и сезоны серьезно да понимаешь они ее хотя бы пытаются поддерживать animal crossing вы знаете мы добавили новые маечки обосраться просто а может вы добавите не за новую локацию новую классную пиздатую активность в игру но вы какой-то коллаб онлайн нового нпс отвечает за какой-нибудь очередной активность да и ты такой может что-нибудь сделаете нинка полтора года такой а чё в смысле короче в общем на самом деле с нинтендо и генемал кроссингом довольно грустная ситуация потому что мне игра нравится и мы посмотрим вдруг вдруг сейчас новых обновлений где они там добавят дохуя всего вдруг это придаст им новую вторую жизнь мы не знаем этого кого но у нас пока сомнение и мы считаем что это пиздец я считаю что пиздец другое считаю что пиздец это когда нинка говорит что у тебя есть нинтендо свитч онлайн для того чтобы играть мультиплеерные игры и мы тебе даем туда эмулятор эмулятор по сути фомикома нинтендер тентамин систем эмулятор супер нинтенды туда тебе закинем каждый год будем набрасывать тебе игры ах да ты знаешь братишка и вот за него платишь сколько там денег ну я не помню сколько он предположим 10 баксов а давай короче ты будешь платить еще чуть-чуть ну то есть плюс там 5 долларов и ты получишь дополнительный эмулятор нинтендо 64 и сеги и такой серьезно нельзя было это все впихнуть обратно в мою подписку одну это такой вот это я считаю пиздец братан вот это это самая настоящая жадность я по-другому это объяснить не могу дим плохо объяснил не все понимают смотрите ребят если вдруг не в курсе то платная подписка на мультиплеер которая работает в нинтендо здесь она playstation и вам дает какой-то некую там типа игру playstation плюс там раз в месяц или две три там четыре там ps plus и ты знаешь я например продляю из-за этих игр нет я просто хочу сказать что ps plus помимо мультиплеера игр дает еще бенефиты по скидкам и это очень хорошие бенефиты да плюс вам еще microsoft например за games with gold тоже дает различные игры мы не будем говорить о качестве тех игры но вам периодически раз в месяц отвешивают эти самые такие нормальные а а а игры там или 2 или б игры короче но какие-то игры вам отвешивают в любом случае раз в месяц в случае с нинтендо ситуация другая у вас по сути из next-gen консоль ну условно типа свитч вы платите за мультиплеер и вам там берут и дают возможность не скачать какую-то бесплатную игру не там получить что-то типа как бы из недавно или из давно вышедших игр они могли они могли бы из еще по просто отдавать какие-нибудь говноигры которые у них там их так много и душатин и сраный прям сраный и душатин они могли бы знаешь там типа пять игр пять сраных игр прямо отдавать и типа никто не докопается до каждая игра хуёвая но их пять да но вместо этого nintendo дает тебе хорошие игры просто сорокалетней давности братишка да и ты такой сидишь такой блять марио бразер сука с несо несо просто дэнди нахуй и а потом они такие с помпой говорят не брось сейчас ты будешь получать игры супер нинтендо такой ну ахуеть теперь блять эмулятор просто нахуй не существует короче я согласен я говорю то есть одним из основных пойнтов причем ты знаешь я смотрю например там условно американский твиттер и там все в восторге они говорят блять нинтендо 64 чё на свече можно играть теперь ух ты как круто а голдена есть это первый вопрос нет голдена и нету блять и тут вас на но его может быть добавят потом когда нибудь его никогда не добавят так что он добавит блять это игра хуй знает скольки летней давности братан там все эти лицензии про 900 раз x player но потому что ее и мы делал тоже короче статью добавят и рано или поздно добавят блять и будь уверен что весь twitter будет полон восторженную арчу вам история о том что алла кому-то деньги за чужой и чтобы что-то добавить кому-то бесплатно до меня мото скорее сипуку сделать ты чё братишка они сегу добавили эко додолфин кому принадлежит по твоему бля чувак за него деньги вообще надо заплатить сверху а он contra hard corps с сеги кому принадлежит к нами деньги деньги заплатить на деньги деньги то есть нинтендо по твоему заплатила денег чтобы они в эмулятор все это впихнули да так я думаю что да ну там не очень большие деньги я думаю что и голду на таким же образом и добавит также будет маленькая инди-компания которая зарабатывает демором нравится за любой юб который делает примерно столько же денег как бы вообще вся нинт вся нинт настолько же сколько сервисов и playstation у меня просто бомбит не с того что они добавили там условный эмулятор до хуй с ним он там уже был да там нес нес там и так далее все понятно добавили сегу молодцы добавлен 64 молодцы все классно какого хуя не добавляют это дополнительной подпиской это просто вот это патологическая жадность я не добавили подписку внутри подписки чтобы чтобы у тебя было за и без пока платишь но если кроме шуток они еще параллельны с этой хуйней то есть подписка внутри подписки тоже клёво но они анонсировали два геймпада типа геймпад от 64 и геймпад от мега драйва вы можете купить их специально чтобы играть в это говно по подписке не прикольно это зря дайте объясню с геймпадами есть момент японцы получат нормальные геймпады хорошие и высококачественные а европейцы американцы получат китайская пластиковая блять говно у них сами версии геймпадов хуже потому что сам пат от сеги японский он лучше европейского сам вот этот вот пат от сеги и у тебя нет возможности купить японскую версию у тебя есть возможность только взять то что длинка не пускает перемешиваю по количеству кнопок или что да по количеству кнопок по раскладке по вот этому всему я просто просто могу сказать что у людей реально бомбанула мне-то похер вообще но я заметил что куча людей бомбанула в американском твиттере с этой хуйни потому что они очень надеялись что нинка будет продавать в том числе и японскую версию ну то есть как будто две версии вот у меня та самая как раз версия закажешь который у которой есть xyz короче abc вот эти все кнопочки и очень удобно если ты такой любитель нормальных геймпадов закажешь их себе через какой-нибудь бандерольку давайте закончим потихонечку короче про новинки нинтендо как бы тем что у нас в том числе показали довольно во первых крутой трейлер новая игра ты его таро и как бы дошла типа игра от якатара такой а там типа новый нир новый репликант но вы это но вот нет ни хуя это карточки такой смысле карточная игра а в прямом блять там реально карточки друг от друга ложатся типа первая карточка 2 3 4 типа я не друг а ну то есть вы по сути заполняете поле кокаида это вы по сути пациент не не то что пациент вы типа не делаете не карточкой раскладывать определенном порядке а вы заполняете поле карточками разными которые типа вы потихонечку идете по этому самому полю и вот вы например достигаете магазины и в зависимости от того как вы к этому магазину подошли типа с какой стороны там ничего как типа то так у вас там все это будет работать до вся команда которая работает над ниром она вся работает там то есть и там типа господин сайто короче и соответственно типа йокутару их этот я забылся как там его зовут типа их композитор с замечательными тебе девочками негритянками которые поют просто охуительные саундтреки все 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 есть все от все на месте короче вот но это карточная игра и ты такой сидишь думаешь блять вроде тоже за команда вроде хотел хотел увидеть на свече скажи мне блять игру с хуйным графоном я бы хотел увидеть игру уровня не репликант уровне не автомата это не могли бы нир гештальт переиздать хотя бы ну типа короче это все возможно но я немножко расстроился но я все равно поиграю в эту игру как бы в любом случае мне как бы зашло то что опять же я очень люблю и некоторые игры за саундтреком а там ну автоматом сразу крутой саундтрек вот кичаба или как его блять зовут я все время забываю как зовут этого чувака и вот последний наверное анонс про который мы хотели вам рассказать про нинтендо это то что показали новый трейлер игры очень смешная ситуация короче который называется triangle strategy чтобы понимали это была игра от скворечника который сделали разработчики которые делали октапаз тревеллер и вот эти самые разработчики типа они сделали project triangle strategy ну типа если что это значит такой типа проект что-то хуй пиздач гурда ну типа того и как бы все думали ну как бы сейчас как-то они его назовут чё-нибудь типа там final battle x альфа чего-нибудь там нет блять они так и назвали игру triangle strategy и убрали злоу проект просто такой ебать копать вы блять сука серьезно короче но я сейчас вот это все говорю и сошую игру но это полный просто стопроцентный 100 процент духовный наследник final fantasy tactics поэтому если вы так же как и я страдаете скучаете или просто типа очень хотите поиграть final fantasy tactics то да это игра для вас это реально полноценный духовный наследник final fantasy tactics я поиграл в дымку она очень приятно очень хорошая до местами там типа сратенький графон местами типа скиллы не очень короче там и так далее но почему блять похоже на октапаз тревеллер чувак она похожа на октапаз тревеллер только я бы так сказал типа механикой расположение юнитов на трехмерные доски я про графон скорее она выглядит именно так tilt shift у тебя трехмерные спрайты бегают по двумерным локациям а может быть ты посмотришь 6 прямо сейчас final fantasy тактик как выглядит я не хочу с тобой спорить но эти могу сказать что эта игра от создателя октапаз тревеллера если если ты не понял я поиграл в дымку несмотря на то что октапаз тревеллер говно ебаная я не согласен демка этой игры довольно хорошая казалось короче короче да это я тоже на самом деле жду мне очень любопытно насколько она будет эксклюзива мне кажется через год это будет мультиплатформа и выйдет на всем включая мобилы мышь нет или там издает ее нинка тогда хуй жаль но самый главный анонс который породил самые главные мемы самое жирное кстати недовольство очень многих внезапно это анонс который к играм не имеет ни малейшего отношения в общем студии illumination ранее заявляла если кто не знает студии illumination она рисовала миньонов ранее заявляла что вот они работают снимкой по поводу экранизации их франшиз и наконец-то официально была представлена экранизация марио анимационная это очень важно официально была представлена мия мод сам лично вышел да и сказал что здрасте приехали мы делаем экранизацию марио классно это будет это будет мультик это будет не фильм надо понимать это не айвэкшн а и объявили каст и каст мягко скажем был некой неожиданностью для старлорди короче крис прат будет играть марио принцессу пич будет играть анна тейлор джой это исход королевы если что чарли дэй будет играть луиджи и джек блэк будет играть баузер это основные актеры но еще там дополнительные это киган майкл кей в роли тоуда который в сериале шми году очень известный кстати комедийный актер сатроген в роли донки конга и чарльз мартинея который актер озвучки оригинального голоса марио он появится фильме в роли какого-то небольшого камео у меня возникает сразу вопрос почему американский интернет воспринял этот так хуёво потому что например потому что это говно полное я расскажу просто джек блэк например комедийный актер нет джек блэк это хуя он отлично сыграет чарли дэй несмотря на то что он играет абсолютно ебанутого чувака в филадельфии всегда солнечно и по этому поводу уже куча мемов появилась что типа банда едет спасать принцессу пич и так далее а можно я зарежу все твои адвансы кроме кроме джека блэк а потому что он профессионал в этом вопросе актерская игра никуя не синонимы хороший издательший актер может очень хуёво играть голосом тут недавно выходил у твой в минус там блять звезды первой величины они играют хуёво понимаешь у них херовая озвучка и здесь та же проблема крис прат может быть замечательный актер комедии на экране как и сет роген но как актер озвучки ну хуй знает джек блэк прекрасный актер озвучки а брута ледженд замечательный совершенно на самом деле с его участием но это первый момент второй момент очень многих людей раздражает тенденция которую кстати как ни странно удалось практически избежать сериалу по ласту вас когда есть люди которые создали определенный образ в играх их просто берут нахуй удвигают на задний план вот и то есть вот есть чувак у которого голос марио марио ассоциируется с этим голосом он профессиональный актер озвучки пускай он в мультике блять озвучит персонажа никто не будет слушать криса прата большинство не людей в мире послушает в дуближе какого-нибудь рэпера блять понимаешь всем насрать что это крис прат его никто не услышит кроме американцев вот и в этом в этом часть проблема вторая проблема в том что когда мы говорим про вот эту всю историю этому просто неуважение к тому что мультики реально превратились такие селебные сборища то есть когда мы нанимаем рэперов и рэперы нам играют всех единственная студия который вот на этот рак пока не ведется и я сам не верю что я их хвалю потому что я их обычно люблю хуесосить это дисней дисней блять немногие кто до сих пор на мультфильмы зовут профессиональных актеров озвучки и поэтому пиксара мультики звучат хорошо у диснея мультики звучат хорошо и после этого включаешь там я не знаю какой-нибудь мультик дримворкс где половина это какие-то рэперы или там эти пресслеры бывшие ты такой ну окей ладно понимаешь крис прат вот вот разве не озвучивал мультики раньше он он озвучивал лего-фильм и лего-фильм там у него была такая роль что и кто угодно нет он там глава игра у главного героя но это была роль специально написанная под криса прата понимаешь здесь так потому что это марио это устоявшийся персонаж блять устоявшимся образом и состоявшимся голосом смотри выходит за окей давай пример выходит завтра допустим анимационная экранизация ну не знаю анимационная экранизация звездных войн да и там дарта вейдер озвучивает не вот этот вот актер джеймс эрол джонс озвучивать нет джеймс эрол джонс он не умер он еще жив он просто старый уже ну он старый но тем не менее то есть вот тоже самое то же самое актер озвучки марио вот этот мартины который озвучил марио во всех играх голос оригинального марио он же тоже по себе старый он не сможет тебе блять наговорить реплик на весь пись он заебись все сможет сделать вот за аргумент то что он старый для актеров озвучки не очень хорошо работает ну не знаю голос изменяется со временем условно говоря возьми хотя ладно это был плохой пример с сливком скайуокером как его блять марк хэмил марк хэмил да с ним плохой пример окей хорошо я просто я хочу сказать что у людей бомбит не просто так потому что если вы делаете анимационную историю с нуля или даже какую-то экранизацию вы делаете какой-то сказки да всем насрать что там селеба играют а здесь вы берете персонажа у которого давно есть устоявшийся голос и он играет хорошо и он этим голосом играет на протяжении 30 ебаных лет чем он вас не устроил потому что он старый тем что он не сможет тем что марио должен быть более-менее молодым голосом тем что крис пратт вполне может наверное сыграть голосом также как и не знаю я разделяю это недовольство потому что кажется мне кажется недовольство она немного из другого ключа берется братан она берется из того что крис пратт это такой знаешь типа козловский блять в американской он везде понимаешь ты же понимаешь хочешь себе горячее взять он просто не очень хороший актер чего это он не очень хороший актер чего это ты помнишь наш любимый фильм гранди русского периода не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не мира это tomorrow war ну и что но это один фильм остальные фильмы нормально он практически везде он везде где не играет паута он играет у него понимаешь проблема у него есть конкретный типаж он умеет его отыгрывать вот как он сыграет марио хуй его знает но самое главное мы так сильно бомбим но на самом деле я не бомблю мне я вообще считаю что вот эта история с марио она призначена врата возвращаемся к изначальному аргументу большинство зрителей в мире не услышат не крис и брата не анюта элор джой не сета рогина блять не джека блэка потому что даже в странах где фильмы обычно идут с субтитрами мультфильмы дублируют потому что их дети смотрят они не умеют читать вот и они будут слушать локальных актеров озвучить другой пример ваш другой пример ну ты ты говоришь что типа ну не услышит ну не услышит и не услышит и что ну то есть в чем в чем я не 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 я тебе не про то я пробовал вам просто говорю про то что все эти рамсы на тему кастинга не актуальны для английской озвучки до этого точная а в русской озвучке леонид каневский будет просто вам читать вот замок вот и это уже совсем другая история совершенно другом замке все так смотри ты словил же соника соник в кино кто озвучил соника а соника по моему знаешь нет его озвучивал не этот актер который озвучивал его на хорошо ответьте на ответьте на вопрос фильм нормальный тебе понравился ну то есть сносный сносный вполне если фильм про марио озвучил его по моему бен шварц что ли потому что изначально голос соника это голос соника его озвучил тот же актер роберт крейтсмит вот как его звали он озвучил это короче я к тому что ты даже не знаешь кто озвучивал соника но при этом фильм нормальный что ты решил что внезапно в марьево все будет по-другому потому что ты не нас рачили кино и анимацию это полностью будет фильм будет это будет они мы этот фичер а не кино и честно говоря из соника я помню только знаешь кого но джима керри кири конечно все внимание на себя джеймса марсона который как у тебя стены выражение лицо такое влияет там все шоу крадет я уверен в баузере я уверен что у джека блэк это хуеть не получится это реально отличный кастинг реально отличный очень не знаю чего побить мне кажется хуйня собачья вот когда фильм выйдет и когда он провалится в прокате хотя наверное с марио это никогда в жизни произойдет мне кажется люди будут смотреть абсолютно любую хуйню на которой влиять просто есть нинтонский персонаж помене помените мое слово когда марио в россии заговорит голосу максимирона вы сильно не удивляетесь бля я теперь хочу на это посмотреть короче ладно возвращаясь заканчиваю точнее с нинтендо в общем то это все я могу сказать так дирекция для фанатов это было нормальное явление но мне не зацепило вообще ничего то есть тимур там еще говорил о том что типа вот этому нравится типа стратежка вот это вот которая на файл фэнтези тактикс похожи я могу сказать что меня не зацепила ни одна игра которую показали а байонету я планирую пройти на эмуляторе гнусно спиратив ее а по поводу всего остального но фильм посмотрим когда он выйдет давайте склещу наш теме тут компания apple завершила замечательный суд с фортнайтом с разборками точнее скажем так часть судебного процесса была закончена потому что иски все еще идут все еще будет разбирательство будет апелляции прочее прочее но компания apple сделала ход конем она забанила фортнайта за плостора на время пока идут вот эти юридические битвы по этому поводу тим свинни так сильно бомбил в твиттере что понятно что он этого наверное не ожидал поскольку если подавать апелляцию это можно делать ну ну практически бесконечно ты можешь подать в один суд дебные разборки они могут годами в десятый суд в пятидесятый суд можешь потом еще контиск сбастить так далее и он писал своем твиттере что чуваки но это лет на пять история то есть вы еще ближайшие пять лет не увидите фортнайта на айос скорее всего потому что до свидания совсем так там смысл в том что типа они же могут запретить а могут не запретить никто же не потому что apple же оставляет им шанс вы можете просто подчиниться нашим правилам и не 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 там в этом весь есть спора о том что типа как бы изначально положняк был такой типа что вы можете подчиниться нашим правилам а потом положняк стал такой типа что а мы вас забанили нахуй типа вообще дома до конца разбирательства окончание разбирательства могут быть в течение пяти лет вот ну то есть и пока балоги логичил логический триггер вот именно такой типа что да в типа вы можете подчиниться нашим правилам и вернем вашу игру но мы не можем вернуть пока мы не закончим логические типа наши эти все там юридические прения а юридические принято 5 лет могут и потом продолжаться вот поэтому да все немножко сложно но в любом случае я думаю что на самом деле скорее всего в какой-то момент фортнайт эпик геймсом ну как-то с и плом более-менее придут как-то в себя и начнут а там он такая диалог будет я думаю это года через два начнется где-то так вот но возможно возможно это будет типа кровавая битва типа до упора потому что я был будет понимать что фортнайт по сути триггер ну для них какой-то адовейший процесс который типа очень сильно повлиял там на их выручку и на их бизнес-процессы вообще в целом а может быть как раз таки возвращение фортнайта и получение от них там хотя бы там 10-15-5 там процентов выручки как раз снизит импакт и так скажем ну вот результат вот этих всех сдвигов тектонических которые случились в бизнес-практиках эпоха вот короче посмотрим пацаны нам пока сказать нечего вот но в любом случае мы хотим поговорить о других новых законодательных инициативах которые происходят в нашем мире вот и новая фигня которая произошла в данном случае это то что у нас пришла еврокомиссия точнее ну как бы конкретно просто типа очередной законодательный орган евросоюза который просто канате уху и выложил на стол и такие сказали слышите а ну-ка быстро сделали зарядку одинаковую нахуй на всю вообще на все типа в смысле блять вообще на все ну типа ты такой да может быть нет на все вообще короче вот это той самой зарядкой тип это будет юсбиси напоминаю вам что юсбиси это тот самый формат в котором у вас провод который идет в комплекте провод который вы где-то купили еще что нибудь может поддерживать передачу даты а может не поддерживать перед может поддерживать передачу видео а может не поддерживать а может поддерживать видео передачу в 1080p а может 4к а может 4к 60 фпс а может 3к в 30 фпс и вы никогда не знаете потому что стандарт юсбиси несмотря на то что все пытаются сказать о такой он и стандартизированный нет нихуя он не не стандартизированный юсбиси это его ебучая параша которая из себя представляет ебучую сраную клаку вы покупаете провод usbc или вы покупаете устройство с usbc и вы нихуя не знаете что это самое я поддерживаю поддержу тимура потому что у нас недавних пор когда мы делаем какие-то съемки или мы организуем какую-то херню нам приходится брать собой много usbc устройств я наблюдал много раз когда у меня есть плата захвата внешняя 4к она работает usbc так вот далеко не с каждым кабелем это говно заводится даже когда он передает дату потому что ему нужен usbc который конкретный usb gen 3.2 поддерживает и в этом плане надо понимать что когда евросоюз рвет на себе жопу и говорит что теперь стандартном зарядке является usbc usbc не стандарт это дырка это дырка блять а стандарт он не так называется стандарт usb такой usbc кой вот что такое сука стандарт аюзбиси это дырочка филандер болт который тоже втыкается в юсбиси да да то есть и в этом плане ты такой ну хорошо блять и в рамках этого закона все начали спекулировать ну блять теперь то apple точно откажется своего сраного лайтнинга я только просто представил как apple тебя кладет заплеванный переходник специально для евросоюза сука с usbc на лайтнинг формально выполняет требования этого говна и на этом все заканчивается ну серьезно я не очень понимаю а почему вы так топите за лайтник и насрать ли как мы не топим против usbc точнее не то что против usbc а против его текущей имплементации в современном мире против не совпадения стандартов это рано потому что типа как бы чувак вот если бы правильно брали и говорили бы типа на каждом про вот очень правильно кстати инициатива была пару лет даже не то что пара лет год назад детства она была о том что а давайте usbc дырки и usbc провода раскрашивать в цвета разные цвета да красный одной скорость порты в пк так покрашены если вы купите современную материнку у вас будет синий порт это usb 3.0 у вас будет зеленый порт и у вас будет красный порт это разные версии usb color coded чтобы вы ничего не перепутали да и в этом плане как бы это было бы довольно логично когда у тебя берет как бы и четко топовый провод и дырка оба ну там написано например типа что там как самая бы цветом золотой цвет и это сука usbc там типа 33.2 какой-нибудь там ген 10 да ну я утрирую по которому может передавать максимальную скорость который поддерживает видео выход там видео вход блять как вообще все что хочешь вот и у тебя провода также от помечаются короче . подходит или не подходит и ты понимаешь что так все ты купил блять топовый провод у тебя топовый там гаджет который втыкается короче в эту хуйню все короче ну то есть у тебя нет сомнений что она у другого другому подходит я более того я смотрю у нас не так понимают почему-то людям кажется что мы топим против usbc типа в айпаде это клёво а в айфоне там нет пацаны вы не вы не так услышали вообще насрать что вы понимаете правильное объяснение просто пацаны вот мы говорим про то что невозможно вот так объявить общую зарядку не наведя порядок стандартизации да если вы делаете что-то обязаловкой для всех будьте добры сделайте так чтобы на конце покупателя это тоже было одинаково у меня камера у нее есть usbc и micro usb и sony оставила micro usb в камере не потому что они архаичные а потому что sony прекрасно понимает что блять с micro usb заведется вообще все вот а с usbc ну хуй знает как это говно будет работать и поэтому у тебя провод блять и поэтому поскольку это профессиональная дорогая камера которая должна пахать и зарабатывать деньги у нее есть второй порт нахуй ненужный сделанный просто для того чтобы подстраховывать тот порт который может тебя подвести вот чем прикол вот чем прикол понимаете короче в любом случае мы топим за то чтобы usbc более-менее нормально стандартизировали в ближайший год как бы чтобы у него был там какой телеколор код или еще что-нибудь такое чтобы прям четко тебе блять на проводе писали какую он поддерживает скорость какие он поддерживает вещи потому что вот эти моменты знаете когда вам apple например берет и кладет вам провод какой-нибудь типа например с макбуком который заряжает макбук типа от этого от зарядника usbc сам макбук usbc в курсе что он блять дату не передает он только заряжает об этом нигде не написано а ты такой берешь типа ну usbc же usbc же втыкаешь короче какой-нибудь жесткий диск или другой комп или в другое устройство или в камеру блять куда угодно нахуй втыкаешь и такой ждешь ну все сейчас будет все передаваться нет нихуя не придается потому что тоже самое передавать и то же самое зарядками вы купили кабель и у вас телефон заряжается блять три часа вместо часа а на кабеле никак про не проиндецировано сколько он только доставлять до вашего устройства забавная история по-моему вы немного лезть в залупу ребят и я могу не чувак чувак это большая проблема реально не вижу и когда дим 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 это блять огромная проблема знаешь почему у меня кот разъебал док-станцию одни дендосвич блять док-станции все в полном порядке значит со свечом все в полном порядке но разъебался блок питания блок питания свеча я блять искал совместимый блок питания три недели я в итоге купил минковский потому что хуй его знает сколько он тока катит до док-станции но этого не хватает свечу ты понял о чем я про на первых делаешь про амперы или что ли провод до про амперность про вольтаж да я тебе могу сказать мак знаешь что это было это учено с макбуковского он заряжается я не спорю но это был в 2017 году для понимаете это был еще более дикий запад и когда мы топим мы не топим против usbc мне дико нравится usbc в айпаде я могу фокус райт туда подключить да я могу что угодно туда подключить чай свой микрофон это охуенная история я хочу айфон с usbc но я хочу чтобы блять в стандарте был ебаный стандарт а то знаете как xkcd блять 14 стандартов говно сейчас мы сделаем один универсальный спустя два часа ситуация 15 стандарт короче проблема usbc в том что к сожалению он недостаточно стандартизирован как бы для того чтобы у вас было четкое понимание того как вам провод вы купили несколько раз устройства объясняют изом чуваки вы вообще читали то что там написано блять в этом законе потому что вы почему-то бомбить по поводу проводов если вы откроете ссылку на еврокомиссии там написано черным по белому что речь идет не про провод и не про дырку в твоем телефоне а про зарядку братан ту который ты вставляешь в розетку и ты принципиально матча рджер чарджер будет usbc шли он у тебя заряжает то есть подожди-ка то есть из него может выходить usbc а на конце может быть хоть джек какой угодно про тащи похуй на это о господи неужели еврокомиссия додумал за такой поебение я думаю что наверное возможно все-таки немножко все не так где вот я читаю что написано на сайте еврокомиссии но посмотри ссылку ну чё ты открой да где камон charger for electronic devices он нашел эту открою день я якобы я я не вижу куда смотреть господи на тебе ссылку в телеву или на терзин я не могу на главе life discord на так ладно хорошо все вот я смотрю но так европа универсалис зарядка братан зарядка никто не будет стандартизировать тип кабеля вы можете в кабелях хоть блять 500 сделать истории у тебя скорее всего будет эта история сделана следующим образом у тебя в стандарте usbc условно есть там два к два контакта и вот эти два контакта которые у тебя там заряжают они будут стандартизированы а те контакты которые идут по дата порту которые передают тебе данные блять делай кто во что гораст это похуй вообще абсолютно ты можешь делать хоть блять лайтнинг ты неправильно понял что не так ты не понял чему charger написано harmonize charging port for electronic devices да ну на этом на зарядке а теперь внимательно давай давай внимательно послушаешь charging port for electronic devices зарядный порт для устройства что такое charging port for electronic devices чувак вот у тебя свитч какой у него charging порт какой у тебя айфона charging порт у твоей камеры к charging порт какой у тебя charging порт у твоего устройства и your electronic device хорошо уел идите нахуй usbc это блять лучшее что придумало человечество лайтнинги ваши в жопу пошли в айпеде блять usbc у меня в телефоне тоже должен быть usbc и мне похуй как они это стандартизируют братан это не мои проблемы охуительно делайте сука одинаково представляешь как круто короче у тебя в айфоне usbc да у тебя провод usbc короче и у тебя зарядка но тоже usbc да ты втыкаешь и она не заряжается чему ты такой смысле почему а потом выяснилось там блять ампераж блять не совпадает где такой о блять а может быть дырка то все-таки одна и та же ампераж то не совпадает какого хуя а потом выясняется что все таки как бы может быть не только дырка должна совпадать а может быть все таки там дохуя всего должно как бы как-то типа работать вместе бортом и сандартизированным ну ты можешь как бы взять зарядку где меньше ампер он у тебя тоже будет держаться просто не так быстро дим дети уверяю ну что не так ты просто охуеешь когда у тебя будет один usbc я возьмешь провод то что это будет идти в комплекте у твоего телефона и ты захочешь с помощью него воткнуть свой новый жесткий диск в свой компьютер тоже на usbc и у тебя внезапно просто нихуя не будет работать но для такой типа какого хуя но это же все usbc нет нихуя usbc это просто целый цирка блять стандарта а не один я не спорю что там не стандартизировано все и понятно что нас ждет какая-то история просто просто дедим тут ведь проблема не в этом проблема в том что когда это принудительно абсолютно все электронные устройства переводишь на стандарт в котором нет стандарта это вызовет проблемы блять в самых неожиданных местах вот и все вот и все вот все исключительно рейта же кажется что вот вам правильно пишет и проблема высосанная с пальцем ну блять не никогда не работа кабель блять возьмешь другой кабель чем проблема тебя самое главное узнаешь какой кабель взять как ты узнаешь какой кабель ты в курсе что и usbc никак не маркируется внятно производить о чем говорили что color coding был сыграл бы хорошую роль что типа этот кабель только для зарядки этот кабель для даты этот капель для быстрой даты этот кабель для супербыстрой даты типа и так далее и так далее Понимаешь? Ну, то есть, этого ничего Пока нету, понимаешь? Поэтому USB-C, как отдельный, единственный стандарт Пока сосет хуй И вы понимаете, что, как бы, вот вы сейчас все пишите О том, что, типа, бля, ну, типа, это все Проблема высаданная сплайца, на самом деле Как бы, там все понятно, все ясно Бля, ребята, вы понимаете, что на USB-C уже сейчас Работает 90% там техники Ну, там, окей, айфон Не работает на USB-C Окей, не работает там на USB-C Какая-нибудь отдельно взятая камера Как бы, или отдельно взятое еще что-нибудь Штука, я сомневаюсь, что Евросоюз Бы, ебал бы мозги всем Ради, вот, там, отдельных взятых Устройств, скорее всего, они хотят, чтобы Все это работало вместе Все работало идеально и так далее Я думаю, что, как бы, действительно Потребуется, скорее всего, стандартизация Всех этих стандартов Всего этого, вообще, гнезда, всех этих проводов Таким образом, чтобы было четко, блядь Понятно, эта хуйня заряжает? Заряжает Передает данные? Передает Какие данные? Много? Немного, короче И так, и так, вот, когда это все будет сделано А колор-кодинг, ну, это прямо уже Максимально очевидная штука, потому что, блядь Макс прав, вот тут даже у меня на корпусе, короче На ПК прямо сейчас написано тоже Синего цвета есть USB, есть красного цвета USB, High Speed, там, и так далее Есть, ну, просто, блядь, сделайте USB-C такие же, все Ну, слушайте, нам хорошо вспоминают Такой же цвет творится с HDMI, на самом деле И это плохо, потому что, блядь Ты покупаешь кабель одной версии А он, на самом деле, другой версии А телевизор у тебя третьей версии И ты обо всем этом догадываешься Постфактум Ну, ты, конечно, старый HDMI И потом говоришь, бля, какого хуя У меня 4К в 30 фпс Именно поэтому ПК-мониторы, в общем-то Перешли на дисплейпорт Потому что просто меньше гембли У него есть сфиксированная версия Без вот этого Короче, мы с Максом заняли одну позицию Дима занял другую, короче Но мы все так или иначе ждем максимальную стандартизацию Я пытаюсь понять, какая у вас позиция Потому что мы тебе ее несколько раз пронесли Я просто до сих пор не понимаю этой истории Вы против USB-C? Или вы против Еврокомиссии? Че? Блядь Очевидно, что это будет стандартизировано Ну, очевидно Типа, давайте выбирать между коммунистами Типа, и демократами Короче, коммунисты хотят Есть детей, короче Демократы хотят, чтобы типа Можно без примеров Ты такой сидишь и говоришь тебе пока Я не понимаю, вы за коммунистов или за демократов? Ты говоришь Блядь, я бы за коммунистов, типа Но типа, я бы не хотел, чтобы они ели детей Нет, блядь Сука, ты мне скажи Ты за коммунистов или за демократов? Ты такой, блядь Ну, я бы хотел, чтобы было немножко, типа Не из двух вариантов выбора И не из трех А типа, чуть-чуть Че-то чуть более комплексное, понимаешь? И вот мы тебе берем и говорим Дим, ты знаешь, мы хотим, чтобы был USB-C? Да Спасибо, я услышал то, что я хотел Все, точка Он был более стандартизирован Спасибо, я понял тебя Спасибо Можно было сразу так сказать А не давить на меня Вы сказали это раз в 15, наверное Это такой брух-момент сейчас просто Давайте дальше Ладно, хорошо Короче, пацаны У нас крутая новость Она заключается в том, что Замечательная студия Денишитев Которая прямо сейчас делает Замечательную игру под названием Perfect Dark Тот самый перезапуск Той самой легендарной игры С Иксбокса Того самого OG Первого Иксбокса Дело в том, что Как вы помните В студию Замишитев Пришло огромное количество Прекрасных Крутых разработчиков Они все писали В своих твиттерах О том, что Типа, пацаны Я ушел из Сони Санта Моника Я ушел оттуда Я ушел отсюда Я ушел отсюда 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 Короче, все Сейчас будем ебашить Охуительные проекты Короче Как вы помните Все это привело к тому Что спустя несколько месяцев Все эти люди Тихо Аккуратно Писали в своих Линкдинах Что о том, что Они вернулись Своей студии Или ушли куда-то Еще Причем там была комедия Что кучу людей Они переманивали Из соневских судей Из инсомниек Из Naughty Dog И про это Блядь Целые ресурсы Писали новости Что типа Смотрите Сони теряет кадры Майкрософт Переманя И абсолютно Никто не написал Когда все эти люди Отвалились назад В Сони Там единственный Про кого написали Все эти люди Это про кого Я слышал только историю Про По-моему То ли главного Геймдизайнера То ли главного Главный креативный директор Главный креативный Креативный директор Собственно Ну и что Один человек ушел Ну там ушла куча Других людей Люди Которые в Naughty Dog Были environmental artist Лидами То есть отвечали за окружение Ну художники же Блядь Их не сложно Нет 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 Стой За окружение Это лиды Дима Это не рандомные люди Это лиды То есть лидов Нанимают Чтобы управлять Другими людьми Вот Лиды по анимации Отвалились То есть На самом деле Вот буквально этой весной Занишитив Был достаточно большой Исход специалистов То есть просто Новостные медиа Подсветили Естественно Самого крупного чувака И в данном случае Ну как бы Было интересно Что происходит С проектом Потому что его пафосно Пререндер роликом Анонсировали И что теперь Да ничего теперь Они говорили о том Что игра На очень ранной стадии Это значит Что Ну В контексте Триплэй Геймдева Это значит Три года минимум Ну то есть Условно говоря Если они только-только Начали рисовать концепты И только прототипировать То вот у них Примерно три года есть Сейчас 2021 В 2024 ждем Ну или 2025 Мне другой вопрос Интересно А студия доживет До этого момента? Я думаю Студии уже не будет Ты знаешь Потому что Смотри Студию Инишитив Основывал Вообще на самом деле Бывший гендиректор Crystal Dynamics Марк Галхер Его что ли зовут Дарл Галхер Да Да Дарл Дарл Галхер Да И он до этого Работал еще в Activision Но вообще он Изначально стоял Устоков Crystal Dynamics И Сейчас явно Что-то пошло Не так В самой Инишитив Ну давайте Называть вещи Своими именами Ну что-то там Не срослось Может не по вине Microsoft Может они не нашли Виденье Может они не сработались Потому что Когда вы набираете Супер команду Не факт что она будет Работать как команда Такое бывает И никакое количество Денег и ресурсов Вас от этого не спасет Нет И он просто включил Свои старые связи Договорился с Microsoft И фактически Они взяли в аренду У Square Enix Студию Crystal Dynamics И теперь она будет работать Над Perfect Dark Ну ты знаешь Тут проблема в том Что Последний релиз Crystal Dynamics Сегодня ушел В Game Pass Я планирую на него Поиграть в Steam Если что Я про Marvel Avengers И после таких вот Релизов А предыдущий Tomb Raider Например Который Как оно Rise of Tomb Raider Мне вообще абсолютно Не понравился Третья часть Которая Я могу сказать Что вторая часть Была крутая А третья Ну какая-то Какая-то знаешь А третью они А третью не они делали Разве не По-моему Crystal Dynamics Ну неважно Короче Я к тому что С одной стороны Должно наверное Как-то радовать Что с ними будет работать Крутая студия Которая там В свое время Выпустила что-то Но что-то Есть Подозрение Что игра будет Красивой Интересной Через 5 лет В плане геймплея Ну то есть Через 5 лет Давай еще скажем Что через 5 лет Потому что Если она выйдет Ты знаешь Если студию не закроют Если все лиды Опять не перейдут Куда-нибудь Да Помните Skillbound Я просто к тому Что История все в том Что Когда мы говорим Про то что Ну блять Это на самом деле Стандартная история Когда Naughty Dog Помогает куче других студий Да Это называется Студия-аутсорсеры У них целая специализация Они работают Аутсорсером На больших играх Студия поддержки Да Модели делают Даже с геймдизайном Помогают Но потому что Основной дизайн документ Приходит из Naughty Dog В любом случае И кстати Очень многие Триплэй Игры мира Сделаны под Питером Один из крупнейших Центров Аутсорсинга Мировых Триплэй Это Санкт-Петербург Это студии Типа какого-нибудь Там Спирсофта Которые делают Ассеты в ебанное Все Помогают С художественной частью Или еще с чем-то У PlayStation Есть целая Подразделение В Малайзии И оно занимается Исключительно Аутсорсом Вот Но Прикиньте на секундочку Что Naughty Dog Нил Дракман Уходит из новой игры Naughty Dog За Нилом Дракманом Уходит еще 30 человек И Соня говорит Вы знаете У нас суперское Сотрудничество Теперь Naughty Dog Будет помогать Ubisoft Монреаль Ну вот это Абсолютно Один в один Такая же ситуация Ну просто Ты говоришь Это про уже Студию Которая существует Студия Которая известна Которая крутая И нишатив Не выпустили Ни одной еще Пока игры Они только Собираются Все делать Поэтому это Абсолютно Нормальное явление Меня смущает Совершенно другое Майкрософт Очень любит Кичится тем Что у него 30 студий Или сколько Ну И где они И где они все В 2022 году Увидишь Братан Я не шучу Я серьезно тебе говорю На 2022 год Заявлено Очень много Крутых игр От Майкрософта Ты это увидишь Ты еще увидишь Противостояние Сони Версус Майкрософт Которые Которые В 2022 Если Опять сегодня Переедет Ты мне проиграете Про студию У Майкрософта Огромное количество Студий Почему они пошли Арендовать Студию Скоро Эникса А ты в этом смысле Почему В разработке Перфект Дарк Мне понравилось Как эту историю Объяснил Джефф Граб Знаешь как объяснил Смотри Следи за руками Следи за руками Окей Хорошо Он сказал что На разработку Перфект Дарк Поскольку они хотят Прям вот Ну просто Невероятно Пиздатую игру Сделать Охотно верю Кстати Почему нет Почему нет Им нужны Не просто Какие-то Хуйсосы Блять Не просто Какие-то Дурачки На зарплату Знаешь Им нужны Реально Крутые Специалисты Авторы Мстителей И Ну более того Вот этот вот Дарл Галлахер Который Глава этой студии Он Беспокоился о том Чтобы команда Была сплоченной Ну чтобы они Все делали Одну и ту же историю И вот Те кто ушли Они не вписались В команду Они остались За бортом Истории Понял Так вот Поскольку Галлахер Давным-давно Был президентом Crystal Dynamics И он примерно Знает Что там Как Он поэтому Решил Что нанять Всю команду Этой студии Будет проще Эффективнее И вписаться В нее Тоже будет легко Понял Крутые Специалисты Из Crystal Dynamics Обосравшиеся С Marvel Avengers Сейчас Пилят Игру Для Студии Ништев Потому что Студия Ништев Видимо Сама Не собирается Делать Крутую Игру Потому что Там работают Видимо Не крутые Специалисты Я не знаю Это звучит Это очень Странная история Очень интересный Поворот слов Такой Знаешь Типа Ну вот Понимаете Мы собирали Команду Суперзвезд Но игру Будут делать Другие люди Да Да Это представь себе Какой-нибудь Футбольный матч Знаешь Там типа Ты собрал Всех топовых Просто игроков Топовых А потом Они не вышли На поле И вышла Русская сборная Ну и Нет Ты говори Вышел Дзюба Понимаешь Они сегодня Будут играть Зарял Мадрид Это Блин Ребята Я потерял нить Короче Мы хуй сосим В Xbox Посоединяйся к нам Классно будет В смысле Почему Хуй сосим В Xbox Нет Все Короче Закончили с этой историей Ну ее нахуй Слушайте Вы говорите Про количество Проданных Ну ее нахуй Нет Сейчас будем Можно я донат Зачитаю сначала Давайте Донат читаю Во-первых С днем Бетат Подкастера Не с днем Бетона С днем Подкастера 200 рублей Занес нам Почему-то два раза Видимо Транзакция два раза Сработала Спасибо тебе большое Потому что День подкастеров Это очень круто Спасибо за твои 200 Ой 400 рублей С днем Бетон у тебя Чувак В любом случае Спасибо тебе большое День подкастера Это очень круто Потому что Блин Чувак Когда ты занимаешься Этим Почти 7 лет С учетом Типа Нашего прошлого Подкаста Это на самом деле Очень важно И Ну Ты такой Типа Сначала думаешь Нахуя Я этим занимаюсь Потом Нахуя Я этим занимаюсь А потом Блин Ну нахуя Я этим занимаюсь А потом Ты такой Типа Блин Ну В целом Прикольно Мы двигаем Рынок Вперед А потом Дальше Типа Мы же Первые Как так Иногда бывает И даже не так Он нам пишет Вы суперкрутые Вытеснили меня Все другие техноподкасты Знакомая история Не правда ли? Не Надеюсь Искра вас не угасит Никогда Мы знаешь Как та лампочка В Вендинговой машине Типа Автомат сломан Но мы еще Еще горим Я заметил Другую историю Дело Потому что У нас периодически Нам пишут Наши слушатели О том Что типа Бля Вы выпускаете Так много Контента И он такой Долгий Типа там Подкаст на 5 часов ДТКД на 2 часа Там и так далее Что типа Не остается На неделе времени Слушать другие подкасты В этом и был Наш изначальный план Если же Это и был Наш изначальный план Что типа Вы слушали Знаете там 5 часов подкаста 2 часа ДТКД Ну все Нет времени Сорян Все На остальные подкасты Типа там Сорян Пацаны Наши коллеги Как бы Я понимаю Что вы хотите Ну вы сами понимаете Джун Хой Занес нам 204 рубля Слушаю В фоне На работе Телефон В левом нагрудном кармане Спецовки Старенький Айфон SE Напрягается И вы греете Мне сердечко Я люблю вас Спасибо тебе Братан Спасибо Братан Александр 100 рублей В чем Экспект Аэксбетти Два мудака Только и делают Что хуесосят игры Игровые компании Единственное что у них Прикольно Мини скетчи Я не смотрел ни разу И могу сказать Что меня честно Не интересует их мнение По поводу того Что они там говорят Я каждый раз Натыкаюсь на какие-то Отрывки В интернете Из их И всегда это почему-то Вы только посмотрите Какие хуесосы Но поскольку Такое пишут И про нас Я думаю Что всегда это Либо Либо из контекста Выдернуто Либо Правильнее Говорить по-другому На самом деле И как бы Ну всем очевидно Что ребята Заняли свою нишу И ребята Заняли нишу Того Что типа Они все хуесосят Все хуня Все говно А ты смотрел? Я несколько выпусков Как бы Серьезно? Типа видео-видео Бля Ну чувак Ну типа Надо же знать Нет не надо Я до сих пор не знаю Чего стримит Мэдисон Братан Мне просто не нравится Я тоже Мне не нравится этот человек Понимаешь? Он просто вот Мне лично не нравится Я недавно И я не смотрю Что он стримит И когда мне говорят Типа это шутка Она была на стриме Мэдисона Да мне похуй Мне недавно было интересно Посмотреть Кто такой стример Озон Блядь Ну потому что Про него столько мемов Я пошел Посмотрел пару его стримов Там пиздец Просто блядь Короче Я просто могу сказать Что иногда за трендами Следить не надо Да Короче Ну я могу сказать Что про XBT Нас периодически спрашивают Как бы мы реально За ними не следим Как бы Потому что нам особо Не интересно Но мы Проанализировав просто Типа Ну там Ситуацию Грубо говоря Что тебе примерно Чуваки делают Мы понимаем Что как бы У них довольно большое Количество там Последователей Которым просто Вот нравится Такая история Когда у тебя Нигилистические люди Которые просто Отрицают все Что угодно Я могу сказать Что это То что сейчас в России Происходит вообще По любому поводу Не только по поводу игр Я когда нибудь Напишу вам Эссе Почему риторика ненависти Сильно популярна в России Именно в России Не в других странах А именно в нашей стране Знаешь как она популярна в Индии Пиздец Там людей линчуют Нахуй По групповым чатам В ватсапе Пишут типа Это чувак Мы его нервили Его просто идут И убивают Нахуй В Индии Это от недостатка образования Я считаю так А бля Чувак То что в России Людей не убивают Потому что их Кто-то ненавидит Это типа От достатка образования Так хочешь сказать Нет Это от нищеты Нет Это разные вещи В России пока Никого не убивают Потому что Кто-то сказал Типа что Это тауху И сос ебаный Позитивная пока А я просто А я просто Каждый раз Когда меня на улице В Казани узнают И говорят Ой ты же Максим Из Автракаста Я искренне надеюсь Что мне ебало За иксбоксом На чисто Бля Я могу сказать Что ты знаете У меня был момент Когда я как-то пришел Типа В Продляя страховку В Рольф Я прихожу Типа А там Рольф Не мой Не маздовский Короче А типа Вольцвагеновский Я говорю Ребят А где здесь Типа у вас Страховку продляют Они такие Ну вот там Типа в соседнем здании Там на втором этаже Я такой Окей Они говорят Подожди Подождите Подождите Я такой Типа Че А вы В случайном Подкаст Никого не ведете Я такой Блядь Сказал бы Нет и ушел В чем проблема Я все так Делаю У меня этот чувак Светил возле дома Недавно Может пару месяцев назад Я такой Типа Дмитрий Ну здрасте Я там вас слушаю Слушаю Я такой Мне надо идти И просто ушел А не пипал А не пипал У меня в этот момент Приехала машина Мне надо было Из машины забрать Курьер Мне привез Кое-что И я такой Не-не-не Все Спасибо Пока Я обычно Не продолжаю Не потому что Я стесняюсь Или не потому что Хотя да Наверное Я потому что Стесняюсь Я не могу Вот эту историю Переварить У себя в голове Что Тебя могут Начать узнавать На улице Для меня это Просто шок Ну то есть Слушай Меня начали Потихонечку узнавать Самые наверное Пиздецовые Точнее не пиздецовые А самый классный момент Когда я прям Вообще такой Типа прям Бля Как круто Короче Мы были Недавно в Питере В совершенно Охуительном баре Который я могу Реально кому угодно Посоветовать Но это реально Один из лучших Баров Питера Это ортодокс Вот В котором Готовят просто Охуительные коктейли Короче И нам Бармен Типа принимал заказ И говорит Типа А вы Тимур Из завтракаста И я такой Да Он такой Бля Чувак Давай Он нам Реально Сделал Коктейли Но он Так аккуратно Сделал Заборную Стойку Короче Он как Прям Реально Так Прям Интеллигентно А вы Тимур Из завтракаста Да На Парик Гемпасику Говно Это было Прям Реально Прикольно Как бы И не вызвало Оторжение И это было Прям Реально Классно Это Хорошо И прекрасно Но Я в этом плане Всегда вспоминаю Слова Вилса Потому что Я каждый раз Когда разговариваю С Валей Я почему-то учусь Знаешь Он же такой Типа Крутой Блогер Который Ну тоже Можно сказать Из низов То есть Не тот чувак Который Сразу на телевидение Чувак Я в свое время Купил Его Айфон 4s Это был Его первый Айфон Который Купил Специально Для обзора Я у него Выкупал За 10 тысяч Роболей Я про это И говорю То что Он чувак Очень простой С ним Говорят о том Что Бля Да он там Зазвездился И прочее Он там Реклама Он очень простой В этом плане И я могу сказать Что я иногда Его слушаю Он какие-то советы Дает И Я не учусь Потихонечку Этой истории Потому что Он как-то говорил Что Я говорю Валя Ты идешь по улице Помнишь мы разговаривали С ним У кого-то из подкастов Идешь по улице Тебя узнают Там типа Селфи делает И он говорил Да конечно Я никогда не отказываю Почему Ну потому что Это типа Часть шоу Вот все То есть Надо стиснуть зубы И такой Давай Давай Мы кстати Примерно так Что с тобой Работали сейчас На девгамме Когда нас Половина людей Не узнавало А половина людей Узнавало И самое смешное Было Когда типа С нами Кто-то подходил Типа Общался Фоткался Все остальные Такие Типа Так-так-так-так С ними подходят Там типа Что-то общаются Все На то что Подойти Короче И к нам Подходит Начинает Просто По карусели Такой Я не знаю Нам очень хорошо Пишут Эмоцыганство Ура Да Да Наконец-то Пацаны Эмоцыганство Слушайте Там еще донаты Дайте Я дочитаю Олежа Олежа На 200 рублей Пока кранчую Перед пичем Увидел стрим Онлайн Кайф Начал изучать Разработку на Юнити Благодаря вам Спасибо за шикарный Подкаст Пирожочки Да, бро На самом деле Очень круто Мы тебе желаем Супер удачного Пича Будем надеяться Что у тебя Все круто Все получится Ким Суни За 100 рублей Сгорел Сарай Гори И хата Большое спасибо Тим Евреи В миг Да С вами Ну видимо Всегда Занесли нам 50 долларов Чуваки Вы молодцы Вопрос Юмор Шутить можно Над всем Религия Инвалиды Дети И так далее Я могу сказать так В России Над многим Шутить Нельзя Не стоит Не нельзя А не стоит Не нельзя Иначе тебя признают Именно нельзя Максим Да Макс Нельзя Всегда Важен Контекст Если ты Пошутишь Про религию В обществе Людей Которые Скажем так Относятся к ней Наплевательски То наверное Эта шутка зайдет Но если ты Пошутишь На какой-нибудь Ортодоксальной Вечеринке Или Существуют ли Ортодоксальные Вечеринки Во-первых Это называется Вечеринка Очень старых Людей Именно поэтому У меня Очень сильно Горит Когда шутку Какого-нибудь Комика Или какого-нибудь Вырывают Из контекста Поскольку Контекст всегда Очень важен В плане шуток То есть условно говоря Если чувак шутит Про вагон Мертвых детей Что проще Разгружать Вагон мертвых детей Или Вагон угля И знаешь Какой ответ Тимур Вагон мертвых детей Конечно Потому что На вилы Можно по три Накалывать То важен Контекст В том плане Что если ты это Говоришь На каком-нибудь Детском утреннике Тебя неправильно поймут А если ты это говоришь В компании пьяных людей Обычно заходят на ура Ну то есть Это черный юмор Это нормально Поэтому Всегда важен контекст И если шутку Из контекста Вырывают То получается Такая хуйня Которая получилась У нас с этим Несчастным комиком Которого из России Выгнали с боку Его пытались Выдворить Идрак Да Потом в итоге Типа Отказались За то Чтобы его вытворять Из России Но самое смешное Было Знаешь в чем Что спросили Другого комика Который Типа Мартиросяну Да Мартиросяну Короче Типа Как вы относитесь К тому Что типа Комика За шутку Выдворят Не поддерживают Не поддерживают Никого 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 Не 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 Все 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 Это не я Ничего Не знаю Не Я Не Я Тоже важен Точнее Точнее Может быть Это и так Но Конкретно Важно Важно То что Эту шутку Тоже Вырвали Из контекста И если бы У бога Была ирония Он бы молнией Ебнул И в того И в другого Понимаешь Потому что Они оба Были вырваны Из контекстов Ну то есть Это глупость Ну ладно История не в этом Как поешь Как с Мэдисоном Произошла история Он пошутил Про Коран И уехал Из России Подальше На какое-то время Пока все Не успокоились Я считаю Что Эта шутка Тоже Была вырвана Из контекста Бляд Чувак Ты в курсе Что История Про Как это Вызвали Тахованского Который Там типа Спел песни Про Нордост Да Реально Же чувак Который Проводил Стрим Пошел И сделал На него Наговор ФСБ О том Что он Спел эту песню В 2018 Году Ну Хотя он И спел В 2012 Году И смысл Дело в том Что типа По 2012 Году У него Типа Срок Давности Ну типа Все Нельзя Привлечь Чувак Мы с тобой Нет А его В итоге Привлекли И в итоге Типа Выяснилось Что Типа Тот Чувак По сути Который 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 Сделал Донос На Хованского Он Наебал ФСБ Тупо Наебал Сказав О том Что типа Это Про 2017 Нет Нихуя Это К делу Уже Не Относится Я считаю Что майор Разберется Что там С рапанским Случилось Но Продолжая Всю эту историю Я просто Хочу сказать Что Контекст Всегда Важен Если Товарищ майор Не учитывает Контекст Ну Too fucking Bad Ты отъезжаешь Если Товарищи Которые Топят За религию Или топят За превосходство Одной раз И на другой Тоже не вникают В контекст То это Мне кажется Их проблемы Нет Шутить Можно Надо всем Чем угодно Но контекст Он всегда важен Просто это надо запомнить Вот и все Это все Что я хотел сказать Ты понимаешь Что не все Следят за контекстом Не все И не у всех Позволяет интеллектуальные Так скажем Способности Среди контекстом И оценивать Знаешь Как от этой истории Избавиться Ты шутишь Не тонким Там Черным юмором Или еще каким-то юмором Ты шутишь Не оскорбительные шутки То есть Ты постепенно Превращаешься В квн Ну такой Знаешь Когда ты Когда уже настолько Не смешно Что Я не знаю Под чем Те люди в зале Которых их снимают Когда знаешь Они там Хучат Заливаются Мне в этом плане Очень понравилась история Связанная с тем Что Сейчас ТНТ Как эта штука Саншлаг Вот пример Вот ТНТ Сейчас запустили же Типа новое шоу Которое типа Собрало якобы Огромное количество комиков Собрало комиков В команды Те делают миниатюры Соревнуются друг с другом Короче Оценивает их Жюри Вот И ты такой сидишь И думаешь Нихуя не напоминает Мне вообще ничего Вот Ну если что Типа В жюри Бывшие КВНовцы И в командах Бывшие КВНовцы Ну понятно Прикол в другом Прикол в том Что Я каждый раз угораю Каждый раз угораю На тему того Что Есть большое количество людей Которое Берет и говорит о том Что типа Бля Ребята Вы знаете Я не смотрю Телли Мне похуй на то Что там На вашем Телевизоре О На ТНТ Новый сериал Ваши вот эти ТНТ КВН Вот это все Я не смотрю Но слежу За событиями Не в этом Делать Мне срать На ваших Сити КВН Вот эти Камеди Клаб Вот это все Я смотрю Ютуб Там Вот там Заебись Вот там Беграшен Босс Там есть Лапенко Короче Вот это все Вот там Вот есть Вот эти чуваки А вот На вашем телеке Говно Ты такой сидишь Я думаю Просто Ёбаный в рот Потому что Если что Короче 95% Комиков Или юмористических Проектов В ютубе В российском Сделано Чуваками С телека Если что Причем не просто С телека Которые ушли С телека Нет Они до сих пор Работая на телеке Сделали вам Лапенко Биграшен Босса Короче И всех Остальных Ваши Все вот эти Юмористические проекты Которые вам Как бы Очень нравятся Как бы И которые вы думаете Что Я не смотрю телек Я смотрю Вот там Лапенко Нет Нихуя Вы смотрите Тот же самый телек А потом Все эти же самые люди В итоге Возвращаются на телек И идут На тот же самый ТНТ Условно Короче И там выступают И там все Ну это нормальное явление Я могу сказать Что в Британии Например Происходит Примерно так же История С градацией Театральных актеров И если ты видишь Какого-то актера В сериале Скорее всего Он не сериальный актер Он британский Театральный актер Которого взяли В сериал Понимаешь Вот как это работает И То есть Не существует Такой истории Как у нас Например Когда Хуй пойми Какой актер Появляется Внезапно в сериале Там играет Какого-нибудь Очередного мента Или бандита Это внезапно выстреливает И выясняется Что у него нет Вообще никакого Актерского образования Потому что он Ну просто вот Типаж Подошел Типа того Такое происходит Сплошь и рядом В России Но это практически Невозможно В Великобритании Это все Ну то есть Как бы Во всем по-разному Но давайте Вернемся все же К нашим донатам И дальше К нашей истории Завтра фан Завес на 84 рубля Если б вас узнавали На улице И задонатили В реальной жизни Вам было бы неловко Или норм Эта мысль перед сном Мне было бы неловко И я бы наверное Не взял деньги Почему Объясню Потому что Во-первых От незнакомцев Никогда не взяли Брать деньги Если они не цифровые А ты знаешь Знаешь Как это мужик Тебя протягивает Укол дома Типа там Купюры такие Ты поговоришь Бро Я вот Мне очень нравится Твой подкаст На Держи Ты такой Блядь Как бы А он говорит О ну ты взял Мои деньги Бро На самом деле Это публичная оферта Чтоб ты меня отсосал Такой Че блядь А потом он достает нож И говорит Я сказал Да Какие-то Мрачные картины В голове Суфет Бармен Завес на 100 рублей Тимур Какие коктейли предпочитаешь Как часто ходишь По подобным Коктейльным заведениям Возможно Можешь выделить Какой-то топ коктейль Слушайте Я скажу так Что я очень люблю На самом деле Прям настоящие Коктейльные Коктейльные заведения Где делают Всякие крутые Как назывался Бар Который закрылся Как Молекулярный бар Или как Что это называется Нет Это было место Которое находилось При Мидпапете На Новослободской Короче Она называлась Take it easy Вот И там Действительно Делали крутые Классные коктейли На Ну короче Там был клево Но из последних мест Я могу сказать Что я побывал Во многих Крутых Московских барах Типа инсайдера Там Типа и так далее И Вы знаете Все пыжатся Что-то делают Как бы Но На самом деле Как Ну Мест Где делают Прям очень крутые Коктейли Их не очень много Наверное Из последних мест Которые мне Очень понравились Где практически Каждый коктейль Который они делают Это что-то Типа Ну Какое-то свое И оно Очень крутое И оно Очень хорошо работает Это было Лаки Изакая Бар Который Находится на Большой Никитской Вот Лаки Изакая Делает Прям Там Чуваки Прям делают Охуенные Коктейли Но Из коктейлей Которые Типа Вообще Мне нравятся Я очень люблю На самом деле Гимлет Это коктейль Который делается На основе Кордиола Который делается Обычно На взвесе Из лайма Или что-то В этом роде Типа На джине Вот И Как бы Мне очень нравится Еще Брамбл Мне нравится Хороший Качественный Джентоник Я очень люблю Негрони Хороший Вот Мы недавно Были с девушкой Короче В инсайдере Где они Запартнерили С Бакарой Это тот самый бренд Который делает Очень крутые Всякие там Стаканы Вазы Там Вот это все За очень много денег Вот И они типа Представили Четыре разных Вида Негрони Короче Которые типа Огонь Вода Земля Там типа И так далее Вот И смысл в том Что Народ огня Развязал Военную извини Ну типа Короче Они Каждый раз Когда заказываешь Негрони И они тебе Подкатывают Такую типа Огромную Ёбу Металлическую Станок Которым Они тебе Разливают Этот самый Негрони На Типа Специальные Костеры Подставочки Типа Подстаканы Типа Бакара Которые Сделаны В фирменном Красном Таком Красивом Стиле Ставят тебе Клевый Стакан Бакара Который Стоит Типа Там пишут Если не блевал В Килфиши На Китай Городе То в жизни Не видел Чуваки Мы блевали В Килфиши Только тогда Это не называлось Килфишем Короче Известно То что Все эти Четыре Негрони Оказались Говном Короче И вообще В целом Нас Инсайдер Довольно Таки Разочаровал Мы Ожидали Что там Будет Просто Ультра Просто Небебенного Но там Оказалось Так себе Я могу Скать Что Если Вам Не слушайте На самом деле Потому что Инсайдер Это довольно Да Оно там Типа Крутое Там Классная Презентация Классно Подают Все эти Коктейли Но Коктейли Говно Поэтому Если Вы хотите Получить Классные Коктейли В Москве То Я могу Сказать Во-первых Довольно Неожиданное Место Для этого Это Во-первых Ламберджек Который Располагается На Китай Городе Там Действительно Делают Хорошие Коктейли Второе Место Это Коробок Это Место Которое Является Так Скажем Секретным В кавычках Местом У Бартехнику На Малой Дмитровке Короче То есть Вы По сути Идете В Бартехнику И Бартехнику Вы Спускаетесь Вниз Там Есть Дверь Между Мужским И Женским Туалетом На которой Написано Что Служебное Помещение Короче Вот Стучитесь И Вы Попадаете В Отдельный Бар Еще Один Бар Это Называется Бар Флан Который Располагается В районе Мясницкой Это Тоже По сути Кафе Ресторанчик Которому Вам Тоже Нужно Попасть В Закрытое Место Которое Располагается За Стуком И За Фейс Контролем И Там Тоже Супер Крутой Бар И Еще Один Бар Который Я бы Посоветовал Наверное Это Такой Нетипичный Но Там Не Будет Вам Крутых Коктейлей Но Будут Хорошие Настойки Это Широкое На Широкое Которое Располагается На Тоже Перелухах На Мясницках Там Кривоколем У тебя Все На Мясницкой Короче Ты Затянул С Ответом Я могу Сказать Так Четырех Баров Достаточно Дальше Не Надо Продолжать Это Четыре Клевых Бары Это Про Те Которые С Коктейлями Скажем Так Слушайте Мы Продолжаем Или У нас Прерыв Да Давайте Продолжаем У нас Просто Такая История ДТКДшная Идет Уже Да Да Ребят Нормально Все Мы Тут Обсуждали Майкрософт Я Напоминаю Что Сони Практически На Грани Закрытия Банкротства Фил Ебет Геймпасс Геймпасс Уже Полностью Уничтожил Продажи Что-то Подсказывает Мне Что В голосе Максима Что Сейчас Это Будет Не так Да Ну Короче Сони Продала Более Миллионов Плейстейшн 5 В Великобритании За 39 Недель С момента Запуска И Это Самая Быстро Продаваемая Плейстейшн На Территории Страны А Сколько Свечей За этот Период Продали 5 Миллионов А почему Должна Слепать На Территории Всего Лишь Одной Страны Ну Потому Что Это Страна Единственная Составляет Еженедельные Чарты Во всех Остальных Странах Медик Клеит Компания Заним Хвастаться Нечем Что Ли Я Правильно Тебя Понял Максим Конечно Макс Просто Все это Ведет К тому Что У нас Как Минимум Есть Одна Мейджор Большая Типа Мы все знаем Что в мире Вроде как Продали 10 миллионов PlayStation 5 Я думаю Сейчас Примерно Миллионов 15 Уже Наверное Продали Но мы Этого Не знаем Они отчитаются Я думаю Когда будет 15 миллионов Я думаю Что когда 20 Будет После ноября Я думаю Они апдейт цифры Дадут Как праздники Пройдут Да Но в любом Случа Конечно Да В Великобританию Окей Хорошо Все классно Но прикол В другом Прикол в том Что за последнее Время Отчитывается Что Что какая Была самая популярная Консоль Августа В Великобритании На втором месте Там Nintendo Switch После PS5 А на третьем месте Xbox Series XS Вот Я хотел сказать Важную вещь Это реально Как бы очень важно Потому что Как бы я вижу Как типа Комментатор на ZTF И типа вообще В России Типа люди воспринимают Они все пишут Когда говорят о том Что типа Дефицит консолей Происходит Прямо сейчас В 2021 А сохранится В 2022 году Да Об этом кстати Фил Спенсер И да И Фил Спенсер Об этом сказал И все говорят Ну да Пиздец Все короче Ну там типа Консолей вообще Не хватает То есть их Типа Настолько мало Что типа Блин Даже вот до PS4 Не дотянут На самом деле Это не так Дело в том Дело в том что PS5 И Xbox Series X И Series S Продаются Намного Намного Лучше Чем продавалось PS4 И Xbox One То есть грубо говоря При всем Недостатке Консолей При всем При всех проблемах Которых преследуют Они продаются Лучше Чем прошлогодние Консоли И на данный момент Не прошлогодние А прошлопоколенческие И их динамика Продаж На данный момент Составляет Больше за год Чем у консолей Которые были В прошлом Поколенческие Я не думал о том Что это Исключительно Связано с тем Что люди по домам Сидят во времена Пандемии И больше играют Условно на консолях Или у людей Больше денег Я думаю Что скорее всего Это связано с другим Связано с тем Что появилось Большое количество Скальперов И так Не очень большое Количество консолей Типа Выкупают скальпера Вот И в итоге Типа продают Другим людям А все остальные Видят что нет Других консолей Начинают идти перекупом Как раз таки Пытаться их купить И в итоге Типа у нас возникает Порочный круг Когда типа Консолей не хватает Надо пойти Купить у перекупов Короче Перекупы покупают Консоли Для того чтобы Типа их в итоге Еще больше не хватало А другие люди Покупают их у перекупов Опять же Потому что Все еще консолей Не хватает Вот И мне кажется Вот это тот самый Порочный круг Вот Да Ну я Как могу только Порадоваться За компанию Сони Что они продали Огромное количество Плейстейшенов Как вы думаете В 2022 году Вообще дефицит Пойдет на спад Или нет Слушай Фил Спенсер говорит Что дефицит Сохранится Но он говорил Я напоминаю Что Фил Спенсер И вообще Иксбокс В данном случае Не индикатор Потому что Они изначально Промахнулись С стимейтами И заказали Меньше пластин Под себя Да Вот по этому поводу Кстати еще одни Вопросы на DTF И Ресетери И так далее Возникают Макс Скорее чтобы ты Так получается Что мы все видим Что иксбоксов Покупают в два раза Меньше чем Плейстейшен Но при этом Иксбоксов В магазинах Все так же Тоже нет То есть Получается что Фил заказал В два раза Меньше иксбоксов На производстве Да примерно так и было Смотрите Смотрите Если очень коротко Объяснять Прям супер Казуально Я сейчас не буду В детали вдаваться Есть пластина Кремниевая Из нее Режут собственно Ёбаные микрочипы В данном случае АПУ Нашей консоли У Сони АПУ Среднего размера И на все Версии Плейстейшен Один и тот же Процессор И поэтому Сони С одной пластины Получает Икс Количество Консолей То есть Это фиксированное Да фиксированное Количество Допустим По 10 Плейстейшен 5 С каждой Пластины Иксбокс Это мало того Что иксбокс Сириес Икс У нее больше Чип Физически То есть Соответственно Восемь Иксбоксов Выходят С одной Пластины Проблема еще В другом У них Две ревизии С разными Чипами И поэтому Для С и для Икс Надо по-разному Резать пластины И ты делишь И без того Ну то есть Не самое большое Количество пластин На два Условно То есть Грубо говоря У тебя Дефицит чипов Ударяет по тебе Два раза А не один Да И учитывая Что Майкрософт Изначально Не очень адекватно Оценили спрос Они видимо Все таки Все таки Что бы мы там Не говорили Фил Спенсер реалист Он все таки Решил Что наверное Там не будет Такой хуйни Вот Надо наверное Консолей произвести Не так много И сама Майкрософт Забронировала Вдвое меньше Этих кремниевых Пластин А реально Это значит Что консолей Вообще В три раза меньше Наверное Было сделано На выходе Тут было бы логично Перейти К Иксбоксу Давайте Может Не будем прям Совсем уж Хуесосить Иксбокс У них тут вышло Нет у Иксбокса Есть клевые штуки У них тут вышло Замечательное обновление И вот Максимка Ты сейчас будешь Отдуваться Потому что я в этом Не рублю Тимур разбирается Очень поверхностно А ты у нас Целую статью Про эту историю писал Дело в том Что во первых Первое Это очень важно Что для Иксбокса Уана Шутка Для Иксбокса Сериес Ис И Сериес С Наконец-то Вышло обновление Долби Вижн Теперь объясните мне Пожалуйста Новость о том Что для них Выйдет обновление Было полгода назад И я А сейчас она вышла Она до этого Тестилась В артрелизных Причем я могу сказать Что она тестировалась Не только на Продрелизных сборках Она тестилась На очень Небольшой Выборке людей И мне повезло Потому что Я в эту выборку попал И я не знаю как Ну то есть Это может быть Совсем рандомно Происходило Я хз Но у меня Долби Вижн Работал Все это время И теперь я с удивлением Узнаю о том Оказывается Что надо было Обновить консоль Чтобы это добавилось Паблик раскатали Но смотрите С Долби Вижн С Долби Вижн Такая история Долби Вижн в теории Более классная штука И даже не по количеству Бит Самих бит То есть там 12 бит 10 бит Насрать Кто телевизор 8 плюс 2 Подожди У тебя есть 8 бит Это типа Говно Тихо 10 бит Это типа Охуенно А 12 бит Да блять Насрать Вообще Нет Смотри 10-12 В данном случае Когда у тебя Панель 8 плюс 2 Тебе вообще До лампочки Но история не в этом У Долби Вижн Это проперитарный Стандарт За него надо платить Производителю Устройство Чтобы его поддерживать Я такой Типа Один из тех самых Одного процента Людей Короче У которого есть Олет У которого Поддерживается Долби Вижн Вот я пытаюсь Объяснить И короче У Долби Вижна Более богатая Метадата Сама метадата Даже в 10 битах И поэтому У Долби Вижн Побольше оттенков Поглубже цвет Не критично Но достаточно Чтобы заметить разницу И для игр Это прикольно Но с играми Есть два момента Которых нет с фильмами Потому что с фильмами Это как раз попроще Во-первых Очень часто Люди играют На Мониторах Или телевизорах Которые Строго говоря Под HDR 400 С большим натягом Подходят Под стандарт И не часто Я не думаю Что большое количество Людей Играет на мониторах Бля чувак Вот я прямо сейчас Ухожу на тебя На мониторе Короче Который поддержит HDR 400 Я на нем Врубил HDR типа В ряде игр И просто нахуй Вырубил Его последствия Ни разу не включал Короче Им что Долби Вижн Что HDR 10 Что HDR 10 Плюс Вообще фиолетово Потому что у них Весь контент Будет выглядеть Не очень Второй момент Сами игры Когда мы говорим Про HDR Должны быть По арту Изначально на HDR Хорошо рассчитаны Вот у меня сейчас Проблема Например с Diablo 2 Resurrected Я про нее еще Сейчас расскажу Чуть попозже Но история Но история в том Что там есть HDR И я его Выключил Потому что Арт стиль Классный Но HDR В играх Мало того Что его надо Включить Мало того Что тебе надо Пиздатую панель Там на Оледе Или на Хорошем Дорогом Куледе Тебе его Еще в игре Надо правильно Откалибровать А каждая игра Калибруется По своему Это вот то Что мы обсуждали Блядь Не каждый USB-C провод Равен Не каждый Тысяча нит В настройках игры Это тысяча нит На вашем Ебаном телевизоре Например В Assassin's Creed Вальхауа Я настроил Все типа Тысяча нит Так Минимальная яркость Пятьсот Максимальная Тысяча Пэйпурвайт Такой-то Ну То есть я беру Настройки Своей калибровочной панели Я знаю Свою калибровку Нет В Assassin's Creed Вальхауа Тысяча нит Это две тысячи В настройках Почему? Причины Поэтому с HDR контентом Dolby Vision Это классно Люди, которые смогут Это увидеть Они, наверное, порадуются Но Если вы Хотите Это посмотреть Во-первых Не всегда Телевизор поддерживает Dolby Vision Самсунги Ебаные Принципиально Не платят Dolby И не поддерживают Dolby Vision Вообще все Например Я так и не понимаю До сих пор почему Потому что Dolby Vision поддерживает Огромное количество Даже в Причем Это чисто Программная хуйня Она никак не упирается В панель Вот А второй момент Панелька должна Поддерживать Типа DC Plus Бит Я не спорю Но фишка Все в том Что это просто Программная метадата А второй момент Это то что Вам надо реально Корректно Откалибровать игру И очень часто Корректно Откалиброванная игра В HDR10 Будет выглядеть лучше Чем некорректно Откалиброванная игра В Dolby Vision Вот это тоже Надо понимать И поэтому Если вы хотите Получить максимальную Отдачу От этого формата Например В How Infinite Идете на Reddit И смотрите Какие настройки Ставят чуваки Только так Но я в любом случае Хотел сказать Как бы такое От себя тяну Что я периодически Пользуюсь Dolby Vision Потому что Типа он у меня Стоит соответственно В Apple TV И соответственно В Apple TV Я периодически Или покупаю Фильмы Как бы вот Например Мы так недавно С девушкой смотрели Прибытие И вот например Там типа Я смотрю Соответственно Apple TV Plus Всякий там Си сериал Там И там Тед Ласс И так далее Блять Они все выглядят В Dolby Vision Охуительно просто Особенно если у вас Хорошо настроенный телек Под Dolby Vision Короче Под вообще Типа в целом HDR Ну Блять Они выглядят Просто обосраться Как красиво Ну то есть там Каждая деталька Видна Если нужно Огонь светится Лампочка светится Короче Да там Типа темный Темный чулан Как бы в нем Все видно Каждая трещинка На стене Там и так далее Короче В общем Я могу сказать Что Если у вас есть LG OLED Если у вас есть Apple TV Plus Там типа И вообще Apple TV 4K Приставочка Короче То вы можете Заценить Dolby Vision Но Если будут Хорошие игры Под Dolby Vision На Xbox И у вас есть Там Xbox Series S Xbox Series X То блин Я могу вам Позавидовать Это на самом деле Скорее всего Будет очень Выглядеть круто С другой стороны Я знаю Как на самом деле Круто выглядят На Playstation Игры даже В HDR 10 Если это Хотя бы Даже на 10% Будет лучше В Dolby Vision То я всем Просто владельцам Xbox Буду немножко Завидовать Потому что Это будет Выглядеть Очень классно Вот Да Ну в общем В любом случае С HDR Просто имейте ввиду Что качество Получаемого Вами HDR Будет зависеть Не только От вашей приставки От вашей настройки От настройки Причем калибровки Конкретной игры Не забудьте Кстати на нашем сайте В разделе текст Есть инструкция По калибровке Которую мы описали Конечно для В основном Версии OLED 2008-2009 Но если у вас Есть OLED Там типа Какой-нибудь BXCX B9 C9 И так далее Не забывайте На нашем сайте Есть инструкция Как их калибровать Под HDR контент SDR контент HDR внутренний контент SDR внутренний контент HDR внешний контент Через эти дни Там типа HDR контент И так далее И так далее Короче посмотрите Вполне возможно Что этот гайд Вам поможет Вот Да Слушайте Говоря про Большие Такие вот Новости технологии Давайте уйдем Наконец от Видеоигр У нас на самом деле Была куча интересных Техно-новостей И В общем-то Очень многие Новости на неделе В не самом позитивном свете Вращались вокруг Apple И я думаю Тимур нам Специалист Что называется Расскажет эту историю Потому что она реально Очень интересная Мне интересно Твое мнение Я тебе могу сказать Что довольно грустная история Она случилась с тем Что Чувак из России Пользователь Хабра Вот Он нашел Несколько целых Уязвимостей Zero day Тех самых Уязвимостей Знаешь Которые типа Есть с самого начала То есть Которые идут В каждой версии Оси Которые ты выпускаешь Вот И он нашел Уязвимости Которые Типа Несколько штук Которые уже идут Ну типа Даже До iOS 15 Текущей Одну из них Которую типа Все-таки запатчили В iOS 15 Типа Две из них Точно не запатчили Причем Это Одна из этих Уязвимостей Дает доступ К Всем вашим Медицинским данным Вот А другая Дает доступ Вообще К очень большому Количеству данных Включая там Типа Все ваши контакты Все таймстэмпы Того Кому Когда вы Как посылали сообщение Не сами сообщения Но когда Кому Чего вы делали Там и так далее Ну и там Куча всяких других Довольно Такой Сенситив Дата Знаете То есть Типа То чего Не стоит Иметь возможность Типа Как-то Получать Причем Там прикол В том Что Одна из Уязвимостей Подразумевает То Что Любое Вообще Блядь Любое Приложение Которое Установлено У вас На айфоне Там Айпаде И так далее Тимур Тимур У тебя Отключился Звук У тебя Звук Отключился И походу У тебя Повисла Камера И походу Тимур Сам Повис И теперь Его Осуждающий Взгляд Будет Смотреть На меня Всегда А нет Отвис Смотри Бля Я же вас Всех Вижу Почему У меня То все Виснет Я не понимаю Я не знаю Может у тебя Макбук Перегрелся У меня Только что Появилась Надпись Нет Димка Плохая Шутка Потому что Теперь у меня Черный Гроб Работает А я напомню Что у тебя В компьютере Тоже Кора Идея Может он Тим Давайте Заставку Для Ютуба Сделаем Как мы Раньше Делали Всегда Работает И Димка Короче В общем Я все это Говорил К тому Что На самом Деле Вторая Уязвимость Очень серьезная Потому что Она позволяет Получить Огромное Количество Даты Из Любого Приложения Как бы Там И типа И про Контакты И про СМС И про Кучу 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 Всего Остального Так вот Чувак Из России Пошел Написал Эплу Типа Предоставил Все эти Три Их Уязвимости У эпла Причем Баунти Хаунтинг Типа Вот Эта Программа Которая Позволяет Хакерам Которые Нашли Уязвимости Выплачивать Бабки Эта Программа Запустилась Вообще Очень Недавно В 2020 Году То есть До этого Типа Они Не платили Павло И вот Чувак Пошел Им Сказал И они Такие Да 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 И Забили Хуй И Короче Чувакам Пишет Типа Бро Ну Вы Приняли Мои Уязвимости Алло Ёпта Они Такие Да 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 Но Они Не Так Они Обычно Говорят Что Типа Мы Ответим Вам Через Месяц Как Только Вы Увидите В Публичном Признании Уязвимости Которые Мы Публикуем Типа Каждый Типа Полтора Типа Два Три Короче На нашем Сайте Вы Увидите Ваш Уязвимость Мы Тут Ж Вам Блотим Бабло Короче С момента Как Он Заявил Про Эти Уязвимости Охуеть Какие Короче Эпл Выпустил Три Обновления Безопасности В которых Ни разу Не упомянул Его И Типа Он Такой Говорит Бля Ребят Я Подождал Дохуя Времени Ну Какого Хуя Ну И после Чего Пошел Просто Опубликовал Эти Уязвимости Вот И Эпл Тут же Такая Типа Сказала Блядь А че В смысле Блядь Чувак Ну Типа Сорян Спасибо Тебе Большое Вот Это Все Короче Мы Постараемся Их Когда Когда Нибудь Закрыть Вот И Короче Ну Типа Естественно Все Понимают Что Сейчас Там У них Подорвало Жопу Вот И Сейчас Они Пытаются Их Закрывать Там Типа Осталось По сути Две Потому Третью Худо Бедно Закрыли В iOS 15 Там Большая История Не то Что Чувак Этот Нашел Эти Уязвимости А то Что Мне поразила История Того Что Эти Все Чуваки Которые Ищут Эти Уязвимости Эти Все Хакеры Программисты И так Далее Которые Надеются На То Что Apple Выплатят Деньги Они Все Хором Хуесосят Apple Они Все Хором Говорят Что Back Bounty Которые Придумали В 2016 Году Она С 2020 Они Запустили Не Они Придумали В 2016 Году Но Все Это Время Она Работала Через Жопу И Она Работает Плохо И Надо Что-то Менять И У Apple В Какой-то Менялся Чувак Который Возглавлял Она Все Продолжает Так Долго Работать Я скажу Сейчас Одой Вишей Инсайт Не Надо Пожалуйста Я уже Много Раз Об этом Говорил Об этом Можно Сказать Я Не Сурсю Никуда Но У Apple Безумный Андерстав Безумный Просто Нереальный Андерстав Грубо говоря На тех Позициях На которых У них Условно В отделе Должно Работать 100 Человек У них Работает 15 Не вопрос Обратитесь Crystal Dynamics Они говорят Свободные Они могут Вам Помочь С чем Убор Братан Хочешь Игру Делают Хочешь Айфон Они Работают С подрядчиками В том числе Короче Которые Для них Делают Большое Количество Вещей Но Даже Подрядчики Для них Не успевают Делать Нужные Вещи Потому Что Люди Которые Должны Согласовывать Эти Вещи Нихуя Или Вообще Не приходят Или Не появляются И так далее В итоге У Эпла Вот в этом плане Большие проблемы Я скажу вам Так Что Вообще У Эпла Например В России В России Искали Менеджера По подкастам В течении Полутора лет То есть В течении Полутора лет Человека Которого На него Подавалось Просто Дохуя Народу Половине Люди Отказывали И так далее И вот В итоге Этого менеджера По подкастам Нашли За эти Полтора года Прошло Дохуя Ситуации Дохуя Новых подкастов Появилась Исчезла Там Рынок подкаста Поменялся В России И так далее Полтора года Просто ничего Не происходило Со стороны Эпла Потому что Они Искали Человека Ну братан Понимаешь Багбаунти Это та вещь Которая важна Подкасты Конкретно С точки зрения Ну вот Самого Эпла Это не самая Важная штука Чувак Я знаю Другие листы Где точно так же Нет никого Я понимаю Просто к тому что Айфон Это блять Ваша основная Вид деятельности Да Вот типа Ваша основная История Да И вы должны Там Как бы Это та история Которая Заметь Сколько времени Никто этого не находил А А А Ну Понимаешь Нольдей уязвимости Они не только у Эпла бывают Они бывают везде У Винды У Мака Проблема в том что Они есть не только у Винды У Мака Они есть в Даркнете Там задаются люди Вполне логичным вопросом Смотри У тебя есть вариант Вот допустим Эпл тебе плачет 50 тысяч долларов За уязвимость Ну да Ну предположим Ты нашел Эту уязвимость Да Она нольдей Про нее никто не знает Нольдей означает Что против нее Нет защиты Никакой Сам производитель Айфонов Или там тех устройств Про нее не знает Про нее не знает Да никто про нее не знает Ты типа Единоличный владелец Этой уязвимости И у тебя есть Либо обратиться В Бэкбэунти Подождать там Не знаю Полгода Пока тебе Эпл соизволит Ответить Получить от них Эти 50 тысяч долларов И типа Иметь чистую совесть Либо В первый же день Ее обнаружения Продать В каком-нибудь Израильской компании Да Или в Даркнете Продаешь ее За 400 тысяч долларов Понимаешь А не за 50 И логика Здесь очень простая Либо ты оставляешь Совесть свою чистой Либо ты Как бы Просто зарабатываешь деньги И многие люди Знаешь Выбирают деньги Братан И эта проблема Она касается Не только Apple Она касается Всех вот этих вот Компаний Которые занимаются Софтом Потому что уязвимости Есть везде Не бывает софта Который неуязвим Я тут недавно Читал замечательную историю То что говорят Вот OpenSource Нас спасет Да Нас спасет OpenSource Потому что программист Всегда может посмотреть В исходный код Да Там и типа Найти уязвимость Если не ты посмотришь Что миллиард человек По всему миру посмотрит Ну то есть понятно Даже если ты тупой И не разберешься Кто-нибудь да найдет Три человека посмотрят И недавно была история Того что Все замечательно И прекрасно Но вот есть например Такой софт CURL Ну знаешь CURL Стандартный практически софт Он входит в любой Дистрибутив Линукса Либо его надо Поставить одной командой Ну не важно Короче он Практически стандарт Прикол в том что Люди обновляют Операционки Обновляют блять Пакеты Обновляют всю хуйню Стандартную хуйнюшку Забывают Понимаешь Потому что она считается Настолько стандартной Это знаешь как калькулятор В Инде Вот типа вот он есть И есть да И нахуй тебе обновлять Калькулятор Да тебе насрать на него Вот то же самое с этим CURL В нем нашли какую-то Адовейшую пиздец Уязвимость И выяснилось Что она стоит Чуть ли не на всех В интернете Вместе взятых Блять Это было То ли полгода То ли год назад Ну вот И тогда писались статьи В том плане что А как так получилось Что вот у нас есть Опенсурсное сообщество Которое ну якобы Вот это одно из основных Должно все это отслеживать А как так получилось А все правильно В твоей программе Уязвимости нет Они есть в сторонних библиотеках Которые ты проверить Никак не можешь Понимаешь Или не станешь проверять Потому что это стандартная библиотека Ну то есть Блять И когда вот Блять чувак На самом деле Периодически проверяют Чуваки типа садятся Стандартные Либо проверяют Так например По стандартной Либо просмотру Какой-нибудь PDF Узнаешь что Блять они же там пропускают Пиздец А я просто напоминаю вам Что несколько лет назад И мы даже Успели обсудить Это в завтракасте Это было относительно Недавно Нашли дырищу В протоколе SSL И всем интернетом Ее блять Чинили просто Да да Это было охуительно И те же самые консоли Например Никто же так и не смог Взломать прошивку PlayStation Никто не смог ее взломать А как игры пиратят Очень просто Уязвимость блять В браузере В веб-ките блять Уязвимость была И с помощью нее Смогли взломать прошивку И ставить эти ебучие Видеоигры Понимаешь И то же самое Со свитчом Да блять У нас в софте Все доходит закрыто У нас там ключи шифрования Вся хуйня Все пиздец Да Но только вы забыли Что если два контакта Замкнуть блять На правом джойконе То внезапно выясняется Что ваш свитч Дерьмо уязвимый И так далее и тому подобное Не бывает Неуязвимых программ Не бывает Неуязвимого железа Это надо понимать Вот поэтому Я сегодня защитил Apple Где мой 13 айфон Жду Дмитрий Да Привозите Завтра Завтра чтоб приехал Да Мне он не нужен А дам его Тимуру Пусть фотографирует Слушайте Мне нужно 13 про Если что 512 гигов Ты охуел братишки Я тут только на тренажку наговорил Apple Watch 7 Мы вообще молчали в тряпочку Поняли А мы тебя подержали Молчали Конечно Мы тебе не возражали Слушайте Apple тут еще Отчиталась О своем стриминге Apple TV Plus Мы кстати Обсудим еще один сериал На Apple TV Plus Тут очень интересный момент Как они отчитались Они сказали Типа О ну вообще Типа Вы знаете Для целей Учета Конкретной организации В которой стоит Сенс О том Чтобы платить людям Больше денег Или меньше денег В зависимости от количества Подписчиков Мы говорим Что да 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 У нас очень мало подписчиков Очень Пиздец Очень мало подписчиков Пиздец Как мало Да Мы вам заплатим зарплату В два раза меньше Чем на трексе Вот Ну типа Чтобы вы понимали Что ситуация была Ровно такая Потому что Международному альянсу Работников театральной сцены В США Apple Ровно так И сообщила Типа На уровне того Что В смысле Вы хотите Зарплата Как у Netflix У нас У нас Меньше У нас Подписчиков Всего Меньше 20 миллионов Но Но вы же Apple Меньше 20 миллионов Мы Бедная Несчастная Компания Мы Инди Компания Огромный Стриминговый Гигант Мы всего лишь Делаем Небольшие Дешевенькие Телефончики И поэтому Apple Пацаны Типа Мы не Мы не можем Платить Нормальные Зарплаты Мы не можем Платить Зарплату Вот как Netflix Типа Как Amazon Там Не Не Ребяту Где мы Начинается Эмми Короче Так Apple Так Блед А где Мое Эмми Ты знаешь В контексте Тех сериалов Которые Выходят На Apple TV Плюс В которых Такой Ебанистический Охуительный Продакшн Мы Сегодня Про него Поговорим И видно Что в бюджетах Бухали в них Раз в 10 Больше Это звучит Ну настолько Лицемерно Что просто Пиздец Бля Чувак Ну ты хочешь За 10 Ты понимаешь Что они получают За бюджет 10 раз больше Чем там Условно Амазона Они получают В тысячу раз Больше Человек Я все понимаю Но давайте Поговорим В контексте Того Правда Это или нет Ну то есть Действительно Вы думаете Что 20 миллионов Мне кажется Учитывая Что Apple TV Пласс Дают На халяву Нахуй Каждому Покупателю Айфона Айпада Айфона Ребята Ребята Вы знаете Когда у меня Спишется Первая Ну в смысле Первая такса Макс Подожди Я просто Вот Закончу мысль Через 3 года Я закончу Я закончу Мысль Тем Что Вы понимаете Что они Постоянные Апортуют Миллиард Айфонов Продали Там Типа 500 Миллионов Там Типа Айпадов 200 Миллионов Маков Ты Так Сидишь Да 20 Миллионов В пользователе Пласс Всем Нахуй Нахаляву Раздали Короче Ты Такой Сидишь Нет Сколько Я Это Почему Ты представляю Как Наш Емористическую Сценку Где Армянин Приходит Торговаться Знаешь Там И говоришь Типа А ты Видел Как У нас Там Все Происходит Там Че Пиздеть Биллиард Продали Айфонов Никто Не Пользуется Вообще Никто Нет Никто Не А тебе Вру Что Я Никогда Активировал Тимур Тимур Его Не надо Активировать Он Автоматом Блять Кто Не Активировал Никто Я тебе Больше Скажу Я тебе Больше Скажу И владельцы Плейстейшн 5 Не Воспользовались Полгодом Бесплатно Прикинь Все 15 Чувак Все Кто Купил Пс 5 Никто Из них Не Воспользовался Плейстейшн Коллекшн Короче Поэтому Мы Должны Выплатить Правообладателям Игр Которого Плейстейшн Коллекшн По миллиону Долларов Кажет Никто Не Пользуется Плейстейшн Никто Абсолютно Никто Не Пользуется Плейстейшн Благ Плейстейшн Плюс Да Хорошо Сколько людей Скачал 30 тысяч Нормально Вы же Настали Всем вашим Пользом Пс 4 Пс 5 30 тысяч 30 тысяч Непопулярный Сервис К сожалению Еле выживает Непопулярный Сервис Ребят Не удалось Короче Бля Подождите Но вы же Нам обещали По 2 доллара За каждую Типа Активированную Копию Все 30 тысяч Активированную Это очень важно 30 тысяч Ребята Вы должны Нам Ставку Сценаристов Выплачивать Нормальную Типа Ребята Apple TV Plus Никто не пользуется Мы только на рынок Выходим Короче Ребят В общем Мы в это не верим Мы считаем Что у Apple TV Plus Учитывая Бесплатное Количество Бесплатных Пользователей Которые Получают Бесплатный Доступ С покупкой Айфона Айпада Apple TV Там Блядь Чего угодно Их такое Блядь Количество Что как бы Ну мы можем Представить Что типа Большинство Из них Нахуй Забили Короче Да Но Блядь Но это точно Не 20 миллионов Слушайте Говоря про Отличная Просто Прекрасная История Про стриминговые Сервисы Давайте Раз уж мы Так говорим По поводу Netflix По поводу Apple TV И прочее Давайте говорить Честно Люди Которые делают Пандемийный контент Я бы так назвал Да И Netflix Очень серьезно Вырос за пандемию Он и до этого Нехило так Рос Сейчас у них Больше 200 миллионов Подписчиков И они Стукнулись На некий потолок В последние полгода Год Они поняли Еще год назад Рид Хейстинс Их Сио говорил Что Вы не ожидайте В 21 году Такого роста Потому что Есть некий предел У них Я бы даже сказал Что у Netflix Пошел Небольшой Отток Пользователей Нет Причем Отток У них нет Отток есть Проблема Проблема не в том Отток Хорошо ладно Я неправильно выразился Не отток А замедление роста Замедление роста Это новая Знаешь Не взрыв А хлопок Замедление роста И так далее Отрицательный рост Населения Отрицательный рост Да Вот И Они сейчас Ищут новые ниши В которые Они могут расшириться Они уже немножечко Вступают в Кинопрокат И ходили слухи Что они купят Киносеть Они их опровергли А сейчас Они вполне официально Заходят в игровую индустрию И Теперь у них К базовой подписке Нетфликса Появятся Видеоигры Они уже тестируют Сервис В Польше Это очень удобный Рынк для софт-лаунча Там вообще много Что тестируют И Они на неделе Купили Достаточно Ну свою Сделали первую Игровую покупку Они купили Найтскул Студио Который сделал Оксенфри Играл кстати В Оксенфри Да Играл в Оксенфри Замечательная игра Сейчас они делают Оксенфри 2 И они кстати Сказали что Продолжат ее делать Но история вся в том Что мне кажется Это тот Тот случай Когда вектор Нетфликса Задан первой покупкой По-моему Он очень клевый Потому что Игра типа Оксенфри Такая нарративная игра Да С выборами И с прочим Она ведь очень хорошо Подходит по формату Нетфликса Да Тут еще Важный момент Надо понимать Почему Нетфликс Вообще в принципе Ударился Не только в сериалство И там кино И стриминг А зачем ты полез В видеоигры Дело в том Что Ну мы сегодня Еще об этом Я вам расскажу В статьях недели Но Я вам спойлерну Немножко эту статью Про которую я хочу Рассказать Дело в том Что Что Нетфликс Что Сони Что Майкрософт Что Эпик Геймс Что Многие Из тех Кто занимается Энтертейментом То есть Не только Видеоиграми Но и вообще В принципе Развлекухой Какой-то Да Они борются За ваше Внимание То есть За ваше время И Джим Райан Например Из Сони Говорил Давным-давно Что наш Основной Конкурент Это не Майкрософт И не Нинтендо Наш основной Конкурент Это Нетфликс Потому что Человек приходит Домой с работой У него есть Там два часа Перед сном И вот у него Есть выбор Либо посмотреть Два часа кино С девушкой На Нетфликсе Либо два часа Поиграть в видеоигру На нашей Плейстейшн И вот Мы боремся За то Чтобы он обратил Внимание На Плейстейшн А не на Нетфликс Условно Нетфликс тоже Это просекает Прекрасно И он понимает Что Когда у тебя Ограниченное Количество времени Тебе нужно Чем-то завлекать Пользователи Именно поэтому Популярны Вот эти вот Бинч-вотч Когда ты смотришь Огромное количество Сериалов Чтобы смотреть Залпом Ты тратишь На это время Ты сидишь На этом Нетфликсе Он тебе предлагает Другой пиздатый сериал Ты такой Да, давай И прочее Нетфликс Это компания Которая тратит Огроменные деньги На контент И в прошлом году Они наняли Вице-президента Который будет заниматься Именно направлением Развлечением Как видеоигр Это Майк Верду Он работал В Фейсбуке Он работал В Electronic Arts И даже в Zing Это который Мобильные игры делают И история в том Что вот он Скорее всего И пушил Эту идею Всем Всему совету Директоров Нетфликса И он ему объяснял Что чуваки Вам надо бороться За время Пользователя Который тратит На это Это как с нашими подкастами Вот как Тимур сегодня Шутил о том Да, надо выяснить Абсолютно всех конкурентов Количества Мы делаем Шестичасовые выпуски Не потому что Нам хочется А потому что Мы боремся За ваше время Которое вы тратите И да И в общем-то За это время Нетфликс борется Не надо забывать Да, вот мы говорим Про игры Но на самом деле Он борется еще И теми шоу Которые снимает И Нетфликс Можно что угодно Про них говорить Они провели На неделе Мероприятие Которое называлось Тадам Это большой Хотел договорить По поводу игры И смотрите История в том Что это не обязательно Должны быть Какие-то пиздатые игры Это не обязательно Там условно Ласт о вас Или там не знаю Хейла Это игра Которая тратит Время пользователя Знаете что идеально Идет в нагрузку Идеально подходит Три в ряд Какой-нибудь там Не знаю Мидкор всякий Не-не-не Именно легкие Легкие игры То есть вот например Oxenfree Это идеальная игра Потому что там Текст И А я напоминаю тебе Дима Что на Нетфликсе На Нетфликсе Уже есть порты Теллтейловских игр Да-да Вот Теллтейловские игры Отлично подходит Да Как сериал Такой типа Типа мультик Интерактивная игра Короче история В том что эта херня Это не конкурент Геймпасса Это именно будет Идти в нагрузку Чтобы вы больше Времени проводили Допустим Выходит новый сезон Очень странных дел Выходит тайн игра Да И вы можете Поиграть в неё Прямо на телевизоре В приложении Да Либо В этом суть Либо Есть ещё идея Скачать на телефон Идея того что Например Как Нетфликс Будет обходить Это на ваших Айфонах Там айпэда Планшетах И прочим Они могут сделать Такую историю Как Майкрософт Сделал с играми Муханг Типа Майнкрафта То есть Ты заходишь в игру Которую ты скачиваешь Как обычно Из App Store И тебе надо Залогиниться Через аккаунт Нетфликса Да И если у тебя Активирована подписка Игра запустится А если Не запустится А если Не активирована Тебе скажут Чувак Иди Пожалуйста Подпишись На Нетфликс Всего 10 Таким образом Ты платишь За подписку На Нетфликсе Сколько 10 долларов И ты получаешь Нагрузку Помимо Фильмов и сериалов На Нетфликсе Ты получаешь Еще и возможно И видеоигры Я уверен Возможно Так это произойдет Я уверен Что они Расширятся И стриминг Музыки В определенный момент Но по поводу Контента Я могу сказать Так Нетфликс показал Свой целый Конфу Как называлось Бум Тадам 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 Нет Ну смотри Очень важная новость У нас ее нет Мы ее пропустили Она супер важная Перед Тадамом Буквально За день-два Они объявили Об очень крупной сделке На миллиард долларов По слухам Они купили Все права С потрохами Нахуй Весь эстейт Писателя Рольда Даля А кто это? Нахуй Чарли Шоколадная фабрика Это что? Это 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 легендарный Британский писатель Который Написал Кучу вещей Про войну Кучу вещей Для детей Он написал Чарли Шоколадная фабрика Это один из его Просто самых известных Произведений И Я даже не слышал О таком писателе Никогда Вот я не образован Они не просто Купили права На его произведение Они купили его Весь эстейт Целиком Теперь Рольд Даль Принадлежит Нетфликсу Это все равно Что завтра Дисней Плюс Купит Толкина Понимаешь? Пойдет и купит Толкин эстейт Или Амазон Купит Ах да Вот Ну кстати Юбисофт Абсолютно так же В свое время Поступили с Томом Куэнси Они купили просто Нахуй весь эстейт У Тома Куэнси Вот Можно вопрос Не по теме немножко А что у Тимура Происходит за путешествие Космического кота Там на заднем плане Там Барян Бессоюбит Просто Ультра настрой Как понимаешь Короче Такое ощущение Что он высадился Все таки на Марс И дальше Не по понятию Может на такой планете Он блин Находится Короче История вся в том Что Нетфликс Подготовил Этой новостью почву Под свою Огромную конференцию Тадам Мы все ожидали Что она пройдет Немного скучно Как и все эти Стримерские ивенты Они просто До пизды Анонсов Бомбанули На этой конференции В том числе Достаточно неожиданных Но ты Давайте вот прям По порядку пойдем Stranger Things Четвертый сезон Ну это Такое Это ожидаемо Ожидаемо Я могу сказать Что Мне больше понравился Другой анонс Который Вот второй Они показали Things 4 Было что круто То что они показали Героев Которые Выросли Да Это было Первое Второе Третье Типа серии Они такие Типа Росли С маленьким Пиздюки Пиздюки А то такие Блять Они реально Подростки Теперь стали Нормальные Понимаешь Ну то есть Они реально Выросли Я могу сказать Что я Радовался Знаешь чему Я обрадовался Трейлеру Сэндмэна Но Не по той Истории По которой Все писали Бля там Какие то культисты Какая то хуйня Непонятно Чего Я обрадовался Потому что Я читал Оригинальный комикс Сэндмэн Аналогично И он Именно так Блять И начинается Это реконструкция Начала Реконструкция Самая смешная история Что они даже Шлем его тупорыл И блять Скопировали Я тебе больше скажу Я тебе могу сказать Что кастинг на роль Как он там У нас Морфей что Назывался В переводе Блять Он охуеть Ну его зовут Дрим Вообще так Сон Дрим Вообще его зовут Дрим У нас его перевели Как Морфей Его не перевели Как Морфей Его по разному Называют История же в том Что герои Геймана Которые там есть В Сэндмэне Это некие Сущности Скажем так Концепции Которые Ну постоянно Меняют свой Внешний вид Именно поэтому Например в комиксах Их арестовали Разные художники В разной стилистике У меня Чтобы вы понимали У меня есть Сэндмэн Нарисованный Ишитаке Амана Он нарисовал Целый ишью Сэндмэна Посвященный Японским мифам И это было Все еще в каноне Короче история Вся в том Что у Сэндмэна Гигантский потенциал Комикс Очень длинный Большой Гейман там Продюсирует Гейман там Всем заправляет Видно что Там твердая Такая креативная рука И поэтому Мы вот Очень ждем с Димой Да Ну обосраться Очень легко А вот за что Практически не стоит Переживать Это то что Выйдет сиквел Одного из самых Топовых фильмов Нетфликс Экстракшн 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 2 У нас его перевели Как операция Тайлер Рейк Операция по спасению Как-то так Тайлер Рейк Это главный герой Его так зовут Если вы не смотрели Если вы не смотрели Первую часть Я вам советую Посмотреть Это именно тот Боевик Это неплохой Боевик Который охуительно снят Там есть документалка На ютубе Можете посмотреть Слушай а погоня Там какая Как режиссер Этого фильма Он Он же каскадер Он во-первых Каскадер Во-вторых Он же сам Вместе с Персонажами Выпрыгивал Из окна Ехал на машине На капоте Держа при этом Камеру И там есть документалка Которая показывает Как машины Друг за другом едут И как он сидит На капоте С этой камерой Встает Такой типа Подбегает И это позволяет Им делать шот В котором ты Сначала едешь Ну типа на машине Да у вас погоня А потом снимается Что внутри происходит Это шот С которого В прошлом году Кажется Когда он вышел Просто все охуели Никто не знал Что можно так Пиздато снимать Со времен Рейда Наверное Корейского Не снимали Не корейского Он филипинский Филипинский Хорошо Со времен Вот этого Рейда Никто так Не думал Что так Можно снимать Все снимают На кране Знаешь Там блядь Типа Ну да Да Когда персонаж Кого-то ударяет То там Не видно Монтажная склейка И типа Удар Такой происходит Чёрная Да Чёрная Это в неё Был в сторону Point Короче Вторую часть Снимает тот же Режиссёр И вроде как Должно Получиться круто Я очень рад За то Что на Продолжил эту историю Да Потом показали Естественно Успешные продолжения Аниме Ну не аниме Анимационный фильм Скорее По League of Legends Делают абсолютно Те же чуваки Что и первый сезон Помните В смысле Ты чё Вы смотрели Блядь Не-не-не Пардон Я сду Бля Чтобы вы понимали Степень моего охуения На пятом часу записи Я блядь С дотой перепутал Короче League of Legends Arkane Пацаны League of Legends Arkane Это тот самый мультсериал Который сделан Настолько Охуительно Что он По своей графике Вообще И тому что там происходит Напоминает Dishonored 2 Ну то есть Грубо говоря У вас по сути Мультсериал По условному Dishonored 2 Только во вселенной League of Legends То есть там персонажи Очень похожи Сеттинг очень похож Где мой джинекс Дайте мне джинс Посмотри Самое главное Это знаешь Это просто Райд Райд Этим сериалом Который кстати Выйдет 6 ноября Они вводят По губам Близзарду Типа смотрите Как мог бы Выглядеть Сериал по World of Warcraft Ты помнишь Что Blizzard делает Блядь вторую часть Своей игры Пукс Рейн Очень долго Пока огромное Количество студий Уже пускать Четвертую Блядь часть Своей игры Третью часть Своей игры А Blizzard Такие Ой бля Мы все еще Вторую не можем Выпустить Очень тяжело Короче Подожди Мы не отошли От этой темы Я тут недавно Узнал историю Что Оказывается Оказывается Вот когда вышел New World Он возглавил Топ Игр В Стиме И я полез Посмотреть И мы с друзьями Вспомнили о том Что оказывается World of Warcraft Есть Давай посмотрим Как сейчас World of Warcraft Выглядит И World of Warcraft Играет Настолько Малое Количество Людей Что это просто Страшно Почему Ну то есть По крайней мере Если следить По твичу Не так много Народу его стримит Но история Не в этом Вот ты смотришь На New World Который выглядит Как ну Плюс-минус Современная игра И на World of Warcraft Который как будто С 2005 года Знаешь Там все еще и осталось При этом В World of Warcraft Интересно играть А в New World Смотришь И Блин Какая-то хуйня Происходит Ну то есть Знаешь Вот у тебя Не состыковываются Вот эти два момента И я такой Блин В Warcraft Что ли вернуться И в этот момент Пока мы Вот это вот Пообсуждали В этот момент На стриме Чувак Заходит в рейд И они начинают Пиздить Сильвану Я такой В смысле Они пиздят Сильвану И мне чувак Который играет Все это В World of Warcraft Говорит В смысле Ты не знал что ли Она же придала Орду И я такой Че блять Да я сейчас Да я сейчас Сам с вилами Выйду блять И на которую Напишу Что Blizzard Пидорасы Я тебе серьезно Какого хуйня Оказалось Что это произошло Там пару аддонов назад Я все это Благополучно Проебал То есть я вообще Не знаю что там Сейчас в лоре происходит И вот представь себе Что если ты Вот эту всю историю Которую я проебал Там да За последние несколько лет Просто взял бы И отдал там Тому же Netflix И снял бы Блять Сука Мультсериал Даже пусть В дурацкой Тупой стилистике В 15 FPS Как Принц Драконов Но блять Про Warcraft Я бы его блять Смотрел Потому что Мне сука интересно Но после такой подставы Я не готов Да пошли они в хуй Блять Сильно Говоря Говоря про подставы Мой любимый не трейлер Но постер С этой конференции На самом деле Был у второго сезона Tiger King Который выйдет Уже 17 ноября Слушайте Вот ты мне скажи Тимурчик Ты посмотрел Tiger King Я так и не посмотрел Но я при этом Огромное количество твитов О том что Ребята Не надо Не надо делать Второй сезон Tiger King Да я согласен Второй сезон Не нужен Мне кажется Что в первом сезоне Все отлично рассказали И история была Полностью закончена Но постер Отличный Потому что он Супер минималистичный И там просто Наш любимый Главный герой Можно сказать Джо Тайгер Джо Экзотик Джо Экзотик Джо Экзотик И он держит Телефонную трубку Тюремную И просто Видно вот это Видно его усы Ему дали Что-то 17 лет Что-ли Типа того Ну то есть Можно сериал Пилить и пилить Я так понимаю Что Netflix Это абсолютно Не мешает Вечная история Слушайте Говоря про вещи Которые нам не понравились Я думаю Мы будем тут солидарны Netflix показал Как ни странно Вместо трейлера Хотя пора бы Блять Учитывая что сериал Выходит вообще 19 ноября Он показал Опенинг Ковбоя Бибопа И Бибопа Бибопа Ты че Бибопу тебя знаешь Где был В Черепашках ниндзя Вот История вся в том Что Это сделано В стилистике Оригинального мультфильма По ту же самую музыку Но выглядит Это же самый трек Йококана Который назывался Tank Который очень многим Нравился Я не из числа этих людей Несмотря на то Что я обожаю Просто Я нереально обожаю На самом деле Саундтрек Ковбоя Бибопа Я могу сказать Что трек Спейслайн В свое время На меня повлиял Очень сильно Как бы Это реально Один из Один из самых Крутых эмбиент Треков Вообще В моей жизни Вот Если вдруг Вы не слышали Спейслайн Из Ковбоя Бибопа Я очень вам советую Вот Но Ты такой сидишь И думаешь Так вот Так окей Так опенинг трек Хорошо Значит вы сейчас Нам покажете Некоторые сцены Как бы Вы сейчас там Покажете персонажей И ты такой Типа сидишь И понимаешь Что Вы понимаете Что условные Воронежские косплееры Сняли бы лучше Чем Нетфликс Вот И как бы Это объясняется Ну вы можете сказать Типа что там Может быть Там качество Не так хорошо Или еще что-нибудь Нет Все качественно Все классно Просто каст Нет Ты знаешь Это вообще не в тем Нет Сильнее всего У меня причем Даже не горит Ты можешь подавить ненависть Тут скорее Просто пиздец Слушай Даже если допустить Что все остальные Подойдут Включая даже Фэй Которая там Уральская низкосралочка Моя основная проблема В том Что когда Дэнни Чо Зовут этого актера Да Когда он появляется в кадре Ему видно Что ему 40 блять Он Цоя должен играть Который пережил аварию А не А не Спайка Ну как бы Камон Вы серьезно И это видно В опенинге Стилизованном То есть представьте Как это будет В сериале выпирать Я не знаю Я могу сказать так Я подожду Когда выйдет У меня Ожидание Нески Будет приятно Разочароваться И сказать Что Блин А сериал неплох У меня есть же Прекрасное оправдание Оно говорит о том Что типа Если вам не нравится сериал Значит вы против азиатов Против женщин Против еще кого-нибудь Ну короче Против кого угодно Вы что Против аниме что ли Ну типа Ты берешь Говоришь Типа Бля пацаны Кастинг хуёвый Ты против азиатов Ты такой Блядь да нет Мне просто кастинг нравится Пиздец против азиатов Типа Мне не нравится фейк Ты Бадишеймер А если мне не нравится Продолжение Оно же приквел К армии мертвецов Как его звали Ты господи Зак снайдер Точно Так чувак Я не смотрел Я не смотрел Братан Там есть Персонаж Который взломщик Ну типа Как назвать Сейв крейкер Как это Ну да Медвежатник Медвежатник Да Медвежатник Все правильно И вот про него сняли приквел Поскольку дело происходит В Лоре Фильма Армии мертвецов Скорее всего Там будут зомби Может быть они будут там В какой-то момент появятся Может их там вообще не будет Потому что это приквел Хуй его знает Но в любом случае Там Те же самые актеры Которые были и В оригинале Ну за исключением там Может быть Батист Там не будет А так-то в принципе Все то же самое Я могу сказать так Насколько Тупорылым Был фильм Зака Снайдера Этот фильм Выглядит как Неплохой То есть Нету Однозначного ощущения Того Что получится Говно Как это было От армии мертвецов И причем Зак Снайдер Снимал Армию мертвецов Весьма Специфичной Камерой Когда Ты смотришь Этот фильм И у тебя Половина фильма Блять В расфокусе Это Обратили внимание Абсолютно все И все говорили о том Что Ну наверное Это такой художественный прием Ну наверное Ну не мог же Зак Снайдер Проебаться Так вот В этом фильме Этого эффекта нет По крайней мере По крайней мере В трейлере Потому что режиссер Другой Вот и все Нет, нет Дим У Нетфликса С этим фильмом Я в его контексте Мне нечего сказать Про этот трейлер Просто насрать Кроме того что У режиссера Очень удобоваримая фамилия Швайк Хефер Нормальная фамилия Я такое пиво С грейпфрутом пил Недавно Значит Так вот И история вся в том Что Говоря про этот фильм Важно понимать Что Нетфликсу Очень важно Выстраивать На успехе Своих франшиз Вселенные То есть Смотрите Выстрелил Ведьмак У Ведьмака Сразу приквел Аниме Вот это И праздник На шесть сезона Вперед Да И сразу До башни ласточки Хуярим Давай Вот То же самое С С очень странными делами Видеоигра Несколько сезонов И еще спин-оффы появятся Вот увидите Они влюблены Если они фильм В кино выпустят Да И то же самое С армией мертвецов Нравится Не нравится Он был востребован И успешен И поэтому Приквел Вбоквел Хуёквел Зомбвел И еще мы Left 4 Dead Заснули Азака Снайдера И Fortnite Скины засунем Да Будет классно Слушайте А вот то что нравится Это трейлер Мультсериала Inside Job Это сериал От создателя Gravity Falls Нет Алекса Хирша Алекс Хирш И я могу сказать так Он На самом деле Это такой Знаешь Типа SCP на минималках Или контрол на минималках Если вам хочется Это Такой типа Смешной Смешной контрол Такой типа Сюжет построен На Вокруг организации Которая занимается Мировыми заговорами Можно пожалуйста Там не Алекс Хирш Там Шилон таки уче А Хирш там Только продюсер Продюсер Все равно продюсер Он продюсер Но он не шоураннер Ну в любом случае Это очень похоже На Gravity Falls Только чуть более Как сказать Более взрослый Это про организацию Которая якобы Является не просто Конспирологической А она управляет миром То есть типа Когда вы говорите Ну масоны управляют миром Там типа Нет не масоны Эти чуваки управляют масонами Не Ну вот типа Когда вы говорите О ком-нибудь Как бы Что эти там Управляют миром Эти управляют миром Эти управляют миром Короче вот они Там евреи управляют миром Эти чуваки управляют Всеми В смысле Они управляют Евреями Они управляют Типа масонами Они там управляют Вообще инопланетянами Всеми-всеми-всеми Вот Я могу сказать Что трейлер Выглядит довольно веселым Вот Довольно прикольным Но Значит Кринжатина, Дима, такая, типа, знаешь, процентов 15. Братан, у тебя все кринжатина, блядь, у тебя чуть-чуть, блядь, и все кринжатина. Не, 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 иногда водится ебить прям. А тут прям, знаешь, 15% кринжатина. Это такой... Вот, нет, я думаю, Тимур, здесь еще проблема в том, что шутки из контекста вырваны. И надо смотреть, как они в самих сериях будут вписаны, потому что... Контекст! Но, но, в любом случае, аккуратно ждем, потому что с Хиршем произошла очень грустная история. Он ушел от Диснея в 20-й век Фокс, делал свой новый мультсериал. И 20-й век Фокс копил Дисней. И он был вынужден съебаться на Нетфликс, чтобы делать взрослую анимацию. Короче, такая такая идея. Пацаны, в общем, я предрекаю, можете вот конкретно меня запомнить, как бы, что я предрекаю, что это будет очень блеклый сериал, который будет такой вонаби, пытаться, типа, выпендриться, сделать, типа, что-то такое смещенное с буквой Щ, вот. Но у него не будет получаться. Мне почему-то пока кажется, я буду очень рад ошибаться. Если это получится не так, это будет охуительно, я буду очень рад. Но мне кажется, что не вытянет. Это будет не Gravity Falls, это будет сильно хуже. Ну, посмотрим. А вот мне кажется, что, знаешь, что не вытянут? Ведьмака второй сезон. Потому что нам показали небольшой тизерок. Мне очень понравился. Я могу сказать, что это по книге. Единственное, что, по-моему, все-таки этот мужик был не Кабаном, а Медведем. Нет, у него была ровно такая внешность в книгах. Я могу тебе сказать, что Невелен практически из книж. Чувак, о чем ты говоришь? Это маленький спешл трейлер, который показали. А трейлер второго сезона был другой. Он не из Кабаном. Ну ладно, хорошо, да, это First Look, так называемый, да, извините. Да, просто трейлер, который трейлер был, он бы вообще про другое. У тебя нету, да, истории того, что это самарский косплей? Нету. Я тебе могу сказать, что новый трейлер выглядит хорошо. И там реально прям выглядит приятно. Даже с девушкой, которая вообще не любит, там, Ведьмака, вот это все. Я говорю, вот, смотри, там, трясу. Я на стороне Тимура, потому что мне тоже, в принципе, понравилось, Алене, в принципе, понравилось. Но история вся в том, что, блядь, паразит, надо с ним бороться. Короче, суть заключается в том, что им дали на второй сезон гораздо больше денег. Гораздо больше денег. И нормального полноценного трейлера у второго сезона пока еще не было. И вот если они покажут этот бюджет, будет заебись, потому что... Так вот у тебя был трейлер уже как-то. Это не трейлер, это были сниппеты. Тебе показали нарезку между первым и вторым сезоном. Это были сниппеты небольшие, а да. Полноценный трейлер выйдет попозже. Но прикол в том, что они, во-первых, поменяли костюмера, так что у нильфгарцев уже подтверждено, будет, блядь, другая броня, не из мошонки. Это варь. Насрать на то, какая там броня. Насрать на то, что Кевилл Шкаф и не похож на Ведьмака вообще ни разу. Пошел. Чуваке, даже Виземир уже показали. Насрать на то, что Виземир на себя не похож. Насрать на то, что не похожи, как в играх. Давайте я, можно я скажу, свой хот-тейк, а вы потом будете мне хуй совесть. Мне не понравился Ведьмак. И второй сезон я буду смотреть чисто постольку поскольку, чтобы убедиться, что Netflix продолжает снимать хуйню. Я все еще уверен, что первый сезон Ведьмака выстрел исключительно из этой идиотской песни. Нет, я не буду ее повторять. Исключительно из-за этого. Замбака забаните, скорее забаните. Замбака забаните. О-о-о-о. Короче, не знаю. Нам с Тимуром нравится, Диме не нравится. Такое у нас разделение. И с Netflix, на самом деле, на этом все. Потому что еще одна интересная новость на телевидении поступила. Неожиданно от канала Седап. Знаете, самое неожиданное место вообще на всем телевидении. То есть ты привык, что Седап это такое говеное мыло. Что Седап, да, имейте в виду. Да, Седап его называется. Вот, и неожиданно пришло такое. А ты знаешь, а ты знаешь, что он не Седап, он Зе Седап. Хуже. Как будто есть где-то еще один Седап, который, знаешь, типа, этот, ну такой Седап, а этот самый настоящий Седап. Да, это такой, короче, ребят, ну вы что, издеваетесь, а если у вас там, типа, компьютер ворлд? А-а-а, в этом смысле, типа, что на сокращение не принято, конечно. Как же продумать, для торговой марки они сделали. И скажи, Франс, Седап, вы знаете, блядь. Кейбл, кейбл, что-нибудь? Я вот хочу посмотреть, сейчас, подожди. А-а-а, то есть ты вот из этих, да? Не написано. Федики. Ты знаешь, типа, нам срочно надо сделать две буковки, они на самом деле The CW, телевизион-нетворк, а расшифровывается это как Viacom CBS Warner Media и CW, потому что CBS Warner. Бля, ребят, вы слишком много времени этому уделяете. Короче, хуй с ним. Хуй с ним. Вавилон 5 на Седапе выйдет. Е-е-е, Майкл Строжинский, главный чувак, который делал Вавилон 5, блядь, он будет принимать участие в перезапуске? Он не будет принимать участие, он и рулит этим перезапуском, неожиданно на Седабе, но Строжинский написал очень большой тред в Твиттере, на мой взгляд, очень прикольный, где рассказывал вообще, зачем, почему и как. Он, типа, за годы вырос как режиссер, как сценарист. У него появилась куча навыков, куча девайсов, которые он научился использовать. И он хочет, во-первых, рассказать не ту же историю, а новую историю, просто на основе старой, взять какие-то элементы знакомые. Он принципиально не хочет вычеркивать предыдущий сериал или перечеркивать его, потому что для него очень важно, чтобы вы запомнили вот этих вот персонажей. Очень многие актеры скончались, к сожалению, уже сейчас. Это напоминает примерно, как перезапустили Стартрек. Ну, то есть мы берем того же Кирка, того же, блядь, этого какого. Нет, он, знаешь, какую провел параллель? Баттлстар Галактика. Да, да, или Баттлстар Галактика. То есть есть сериал там в 60-х снятый, а вот есть, типа, перезапуск 2000 года. Примерно то же самое, да. Да, и история... Блядь, все, надо себя бить по рукам. В общем, Строжинский говорит, что очень важно для него, чтобы он показал себя как более компетентный шоураннер, более компетентный сценарист. Он хочет этим сериалом заново сделать что-нибудь пиздатое, что продвинет телевидение вперед. Он, в пример, приводил, что, типа, «Вавилон 5» был первым сериалом, который был расписан на 5 сезонов вперед. То есть у него была структура, начало, конец, середина, и они придерживались этого плана, и они это все закончили. И потом это стало стандартом, потому что все шоу сейчас примерно так пишутся с неким аутлайном. И теперь он говорит, что я хочу что-нибудь классное сделать с «Вавилоном 5» уже в 2021 году. Мне кажется, Строжинский сдюжит, если ему никто не будет мешать. И еще такой момент, Макс, который тоже, брать внимание, вот у нас на стриме картинка из «Вавилона 5», и там Гакар умер, Делен умерла, Лонда умер, вот этот чувак, который играл Вира, я не знаю, может, еще живой. Да, тоже. Шеридан, по-моему, живой. Нет, Шеридан живой, Гагрибальди умер. А, да, да. То есть, как бы, может быть, и можно было бы со старыми актерами сделать перезапуск, но, блядь, нет, нельзя. Блин, ребят, перезапуски никто никогда не делал со старыми актерами. Ну, знаешь, как иногда... Только ты не друзья. Не-не-не, как это было, говорю, в «Стар Треке», пожалуйста. Помнишь же история в том, что просто взяли... Рекас на новых персонажах. Рекас на новых персонажах, да, а старых, типа, в камео играют. Вполне возможно так сделать. Вот, например, сейчас выходят «Охотники за привидениями», которые вот выходят, когда они там выходят, в декабре, что ли? «Голсбастерс Автерлайф». Да, там же будет актер из оригинального фильма, я забыл, как его зовут. Там все они будут. Не, не Бил Мюрэ, а кто-то другой. Как же его зовут-то, господи? Там будут все, кроме Гарольда Рэмиса. То есть там даже его книжная лавка засветилась. Ну, короче, они там будут, но только в роли второстепенных персонажей. А основной актер будет... Нет, здесь Вавилон ТВ-каст. Фишка в том, что Вавилон 5 — это полный перезапуск. Полный как «Батлстар Галактика». Вот так смотрите на эту историю. Я могу сказать... Не надо перезапускать «Галактику». Она была в 2004 году. Братан, увидимся в 2024, когда ей исполнится 20 лет. И кто-нибудь такой... О, помните сериал 20-летней давности «Батлстар Галактика»? А давайте его перезапусти. Сука, так и будет же, Стопануло. Слушайте, пацаны. Увидимся на перезапуске «The Wire». Нет, на самом деле увидимся на перезапуске «Stranger Things». Увидимся на перезапуске «Lostar». Да. Я вас просто уверяю, да. В этот раз мы закончим историю. Стражинский гарант качества, потому что Стражинский до последнего не хотел делать говно. Из-за этого посрался со своим эфирным, собственно, партнером, которому он, в общем-то, поднял все рейтинги. И ушел от этого проекта, ушел в комиксы. Из-за чего я буду бомбить? А мы стопудово будем бомбить. За бюджетом. Потому что это седап. Это седап, да. Это знаешь, как-то «Не хочу делать говно», «Блин, седап». «Не хочу делать говно», «Блин». Вот. Веник нет, выдержите. Да, да, да. Так, слушайте, подождите секундочку. Нам там занесли чистые футболки Димы Зомбака. Занесли на 100 рублей. Мы вернулись. Е-е-е-е-е. Спасибо. Евгений завелся на 100 рублей. Я перевел хот-тек как острый заход. Хотя понимаю, что вы специально надмозговой перевод используете. Да, именно так. 2D-каза цифровая незнакомка занесла нам 200 рублей. Мятая цифровая денежка в дрожащей руке. Спасибо тебе большое. Спасибо. Так, это все. Но, а на последок я вам так скажу. Видимо, вот когда была планерка Warner Bros., которым принадлежит CW, они говорили, «Слушайте, у нас на HBO Max очень хорошо смотрят в Xeon 5». А он, кстати, недавно вышел в HD-версии там полностью. И типа, давайте мы обновим эффекты, ну там, сделаем нормальный ремастеринг. Потом они посчитали, «Слушай, блядь, может ты лучше новый сериал снимешь? Дешевле выйдет». Я почти уверен, что идея где-то так родилась. Потому что перерисовывать эффекты в Вавилоне 5 заебешься. Я думаю, что они сказали, типа, давайте за два сезона управимся, типа, всю историю расскажем. Заебись, да? Все такие, да, да. Нам пишут, что я буду верить, потому что у Sci-Fi был экспанс. Да, я согласен. Которые на третьем сезоне отдали Амазону, да. Продали. Ну, если... Нет, ты не понимаешь. Продали. Понимаешь? Но смотри, с Вавилоном 5 есть очень в этом плане позитивная сторона. Знаешь, какая? Если он будет хорошим и хорошо себя покажет на CW, его могут забрать в HBO Max. Тан-тан-тан! А там говорят, блин, пацаны, вы знаете, у нас в HBO Max всего лишь 20 миллионов подписок. Ну, как бы вы понимаете, что... Мы небольшой телеканал. Дим, Дим, Дим. Ну, поймите. У нас даже ничего нету. Все наши сериалы, которые были крутые, они все закончились. Кто теперь вспомнит про Игру Престолов? Дим, 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 Дим. Самое главное, что это, знаешь, как закончится. Поэтому HBO Max продавался Вавилон 5 на Apple. И второй сезон Вавилона 5 начинается тем, что 650 кораблей с голливудской графикой дерутся на орбите планеты. Да-да-да, было бы хуйней. Слушайте, ну, в любом случае, давайте, короче, мы потихонечку закончим. Можно я техническую часть у нас делаю? Слушайте, мы наговорили на 4 часа 30 минут. Мы все еще хотим обсуждать следующие три темы, или мы их сокращаем? Да, это реально важные, крутые темы, на самом деле. Тогда мы эти три темы не сокращаем, оставляем все как есть, да? Вы готовы еще на час тут сидеть? Я готов, да. Смотри, я тебя предупреждал, мразь, ты такая, хорошо. Слушайте, ну, в любом случае, короче, самая интересная, наверное, тема недели с точки зрения киберпанка, она заключается в том, что у нас тут Амазон показал домашнего робота. Помните, были домашние роботы типа от Sony, которые назывались Айбо? Где такая собачка за вами ходила, и такая ням-ням-ням. Гав-гав-гав, я хочу есть, покорми меня, покорми меня. Ты могучу только дороже. Да, ну типа за полторы тысячи долларов. Вот, в общем, примерно в таком же ключе показал Амазон и своего робота Астро, и они вообще всячески заявляют о том, что типа мы прям сука пиздец, домашние роботы, мы прям вот сейчас вообще заходим. Ну, чем ты знаешь, я так понял, что у Амазона основная фишка была в том, что кто-нибудь когда-нибудь, а они думают, что это произойдет в течение ближайших там условно 50 лет, сделает домашнего робота, который будет по-настоящему популярен. И они прекрасно понимают, что этот Астро это первый блин комом, поэтому по сути, по сути, если вот, ну так, смотреть в суть вещей, да, сейчас мы вам расскажем, в чем плюсы и в чем минусы, но это голосовая колонка на колесиках. Да, и самый прикол в другом, то, что как бы они всячески там позиционируют, что это там клевый робот, который за вами следует, он там за вами там типа следит, и там типа он вам может если что, там типа камеру поднять, как бы показать, как надо, все там типа все за вас делается. У него телескопическая такая камера, она выдвигается. Которая выжает на метр над ним, короче, да, и типа показывает, типа чего вам надо, и в том числе может выступать как, ну, в роли видеочата, по сути. Или выступать в роли нестандартные секс-игрушки, потому что, представь себе, из робота выдвигается здоровенный штырь на метр. Так, ладно, давай не будем об этом. Но кто-нибудь обязательно это сделает, Тимур, вспомни про Джейконы в жопе. Что интересно, то, что когда типа этого якобы Астра дали попользоваться определенным количеством типа людей в фокус-группе, чтобы потом оценить, насколько в реальной жизни типа этот робот Астра вообще типа кому-то нужен, типа этот отчет был, но его в итоге засекретили, а потом его слили, естественно, короче, в общем выяснилось, что... Никто не любит же ФБ засовлен. Да, в общем выяснилось, что на самом деле этот робот, во-первых, первое, хочет сброситься с любой лестницы. Ну, это потому, что он не может ездить по лестницам, у него колесики, если бы у него были какие-нибудь ноги, типа какой-то... не в этом дело, ты понимаешь, что у тебя есть условный румбок, который даже на ковре, где черные полоски, такой думает, пиздец, ну это типа, это типа как бы спуск лестницы, не, нихуя, не поеду туда. А этот робот такой, о, Джеронимо! Да, но есть и плюсы, смотри, у тебя для той же румбы, там условно, тебе надо ставить либо какие-нибудь виртуальные стены, или там... есть прикол, что лумба определяет сам, типа, что, например, у тебя типа впереди, там типа, ну лестница, ступеньки, и он такого, все пиздец, не поеду туда, короче. А этот хуй, ничего не определяет, он просто едет, блять, куда едет, понимаешь? И типа лестница, все нахуй слетается. Он может стать умнее, потому что, я тебе напомню, но все эти истории о том, что как машины самоуправляемые врезались там, не знаю, на старте в пешеходов и в отбойники, это было, но софт улучшается с каждым разом, а поскольку этот робот постоянно подключен к интернету, что довольно иронично в контексте того, что Амазон заявляет, что типа, не-не-не-не-не-не, мы, вашу приватность мы не трогаем, не-не-не, он, конечно, строит карту дома, но она хранится локально, потом выяснилось, что это не так. Потом выяснилось, что не просто, что не так, что без интернета вообще нахуй не работает. Да, и типа, а с интернетом вот так и выяснилось, что-либо, он все нахуй передает. Приватность, не-не-не, приватность, блядь, ни в коем случае. У него есть такой режим, который называется Sentry Mode, это когда он ездит по твоему дому, и типа, допустим, ты спишь, да, типа там в одной комнате, да, и вдруг, не дай бог, к тебе заберутся грабители, и там в ролике очень было смешно, там такой енот, типа, забрался, они такие, а, поймали тебя, мразь, мохнатая, типа, вот не залази в мой дом лазить грабитель, какой-то, так вот он слушает звуки, которые происходят в твоем доме, записывая все происходящее на видеокамеру, и у Amazon спрашивают, типа, а это как бы, ну, не попадает никуда, не-не-не, локально хранится на роботе, да, я готов поверить в то, что на роботе с 12-мегапиксельной камерой хранится постоянно, блядь, в течение 8 часов все видео, вообще просто все, я готов, это, блядь, это такая глупость, просто пиздец, ну да ладно, короче, почему он такой, что он кривой, косой, блядь, и прочее, но знаешь, что меня покорило лично, робот может таскать предметы, у него сзади, но сказали, что он не может таскать пиво, поэтому нахуй надо, может, в 0,33 бутылочка, там, не может, сказали, что пытались ему дать, и у него не куча, там в ролике показаны, как тетке привозят, бутылку пива, не получилось, понимаешь, короче, реально его оттестировали, и он не смог взять пиво из холодильника, знаешь, почему, потому что нужно вытащить его из холодильника, дать ему в руку, и он его отвезет, у него нет руки, его надо не в руку вставить, у него сзади есть хранилище, держатель, типа для стакана, и Amazon поискнивает эту историю следующим образом, то есть у тебя сзади есть хранилище, в которых ты можешь какие-то предметы, типа по комнате таскать, ну то есть тебе в лом идти, к другому человеку, Тимур, передай, пожалуйста, там, не знаю, пластырь, ты такой, эй, там, астро, подъедь ко мне, пластырь, блядь, закрываешь, езжай там, отдай ей пластырь, а то она заебет, блядь, хорошо, хозяин, я поехал, и он поехал в другую комнату отдавать пластырь, ну то есть, ты понял, да, идею? Да, но это же тупо, потому что, не, ну теоретически это нормально, это история, которая, ну как, она, она вполне правдоподобна, проблема в том, что у робота нет никаких манипуляторов, то есть ты все действия с ним производишь, ну, собственно говоря, самостоятельно, да, и это немножко убивает историю, но, и тут есть оправдание Амазона, хочешь оправдание услышать? Так. Почему это происходит? Очень просто, Амазон говорит, что, чуваки, понимаете, если бы мы сделали домашнего робота, первого, первого домашнего робота, Амазон, знаешь, так это, отбрасывает все 30-летия создания домашних роботов, Тоши бы ничего не делала, никаких робособак от Сони, ничего этого не происходило, то есть это первый домашний робот, они так позиционируют, так вот, если бы они сделали первого домашнего робота с руками, это было бы пиздец, как криповые люди бы обсирались, поэтому мы первого домашнего робота делаем без рук, он такой весь милый, похож на себя на Валле, типа, ну, собачку, ай, да, 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 он постоянно своим экранчиком шевелит, там, делает смешные рожицы, если ты его попросишь потанцевать, он потанцует, так, типа, шевеля колесами, и влево-право двигая, Алекса, пожалуйста, включи речь Трампа на 6 декабря, да, 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 сразу вспоминается картинка, где, где у чувака в холм-ките записан этот скрипт, робот маленький такой начинает, типа, о, типа, иммигрант, капчурный на воркаун 3, Тимур, Тимур, ты же помнишь этот скрипт в холм-ките, когда, типа, и если срабатывает этот ринг, Амазон ринг, вот эта вот сигнализация, то, Алекса, выключи свет, Алекса, включи Welcome to the Jungle, Алекса, выпусти Claymore Roombo, или, или, включи боевую музыку из Скайрима и голос, не стоило сюда приходить, но я могу сказать, смотри, они подумали о многих вещах, то есть, смотри, вот, например, вот та история, куда вставляются бутылки, вот этот вот, задний отсек, задний отсек робота. Делают две бутылки для заднего отсека. А это зависит от того, какая у тебя статья, Тимур. Он будет очень популярен в России, да. Ну так вот, робот, в который влазят даже две бутылки. Короче, вот этот задний отсек, из него эта штука вытаскивается, и теоретически, Амазон говорит о том, что производители, другие производители, не Амазон, будут делать под него аксессуары. То есть, хочешь, воткни туда дополнительный аккумулятор, или воткни туда еще что-то, ну то есть, не знаю, там, воткни туда какую-нибудь держалку для мобильников, чтобы он там заряжался и прочее. И у робота есть внутри USB-C-порт, интересно, кстати, санитаризирован он или нет. И ты можешь теоретически с него подзаряжать свои гаджеты и прочее. И журналистам Вирджа сказали, что для этого робота есть манжета, которая надевается на руку, ты меришь себе давление, и эти данные записываются в робота. А он там тебе выводит красивые графики, потому что все это говно работает на FireOS, которое у них в планшетах. И история в следующем, что они позиционируют это так, что, например, у тебя есть пожилая родственница, у которой там проблемы с чем-нибудь, и вот этот робот будет ей помогать. Мне вот интересно, знаешь, в контекст, да, это контекст. Робот без манипулятора, который нихуя не умеет, которому нужен второй человек для того, чтобы он что-то делал, да? Пожилая родственница, живущая одна. Как это бьется в сознании у людей, разработавших этого робота? Ну, то есть, я говорю, это пробное перо, это пробный шар, который Amazon закатит. И они сразу же говорят, что, чуваки, будет очень-очень ограниченный запуск, очень ограниченный. Он будет стоить штуку баксов, но когда мы его... Ну, то есть, это только для тех, кто предзаказал, типа. Но когда мы его запустим, цена сразу же поднимется до полутора тысяч, то есть 1500 он будет стоить. И очень ограниченный запуск, потому что, ну, мы понимаем, что это будет, ну, это чуть ли не ручная сборка, условно говоря. Ну, то есть, они опять ссылаются на Чипогедон, на всю прочую историю. А у меня теория заговора такая, что они прекрасно понимают, что этот робот провалится нахуй в продажах, его никто не купит. Почему? Потому что их идея в том, чтобы это робота, типа, закинуть, чтобы на ROG свыкся с мыслью, что, ага, Amazon делает роботов, окей, какой там новый, и они представят тогда этого Astra 2, у которого уже будут манипуляторы, уже будет какая-то там хуйня для... чтобы он без человека условно работал, будут какие-то аксеры и прочее. И все это будет после Тесла-бота. Тесла-бот, Тимур, чтобы ты понимал, это примерно такая же история, как с его внедорожником, или как эта штука называлась? Кибертрак. Кибертрак, да. Это концепт, который ты показываешь, срубаешь бабки и не выпускаешь никогда. Слушай, ну я бы согласился, я бы согласился, если бы в итоге, типа, не существовало какого-нибудь Tesla Model 3 и Tesla Model Y и Tesla Model Y. Это то, что тебе приносят деньги. Нет, это то, что точно так же они приходили, показывали, типа, и говорили, типа, что, блядь, мы это сделаем, и все такие, блядь, и нихуя этого не сделают. Нет, они это делали. Я в том числе напоминаю тебе, что домашние батареи, которые они можно поставить у себя дома, вместе с специальными солнечными батареями, которые накапливают энергию в эти батареи, их тоже в итоге, типа, все говорили, о, нет, Tesla их не сделать. Нет, она их сделала, их выпустила, и в итоге тепло можно себе поставить. Ну окей, хорошо, я поверю в этот сразу, как только они выпустят Кибертрак, братан. Как только они выпустят Кибертрак, я поверю в то, что они сделают роботы, окей? Не-не-не, пацаны, поскольку мы живем в эпоху мета-иронии, я просто жду, когда у этого бренда, сейчас Астра называется, у них, кстати, могут терки возникнуть, Sony, на тематоговой марке. Астро. Роботы и Астра, ты серьезно? Я уверен, блядь, что там возникнут. Астра, блядь. из-за названия их умных часов JT Series. Ну ладно, окей, эти разборки нас не слишком касаются. Но, не-не-не, дело не в этом. Дело все в том, что мне просто интересно, когда Амазон брендирует эту линейку как US Robotics. Кажется, я один Азимов. Тут шел, но не суть. Шутка не зашла, потому что US Robotics у меня ассоциируется не с Азимовым, а с модемами, блядь. Да, вот я тоже хотел сказать. Но, слушай, интересно другое. Вот вы говорите про Астра, на самом деле, самый криповый киберпанковый не анонс, а релиз у Амазона состоялся очень тихо, потому что они, короче, помните, они в том году показывали умную камеру домашнюю. Вот это ринг. Ринг. Кстати, этот робот будет связываться с рингом, если что. Короче, у ринга есть версия дрон. Дрон взлетает в дроне. Камера и он летает в твоей квартире за нарушителя. Так вот, они запустили эту херню в продажу. 250 баксов. На сколько хватает, интересно. Кстати, если что, вот этого робота Астра, знаешь, на сколько хватает? На 2 часа. На 2 часа, потом он едет подзаряжаться. ГРС-3? Нет, ГРС-40 минут, там быстрая зарядка, но история не в этом, а то, что он, чтобы, типа, продлить свое время использования, он постоянно на эту зарядку возвращается, когда он не нужен. Ну, то есть, условно, если ты его зовешь, он у тебя с зарядки приедет. И у меня сразу возникает вопрос, то есть я такой, Астра! Астра! Да где ты, блядь? Да Астра! Да сука! Да иди сюда, блядь! Все так-то происходит. Я так думал, пока не прочитал... Я заряжаюсь, хозяин! Пока не прочитал спецификации. Знаешь, что написано? Эта хуйня двигается со скоростью 1 метр в секунду. Братан, это очень быстро! И он, ассо, это реально довольно быстро, потому что у тебя, условно, в квартире путь до тебя составляет, там, ну, максимум, там, 5-6 метров. Это, типа, 5-6 секунд. Он такой... Знаешь, как собаки будут за ним носиться? Да, я представляю. Или срать на него, или ссать на него. Коты будь, есть на него. Да. У меня Барян, например, знаешь, такой, типа, сначала пугался, румбы. Прям пугался, пугался, а потом, типа, за ним следит издалека, и такой, типа, бля, какой, какой хуесос, пиздец, хорошо. А сейчас на нем ездят? Нет, он не ездит, ничего, он такой, типа, следит издалека, типа, ну, с пылесосом. Я тебе могу сказать, что бонус с пылесосом, у нас не робот-пылесос, у нас обычный пылесос. Не, обычный пылесос все коты боятся. Не-не-не-не-не-не-не. Бонус первое время его боялся. А недавно он, блядь, вот реально, как на той картинке про Дюну, когда ты его пылесосишь, просто он лежит такой, давай, бля, хозяин, чисть меня, и он так скупивает разу. Да-да-да. Страх, это маленькая смерть. Блин, Марьян только что прибежал, просто лег. Фруктовое колечко, детище завтрака с отнеслом 100 рублей. Как же Дюна крута. Последний раз похожие ощущения я испытывал после Интерстеллара, а вы пойду практиковать английский еще и на оригинал. У нас вот отличился Максимка. Да. Сколько раз? Ну, я четыре раза сходил, потому что один раз основной, второй раз просто хотел пересмотреть, потом мы выкроили время, сходили на оригинал, а потом я сводил родителей. Я хочу сходить еще раз, но я болел в последнее время, поэтому как бы мне было не за того, но я хочу все-таки сходить после. Сегодня была история то, что Дюна ваше говно ебучее, потому что Веном ее обошел, поняли? Вот так. Где? В твои жутки? В России, в России. Ну, почти. В России. Две бутылки в роботу помещаются, прикинь, нехуй. Бля, чувак, ты понимаешь, что у тебя на черном фоне две кляксы сражаются, черные и рыжие? Входя о чем ты говоришь? Бля, это про Венома. Это Веном, понимаешь? Две кляксы сражаются на черном фоне, черные, блядь, и рыжие. Вот тебе нахуй весь Веном, понимаешь? Поэтому, пизду его. Короче, пацаны, у нас еще довольно клево и интересно, не то что новость, но типа тема для обсуждения. Дело в том, что прямо сейчас здесь происходит в мире, так скажем, довольно важная штука, дело в том, что Сенат США пытается допрашивать Facebook на тему... О краже говна? О краже говна практически, на тему того, что написал до этого, незадолго до этого, Wall Street Journal. А Wall Street Journal написал, что типа, есть якобы некая внутренняя презентация соответственно, этого самого замечательного Facebook, который говорит о том, что типа, так, пацаны, ну мы там типа внутри себя посчитали и поняли, что наш внутренний продукт, типа, Instagram для тинейджеров, наверное, все-таки не очень хорошая идея и, наверное, его не стоит запускать. Почему? Потому что внезапно подростки, смотря на всех своих друзей, которые все пытаются выебнуться по максимуму на нашей социальной сети, вот вдруг внезапно непонятно, как такое возможно, вообще непонятно. Они считают, что их жизнь говно, потому что внезапно они понимают, что жизнь их сверстников, их друзей, их знакомых лучше, чем их жизнь, не осознавая то, что эти люди пытаются выебнуться по максимуму и стараясь представить свою жизнь в максимально наилучшем свете. Они просто выставляют свою обычную будничную рутинную жизнь. И подростки таким образом будут более склонны к токсичным веществам, то есть алкоголь, наркотики и в том числе к ожирению и к бодишеймингу и так далее. И это очень сильно влезет ментальному здоровью подростков. Ну и там есть еще большое количество других очень интересных исследований. Слушайте, ты мне скажи, проводилось ли подобное исследование на основе фильмов или там сериалов или еще чего-нибудь или что там принято было хуесосить в 60-х радио, может быть рок-музык? Чувак, все же очень просто. Смотри, когда у тебя есть фильм и ты в фильме показываешь красивую модель, которая там красиво борется с монстрами или что-то вроде, то это ролевая модель. Так, а здесь как? Здесь не так? А здесь, когда у тебя показывается твоя девочка из соседнего класса, которая ездит каждые две недели в путешествии по всему миру, короче. Ну, не сейчас, но два года назад ездила, ну и что? Ну, типа, как бы да, допустим, короче. То это, то это ужасный пример того, что алгоритмы социальной сети показывают человеку то, что приводит его в состояние депрессии. Ну, в этом есть, наверное, какая-то логика, но мне кажется, что... Не совсем. Тут в этом плане, кстати, я почитал довольно интересные обзоры всей этой истории от Никиты Лихачева, бывшего главреда ТЖ. Вот. Он довольно хорошо написал о том, что вообще этот же опрос, так скажем, вот этот разбирательство Конгресса транслируется же на телеке на американском, есть даже все видосы. И там конгрессмены старые пердуны, которые, знаешь, там, типа, 60-70-80 лет, короче, они... Как будто именно это окно, да. Короче, они идут и, типа, допрашивают представителей Фейсбука. Ага, она что говорит? И причем, знаешь, как они допрашивают на уровне, типа, вы, хуй, вы делаете так, что все подростки чувствуют себя очень жирными, отвратительными, ужасными вообще, у них все очень плохо, они что-то себя ужасно, у них ментальность вообще просто падает, да или нет? Вы знаете, вы не совсем... Вы скажите да или нет? Вы знаете, вы не совсем... Да или нет? Напоминает Соловьева немного. Да, и они такие, типа, ты, мразь, ты мне скажи. Нет, вы мне брёте! Ты за кого? Да или да? И, типа, ну, то есть, там на уровне, типа, дискуссия, типа, можно я, пожалуйста, объясню, почему ваш вопрос говно? Нет, ответить да или нет? И ты такой, типа, нет. А ты все врешь, нахуй. Ну, то есть, мы, как бы, не умаляем, так скажем, винуфы звуков в современных проблемах, вот, но то, что делает Конгресс США, как бы, как и делают Совет Федерации Сенатора России, когда они допрашивают... Допрашивают Apple. Apple и Google, как бы, но это же полный... Это же полная хуйня, как бы, и ты понимаешь, типа, что люди, реально, как бы, которые не одупляют, вообще, как все это работает. Депогаде, которые... Вот, и они, как бы, пытаются тебе задвигать какие-то там, типа, вещи, как бы, якобы отвечать за народ, ну, это же... Блин, это же... Да, да, я согласен, что это плохо, но с другой стороны, Тимур, ну, вот, согласись, что если бы это была какая-нибудь небольшая социальная сеть, ну, там, условно, Twitter, или там... Все бы плевали. Во Вконтакте, всем было бы насрать, а Фейсбуку, я могу сказать, что за последнее время к нему сложилось настолько негативное отношение, это вот как вот, к тому же Вконтакте, в России, например, к нему отношение, знаешь, типа, ну, это социальная сеть для майора, знаешь, который там, типа, майора Пинчуку, который тебе строчит опросы, нахуй там сидеть, зачем там сидеть, насрать на нее абсолютно, там вот зато есть паблик, да, там в каком-нибудь со смехуечками, я туда картинки котиков прихожу смотреть, вот примерно такое отношение, и я думаю, что к Фейсбуку у американского эстеблишмента примерно такое же отношение, то есть, типа, нахуя мне сидеть в Фейсбуке, мне похуй, мне вообще, бля, а что там, блин, сторонников Трампа, что ли, буду, читать, нахуй мне надо. Бля, чувак, когда говорят про тинейджеров, и никто не расстроился. Когда говорят про тинейджеров, и говорят про Фейсбук, естественно, подразумевается Инстаграм, вот, и естественно, подразумевается, типа, количество тинейджеров, сидящих в Инстаграме, а их там сидит дохуя, вот, и, соответственно, конечно же, когда мы говорим о влиянии Фейсбука на, типа, молодое поколение, мы говорим о влиянии Инстаграма на тинейджеров, вот, оно с точки зрения психологии действительно является астрономически важным. Наверное, рассматривать этот вопрос с точки зрения социологии, с точки зрения политологии и вообще влияния какого-то некого гигантской компании, которая является связующим звеном для огромного количества других компаний с точки зрения рекламодателей, как они влияют на молодые, неокрепшие умы, наверное, это правильно рассматривать. Просто вопрос в том, что как? Ты приходишь и говоришь, что там, блядь, что-то, 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 нахуй, глаза смотри, короче, ну, естественно, так ты вопросов нет. Очень быстро можно скатиться, вот как нам правильно пишут в чате, можно скатиться в компартию Китая. Да, то есть, типа, ты такая, блин, что-то подростки слишком много играют в видеоигры, давайте запретим им, пусть в 2 часа в день играют. Вот, блин, что-то подростки слишком много сидят в Инстаграме, и толстая девочка или там толстый мальчик смотрит на своих более худощавых сверстников, и им завидует, и у них депрессия. И хочет расстрелять в школу, да. Блядь, твоё-то какое дело, ёбаный в рот, ну, то есть, ты же, блядь, чуваш, это с точки зрения социальной, социологии, как бы, да, как бы, это очень важно. И давно у нас, интересно, государство является социологическим институтом, который влияет на умы населения, ах, да. Это очень важно, знаешь, почему? Потому что, смотри, например, в нашей жизни, когда мы же, например, как у тебя строились, например, твои социальные интеракции с плане, там, поиска партнёра, например. Ты там шёл, типа, в школе, вот у тебя есть класс, у тебя есть там... Ну да, тронул Машку-заляшку и пососался за гаражами, нормально, чё. Да, короче, ну, как бы, и всё, типа, или внезапно, вдруг, по счастливой случайности, ты встретился с, типа, друзьями из других школ, которые, типа, там, с твоими одноклассниками, которые, типа, на даче где-то встретили, короче, ты встретился на выпускном с ними. Да, и твоя рука коснулась его руки. Блин, ну, короче, или ты взял, например, там, типа, встретился с девочкой, там, на даче, или там, взял встретился с девочкой, например, там, в магазине. Долго подводишь, ну, то есть это социальные интеракции внутри общества, да, ты правильно? Я просто к тому, что социальные интеракции внутри общества, условно, там, типа, 50, 70, 100, 150, 300, 500 лет назад, они были плюс-минус примерно одинаковые. А теперь... Социальные интеракции в современном мире совершенно категорически другие, понимаешь? Ты можешь совершенно нормально встретить девочку, которая живёт вообще на другом конце земного шара, короче, и к ней приехать, и в итоге вообще с ней жениться и остаться. А ты живёшь, типа, в России, а она, блин, в Филиппинах, понимаешь? И это, типа, нормально, как бы, это возможно вполне. А там, во времена Советского Союза или там, во времена какого-нибудь Царской России, это было невозможно вообще никогда, понимаешь? И у тебя другие времена, другие нравы, у тебя всё другое. Поэтому вполне возможно, что правительство пытается начать регулировать не только, как бы, социальную интеракцию у тебя там с женщинами, да, а то, что, например, как бы, у тебя есть постоянное количество шутингов, которые у тебя происходят вообще всё время. Ну, конечно же, не оружие же запрещать, блядь. Согласись, это глупо звучит. Ну, то есть, да, в проблемах Китая виноваты исключительно видеоигры и... Что там они ещё запрещали в последнее время? Я уже забыл. А, IT-компания. А, женские персонажи. Да, и IT-компания. Или женственных персонажей. Женственных персонажей, да, да, да. И IT-компания исключительно виноваты в этом. В проблемах Америки, естественно, виноват Фейсбук. Ну, блядь, а кто? Сторонники Трампа, что ли, виноваты? Нет, ни в коем случае. Что, оружие виноваты? Нет, нет. А всё виноват Фейсбук. Мне кажется, что это та же самая история, которая у нас сейчас происходит. Я могу сказать, что такое происходит, как мы видим, во многих странах мира. Каждой стране, да. Да. И это реально очень плохо, на мой взгляд, когда государство тебе советует, как жить, как думать и о чём беспокоиться. О том, что девочка переживает из-за того, что она посмотрела... Или мальчик переживает. Из-за того, что посмотрел в Инстаграме фотографии своих сверстников, и у него депрессия, должны переживать его родители, братан, или его друзья, кто угодно, но не государство. Мне кажется, государство надо не засовывать сюда нос свой, блин. Давай запретим Фейсбук. Завтра запрещаем. Завтрашнее утро. С 9 утра в 9.00. Никакого Фейсбука, зато потом нормальные дети. Согласен? Давай так. Слушайте, тут мы зашли две истории, довольно, скажем так, тоже специфичные для Фейсбука, я бы так это назвал. И мы обсудим, наверное, только одну из них, но вторая история, она, ну, немножко связана с первой. Дело в том, что... Можно я немножко отвлекусь? Метод Павел Петлич сбил немного. Спасибо тебе, Паш, большое. Павел Петлич занес нам 100 долларов. Еееее! Спасибо тебе. С праздником всего того. Спасибо тебе большое. Еее. Спасибо тебе. А что, стикера, что ли, занес? Стикеры я не видел. Кстати, возможно, они у меня отключены, блядь. Ну, как так-то? Не-не-не, сейчас я посмотрю. Не пригоди, погоди паниковать. Нет-нет, все нормально. Включено. Фух, слава богу. Короче, история с Фейсбуком произошла следующая. Дело в том, что есть такая страна, где живут перевернутые люди. Она называется Австралия. И в этой стране недавно приняли закон, который, по сути, приравнял онлайн-издание к распространителям контента. И все, абсолютно все, что публикуется на страницах онлайн-издания, является их контентом. Неважно, контент это, там, текстовая заметка, или реклама, или, может быть, комментарии, они все считаются частью этого онлайн-издательства. За исключением соцсетей. В соцсети немножко отмазались. В соцсети сказали так. Вот если у кого-то, например, у CNN, есть страничка в Фейсбуке, то за этот контент отвечает не Фейсбук. Повторяю, не Фейсбук отвечает за контент. Это все CNN отвечает за этот контент. Ну и, короче, история в том, что CNN из-за этого закона пришлось на своих страницах Фейсбука отключить доступ ко всем австралийцам. Почему? Прикол был в другом. Потому что они сели и подумали о том, что так, окей, мы не можем контролировать комментарии никаким образом, потому что, блядь, если мы сейчас посадим 15, блядь, 20, 30, 40, 50 человек следить за каждым комментарием в каждом нашем издании, которое имеет хоть одну какое-то представительство там типа в Австралии, ну, это будут просто астрономические расходы. И нам в итоге легче просто-напросто пойти к Фейсбуку и попросить, пожалуйста, отключить нам комментарии, короче, в наших австралийских частях Фейсбука. На что Фейсбук пришел и сказал «Хуй вам!» Представитель Фейсбука сказал очень интересную историю. Они попросили отключить вообще комментарии вообще все, чтобы их просто не было. Конкретно это жители Австралии, да. А представитель Фейсбук сказал «Знаете что, у нас такое, как бы, ну, мы не можем так сделать, но мы можем вам предложить охуительную идею». Короче, вы заходите в каждый свой пост, в каждое свое сообщение и отключаете... И там есть возможность редактировать, кто может на него ответить. И отключаете комментарии там «Вручную!» CNN такие почесали тыковку. Сколько у нас там поста было? 150 тысяч, да? Может, ну нахуй его этот Фейсбук. И закрыли доступ всем австралийцам к своим страницам. В принципе, наверное, со стороны CNN это абсолютно нормальное явление, потому что не такая уж и большая доля австралийцев читает страницы CNN в Фейсбуке. По-моему, по... Там типа было что-то 2 миллиона из 160 миллионов жителей Австралии. Ну, то есть это меньше процента, я бы так это назвал. Но... Нет, это как раз чуть больше процента одного. Ну, хорошо, меньше 2%. Да, это меньше 2%. Пусть будет так. Павел Петлиж, у него там еще 100 долларов, точный стикер забыл. Блин, стикер охуенный. Спасибо тебе большое, Паш. Спасибо, бро. Блин, вот этот стикер, который... Себать, копать там стикера, пиздец. Это Патрик? Это что такое, блядь, движется? Это Патрик со спины, да? Почти Патрик, да, со спины. Бля, это очень круто. Я даже не знал, что у нас такие стикеры есть. Просто пиздец такой, бля, это очень круто. Стикеры работают, я вижу. Говорят, что работают. Стикеры охуенные просто. Особенно мне нравятся там, типа, представители по партии Китая, как бы, блин, там классно. Короче, я считаю, что здесь Фейсбук обосрался. Они могли пойти навстречу СННу, тем более, что это новостной, ну, довольно крупный конгломерат, скажем так. Но ты же понимаешь, что они педалируют исключительно ту историю, что, типа, мы не запрещаем контент для австралийцев. Мы не запрещаем контент. Нет, у нас есть Фейсбук Ньюс. Можете узнавать новости оттуда. Забейте на СНН. Он вам нахуй не нужен. И мне, знаешь, с одной стороны, жалко австралийцев, с другой стороны, наверное, ну, то есть, как бы, сайт, сайт самого СННа никто не отменял. Комментариев там нет, они закрыты. Их там, ну, просто... Либо они жестко модерируются, я не знаю. Ну, то есть, история в этом, да? Закрыли только соцсети. Но ты понимаешь, что спустя какое-то время подобный проект придет в голову и какому-нибудь из наших депутатов? Я практически уверен, что это произойдет. Ну, то есть, условно, завтра, почасав тыковку... Твиттер, который имеет, короче, полную, полную респонсабилити, типа, за все твиты, которые сделаны в России. Да, да. Яндекс.Дзен должен отвечать за весь контент. Если астролог на Яндекс.Дзене написал, что сегодня плохой день для тельцов, и это не сбылось, будь добр, Яндекс, отвечать за славу. Я практически верю, что это рано или поздно произойдет, потому что это слишком безумная история, чтобы ее не своровать, скажем так. Слушайте, ну и давайте обсудим довольно жесткие темы, две. Я, правда, не очень уверен, что нам стоит их обсуждать, но обсудим? Слушайте, я хотел сказать о том, что, типа, на самом деле довольно интересна эта история. Как бы первая, она касается топливного кризиса в Великобритании. Дело в том, что прямо сейчас, короче, в Великобритании сложилась ситуация, когда мало того, что в скорых помощей нет бензина, нет бензина у курьеров, нет бензина у всяких логистов там и так далее, у обычных людей нет бензина, и в итоге на каждую заправку приезжают, типа, километровые очереди в надежде на то, что, типа, им сейчас подвезут бензину. А там написано, только дизель, иди нахуй. Да, и тебе сейчас все-таки его, возможно, может быть, зальют, короче. Но это на самом деле, ну, конечно, просто пиздец. Вот. Что с этим делать? Ну, то есть, как бы, никто не понимает, с чем это связано, ну, как бы, у кого. Дело в том, что оказалось, оказалось, что якобы большая часть проблем связана с тем, что у бензовозов нет водителей. Вот. Чтобы вы понимали, еще в конце июля Британская ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей и грузовиков, которые возят бензин. А куда они делись? В сообщении отмечалось, что причин сложившейся ситуации три – отток рабочей силы после Брексита, пандемии коронавируса и старения кадров. Ну, хорошо, ладно, пандемии я понял. Новые англичане не идут, короче, потому что нахуй нужно, блядь, быть дальнобойщиком ебаным, да. Пандемии коронавируса, соответственно. Амигранты не едут, потому что пандемия. Амигранты не едут, потому что у тебя нету визы, блядь. Ну, ты раньше мог приехать. Мне надо почаще отходить, простите, я на донаты посмотрел. Ну, то есть, типа, ты раньше мог быть... Подожди секундочку, Тимурчик. Петлич красава занесла на 200 рублей. Просто лучшие, супер не дооцененные ваши фэны. Очень признательно вам за то, что до глубокой ночи пишетесь, скажете, что ночной кодинг. Братишка, ты бы знал, как Дима страдает, когда все это происходит. Мы на самом деле, пацаны, должны понимать, и девчонки, что когда мы делаем такие выпуски, это пиздец, как непросто. И, например, у Тимура понимающая девушка, у меня понимающая супруга, да, но это все очень тяжело дается. У Дима очень понимающие коты, которые сейчас спят, и такие, господи, ты заебал, ты можешь заткнуться, пожалуйста, хоть на минуточку, знаешь, чтобы лапами обнял, такой уши, блядь, и просто спит. А Дима, это как тот пушин из стикерпака. Ты можешь быть бесконечно права, но какой в этом толк, если твой монтажер плачет? У меня, кстати, есть вторая шутка про эту историю. Я про котов пошутил, а хотел про мужика пошутить. Ну, типа, у Тимура понимающая девушка, у Макса понимающая жена, а у меня понимающий мужик. И так тон-тон-тон. Ну, потом понял, что шутка не зайдет, наверное, да. Поэтому про котов лучше. Короче, в любом случае, чтобы вы понимали, типа, как бы действительно не хватает длиннобойщиков, условно, у которых идет бензин. В том числе, потому что раньше вы могли быть условным жителем там Словении, там, блин, Словакии, там еще какой-нибудь другой восточной европейской страны, там, Польши, и приехать в Британию. А потом Британия такой, типа, нет, у нас же они отнимают мигранты нашу на рабочие места. Это как в Саус-парке, помнишь? Мы тут таких как-то не любим. Да, короче. И тут такой, типа, ну все, мигранты не отнимают ваши рабочие места. Идемте работать. Кто? Я? Да, да, да. Это как в России запретить таджиков. Знаешь, там, типа, давайте просто выгоним всех, они отнимают наши рабочие места, и, типа, в стране нехватка курьеров, нехватка этих самых строителей, нехватка дворников, нехватка людей, которые дорожные работы делают, и так далее. Сейчас в Москве нехватка рабочей силы 300 тысяч человек. Класс. Вот прямо сейчас, понимаешь? Потому что, типа, мигранты уехали, типа, а россияне за 35 тысяч рублей не хотят идти работать. И внезапно, а что делать-то? Да. Понимаешь, и здесь то же самое в Британии, типа, как бы, ну не отнимай наши рабочие места. Они уехали, иди давай работай. Ой, не хочу, кто я. В контексте нашего подкаста я могу сказать так. Заметьте, заметьте, что кризис произошел и ударил с совершенно неожиданной стороны, а те люди, которые водили электрические машинки, сейчас в плюсе. Они нихера не в плюсе. Я как раз хотел добавить, что с его тачками тоже все непросто в Британии. И про это говорили еще три года назад. Вообще-то, в развлекательном шоу Грам Тур. Они даже специально снимали, про это сюжетик, где они как раз электрички тестировали. И что там за история? В Британии есть две очень серьезные проблемы. Первое, это то, что электростанции очень низкотехнологичные. Уголь запрещен. Значит, с Renewable Energy там все очень непросто, и дорого, и вообще пиздец. Атомная станция, их там, по-моему, одна или две, они очень старые. Короче, свет вырабатывать непросто. Это первая проблема. А вторая проблема, энергосети очень изношенные, они фактически работают на такой, значит, притычной, на притычном количестве объема, да. То есть вот сколько энергосеть поставляет электричество, и почти столько же потребляет страна. Практически тютелька в тютельку. Если страна начнет завтра потреблять чуть-чуть побольше, все нахуй рухнет абсолютно, потому что новые электростанции тебе никто так быстро не построит. И поэтому для владельцев электрических машин тоже будут вводить сейчас ограничения. Ты не можешь заправляться из домашней розетки. Единственное, ты можешь заправляться, точнее не заправляться, а, собственно, заряжаться на специально отведенных станциях. А если ты после работы приехал и хочешь из домашней розетки зарядить свой электромобиль, будь добр нахуй, пойди. Do you have a license for that, mate? Вот, кстати, хорошо пишут чёти, что вот так к власти приходят коммунисты. Кстати, о них. Дело в том, что Китай столкнулся с немного другим кризисом. Конечно, не топливным, как в Британии, но с электрическим кризисом. Дело в том, что в Китае начали отключать, причём довольно верно, я бы сказал, в некоторых провинциях, электричество. Причём в том числе не просто в Китае, но и в том числе для Тайваня тоже. Ты знаешь, как бы, проблемам Тайваня никого не епут, блядь, в коммунистическом Китае. О, нет, они епут очень многих. Как раз именно проблемы Тайваня, мне кажется, их ебут в этой стране. А вот проблемы, как сейчас я прочитаю, Хэйлунцзяня, Цзилиня и Ляониня, это основные провинции, которые пострадали от этой херни, они епут в ноги. А это не новые персонажи Геншины? Это, знаешь, если прочитать это быстро, то можно вызвать демона. Практически все люди, которые разбираются в ситуации, как бы, так скажем, в китайском рынке, пишут о том, что, почему Китай отключает электроэнергию сейчас? Они пишут о том, что мы приняли новый пакт, который связан с... Экологией. С экологией, да. Поэтому, типа, как бы, вот всячески мы будем ее поддерживать, поэтому мы теперь, в соответствии с этим пактом, будем в обязательном порядке отключать энергию раз в какое-то определенное время. И, как бы, им говорят, типа, бля, пиздец, это же пострадает от этого производства. О, ну похуй! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Производство пострадает. Так даже лучше! Да, именно. И все поговаривают, что это связано с тем, что, так как у Китая, пока что с renewable energy, хоть и ситуация... Возобновляемая энергия, это всякие ветряки, гидроэнфостанции и прочее. Да, хоть и у них дела обстоят очень хорошо, как бы, по многим, типа, так скажем, параметрам в мире. То есть они... У них, как бы, там, рост вот этого самого, типа, возобновляемых, источников энергии просто безумный в последние 4-5 лет. Ну, там, там, просто количество ветряков, количество, там, типа, геотермальных источников энергии, там, и так далее. Так они три ущелья свои запустили. У них, у них там просто ебанистический рост, короче, в Китае. Вот. Проблема в другом. Проблема в том, что все поговаривают, что это все завязано на то, что якобы Китай таким образом хочет отвечать на торговые войны. И они в первую очередь заключают районы и места, которые производят, где стоят заводы, которые производят различную технику для американских, европейских, и так далее. Айфон 13 захотел круглолицая мразь, а? Захотел айфон, блядь, да? Айфон, получишь его, блядь, с наценкой в 50%, понял? Вот так. Вообще, поговариваю, что в том числе у Foxconn тоже отключают электроэнергию, и якобы те пытаются нивелировать это за счет того, что вводят ночные смены и так далее. Вот. Но это же, как бы, большая проблема, потому что, по сути, как бы, в торговой войне страдают кто? Потребители. Потому что, типа, у тебя в очередной раз просто у тебя тот же самый производитель, который делает для тебя всякие классные штуки, типа, он просто их не может сделать, потому что, блядь, они все пытались понять, как регулировать и как воздействовать на цепи поставок для западных, там, компаний, которые являются стратегически важными для западных, там, типа, правительств, да? И они все пытались понять, как это правильно сделать? Ну, как? Как повлиять, короче? И тут ты берешь и говоришь, вырубаем, нахуй, электричество. Все такие, в смысле? Нахуя бы вырубили электричество? Так, ало, ежа! Ну, ты же не можешь типа сказать... Тебе не кажется, что это какая-то теория заговора? Чувак, ну, как бы, слишком много уже, типа, свидетельств по этому поводу, что, как бы, там, нихуя никому ничего не нужно было вырубать, как бы, а вырубили, потому что правительство сказал. И, типа, вот сегодня, сегодня вырубаешь. Вот в этом, и этом, и этом, и этом. Одно другую страну. Сегодня не работаешь. Такой, знаешь, это Винни-Пух сидит на рубильнике. Конкретных районов, конкретных местах, как бы, ровно с той, как раз, причиной для того, чтобы, типа, вот в этих местах, чтобы не работали заводы, которые производят как раз-таки штуки, не которые производят, там, типа, Китай продает, как бы, со стороны Китая местные производители, а в основном, типа, всякие западные производители, которые имеют заводы в Китае. Вот. И, как бы, я не уделюсь, если это на самом деле так. Вот. Но очень грустно, что мы попали в эту ситуацию в мире в 2021 году, когда у нас правительства друг с другом бодаются за счет нас, потребителей. Да, да. И в этой истории грустно, что это делают вообще все. То есть, не надо думать, что только у коммунистов такая херня. На самом деле, все занимаются этой хуйней. Просто кто-то дергает не за рубильник, например, а за какие-то экономические нитки. Ой, слушай, это была последняя смешная история о том, когда Эрдоган сказал о том, что, типа, я не признаю Крым, короче, да, и сказали, ой, там в томатах-то в томатах-то турецких пиздец, там буквально прям врата ада в каждом томате просто разверзываются. И ты такой, ебать копать просто. ты как это сказал, я теперь понял, что в следующий раз, когда я буду делать себе овощной салатик, я буду резать, значит, я буду резать томаты и представлять себе BFG Division. брррррр. Ту-таун-таун-таун. Так, ладно, пока у нас Дима отошел. Макс, мы потихонечку переходим к впечатлениям, короче, слава тебе Господи. Макс, расскажи, о, Дима пришел. Дима, Дима пришел. Давай, давай, Димка, ты наношу. Расскажи, пожалуйста, про замечательную игру Superliminal. Слушайте, я могу сказать так, Superliminal, если что, это игра, которая вышла давным-давно на ПК. Это где уменьшаются от перспективы предметы головоломок, да? Это игра про оптические иллюзии. То есть, если вы как-нибудь встали так, игра от первого лица, если вы встали, например, так, что там, типа, сложилась картинка, то у вас в этой картинке появляется какой-то предмет. Вы можете этот предмет взять и, соответственно, ее вытащить. Я могу сказать, что я видел ее давным-давно. Она вышла в ноябре прошлого года на ПК-шеньке. И я почему-то был в полной уверенности, что она выйдет когда-нибудь, там, лет через пять, ну, типа того. Она, оказывается, давным-давно вышла. Я проебал, что она вышла на ПК-шеньке. И я узнал о том, что она уже, оказывается, год как существует после того, как ее выложили в геймпасс. Я могу сказать так. На Xbox она работает плохо. Ну, то есть, она не оптимизирована под серию SX. Как все игры на Unity, да? Не-не-не, она на МПК работает плохо. Я просто объясню, потому что Дима про это не знает. Там очень сложный говнокодинг Unity. И вот сам вот этот вот эффект оптической иллюзии достигается каким-то безумным количеством кастомного кода. Ну, да, но мне показалось, что она просто сделана под Xbox, который... Original, Xbox One. Ну, который вот... Я играл в нее на ПК, на ПК она тоже лагала. Ну, может быть. Ну, хорошо, ладно. Но я настолько в восторге остался от этой игры. Вопроса себе не представляете. То есть, она короткая. Она проходится часа за два. Там, ну, считай, что нет сюжета. То есть, на него можно абсолютно насрать. Там история типа в того, что ты в снах путешествуешь. Типа, и все эти оптические иллюзии объясняются с нами. Но! Насколько же прикольный геймплей. Ну, то есть, ты вот попадаешь в комнату, и тебе надо из этой комнаты выбраться, условно, там, находя какую-то оптическую иллюзию, где, как встать, как правильно снять какой-нибудь предмет или найти какой-нибудь предмет, чтобы этот предмет там материализовался, скажем так. И в зависимости от того, от какого угла вы смотрите на какой-либо из объектов, предмет меняет, например, размер. То есть, например, ты берешь маленький домик в руку, да, ставишь его на фоне, скажем так, на фоне стены, отходишь чуть подальше, нажимаешь положить, и домик, естественно, становится просто громадным, просто за счет того, что вот он меняет перспективу. Прочее, вопрос перспективы. Да, да. Это пазл, то есть, соответственно, тебе нужно там добраться из точки А в точку Б. Местами очень разнообразный пазл. И если вы пропустили Superliminal, поиграйте в нее в геймпассе на Xbox. Либо купите ее на ПК. Но на ПК я не знаю, как она работает, я могу за Xbox говорить. Работает на Xbox, она кривоватенькая, теряет FPS постоянно, но, в принципе, на игру это практически никак не влияет. Там нет никаких врагов, там нет никаких, скажем так, довольно сложных моментов. Я затупил один раз в игре, это было в самом конце. Я прям затупил, затупил, и я посмотрел прохождение на Ютубе, ну, этого момента, отрезка этого маленького, и в этот момент я понял, насколько я дебил, потому что решение было, ну, абсолютно очевидным, прям, блядь, очевиднейшим просто. И мне кажется, что я просто устал, скажем так. Так что, наверное, с насколько ее можно спокойно пройти и вообще не париться. Суперлиминал я прям очень советую, мне прям очень понравилось. Да, говоря про то, что я очень советую, что мне очень понравилось, это Кена Бриджов Спиритс, у нас, кстати, есть стрим на канале, обязательно гляньте, мы прошли где-то процентов 30 игры, дает хорошее, на самом деле, впечатление о том, что из себя вообще Кена представляет. А ты сам там до конца прошел? Я ее, у меня очень мало времени было на неделю, но я потихонечку ее прохожу, и я могу вам так сказать, во-первых, игра неожиданно длинная, то есть они там сами принижали ожидания, говорили, ну, типа, вы там длинная игра от нас не ждите, нет, Кена, это достаточно полноценная игра, на прошлом поколении у людей вообще бы не возникло претензий к ее продолжительности, потому что это мы, дети PlayStation 4, PlayStation 5 привыкли, блядь, к Assassin's Creed, на 200 евроных часов. Вот, а это такая полулинейная метроид Ваня на 12 часов, 10-12 часов, 10 есть и по сюжету, 12 есть еще коллег-то было собирать. Вот, она очень приятно сделана, она ничего нового вообще не изобретает, это такая условная Зельда, это экшен-адвенчура, у которой такая строго ограниченная структура. Как правильно писали на IG, она похожа на все сразу одновременно. Да, но при этом именно это ее гигантское преимущество, она суперзнакомая. В эту игру можно включиться сразу, это охуенно, потому что, вот я, например, загруженный, хожу уже вторую неделю, я в Кену прихожу как домой, мне не надо вспоминать управление, мне не надо вспоминать вообще ничего, игра абсолютно естественно идет. Это первое. Второе, она реально сногсшибательно выглядит, она очень красивая, у нее очень классный визуальный стиль, и технически она сделана очень чисто и на ПК, и на Плейстейшн 5. Я сейчас играю на Плейстейшн 5. Нет. И мы ее в итоге с Димой там и купили в складчину, потому что настолько нам понравилось. Да. я могу сказать, что от себя я играл где-то часа 3, я дошел только лук, ну то есть я считаю, что это, наверное, чуть ли не начало игры, вот. Меня поражает, как команда из 14 человек, 15, ну 15, ну неважно, короче их мало, может сделать настолько пиздатый графон, то есть игра выглядит как сука мультик. Я готов полностью поверить, то что там игра могла бы стать там каким-то крутым эксклюзивом PlayStation 5, но вот парадокс, она вышла и на PlayStation 4, и когда я купил Кену на PlayStation 5, я случайно запустил... Скачал версию для PS4? Ну я скачал обе версии, но запустил я версию для PlayStation 4, я не мог понять, ну то есть я понял, понял это минут через 10 только, типа, а чё это самое, а чё 30 FPS писали же 4К 60, и чё это 30 FPS, а чё это... И тут у меня доходит, что в принципе разница между PS4 версии и PS5, она в каких-то таких деталях, которых вы, наверное, в роликах Digital Fundry только найдёте, ну тут тени подтянули, тут разрешение чуть повыше, гниушек побольше ходит за тобой. Тут эффекты получше, а в принципе игра выглядит так же. Мне интересно, почему? Да, вот я хотел сказать, почему, потому что разработчики говорили буквально вчера, нет, разработчики говорили буквально вчера, что 70% времени они делали игру на PS4, в определённый момент им сказали, что им дадут дэвки PS5 и остальные 30% времени они уже делали её в том числе учитывая PS5. Это видно. Пацаны, ну серьёзно, давайте, если вы посмотрите на игру, она несложная. В смысле, в чём плане? Это не очень большие локации. Это как бы анимации, которые в основном на главные персонажи, на боссе, на врагах. Нет, я согласен с Тимуром, потому что она не очень сложная. Почему игра выглядит так охеренно и играется настолько естественно и классно и ненапряжно? Потому что самый главный талант Ember Lab, они бывшие аниматоры, они вообще не делали игры до этого. Это анимационная студия, она рекламу рисовала, эффекты и так далее. Это то, что они очень грамотно оценили свои силы и превратили свои, как это сказать, свои недостатки, точнее, не то, что недостатки, а там, где они знают, что они не умеют, они превратили это в достоинство. То есть они не стали... Вот есть хороший пример, например, игра Biomutant, да? Да. Это тоже игра, которая красиво нарисована, которая там, типа, прикольный зверёк, анимации прикольные, всё заебись. Но только с какого-то хера сотрудники, я не помню, как судья называется, которая делала Biomutant, они вдруг внезапно решили, что, блин, ну давайте сделаем Open World, мы же в силах потянуть Open World. Нет, вы нихуя не в силах, у вас получился просто, блядь, открытое и, скажем так, малонаселённое говно, которое, в принципе, нельзя назвать пиздатым Open World. Это получается только там у условного Ubisoft'а, когда ты нанимаешь 500 программистов, 500 дизайнеров, которые тебе добавляют туда контент в течение трёх лет подряд, как было с Одиссеей, например. Ну вот. Да, когда ты маленькая студия, ты делаешь маленькие камерные игры, это абсолютно нормально. И не надо выиграть выше головы, не надо делать своей первой игрой, блядь, игру в Open World, ну камон. Мне кажется, в этом плане Ember Lab, они молодцы. То есть, это та игра, которая не хватает звёзд с неба, в ней есть, ну скажем так, в ней есть какое-то количество багов, там, иногда у меня там персонаж застревал, там, условно, в текстуре и прочее. Геометрия. Но это такая вот игра, которую, знаешь, приятно взять, она супер уютная. Либо на там, по скидону, либо на двойку, вот мы с Максом взяли на двойку, я считаю, что она свои деньги отработала просто на все 100%. Я уж не говорю про тот факт, что это та редкая игра, которую вы можете сесть и пройти со всей семьёй. Вы можете посадить девушку, парня, там, сына, дочку и спокойно в неё играть. Это прям супер family friendly история. И в этом плане таких игр на самом деле не очень много. Короче, кем мы горячо рекомендуем. Димка, ты ещё у нас поиграл в игру, в которой я хочу поиграть. А, ну сейчас расскажу. Короче, в топ стима попала игра Potion Craft. Я так понимаю, что она от какого-то нашего русского разработчика. Питерская студия. Питерская студия, да. И мне понравилась её визуал и понравилась идея. То есть ты как бы играешь за средневекового алхимика, ты сам толчёшь там условно в ступке какие-нибудь там растения или какие-нибудь грибочки и так далее. И ты сам придумываешь эти, как они называются? Зелья. Potion. Potion, да, зелья. Но есть один маленький нюанс. Мне понравился визуал, мне понравилось, как игра сделана. Она вот, знаешь, идеальная игра там условно для свеча или для мобилы, чтобы ты вот прям залип. Она играет с такими небольшими сессиями. В ней нету какой-то истории, что тебе надо там срочно что-то делать, потому что там история в том, что к тебе в лавку, твою лавку алхимика приходят люди и, например, один говорит, я там типа больной человек, мне надо вылечить меня, дай мне какой-нибудь potion какой-нибудь, который хиляет и ты ему делаешь соответственно лечащее зелье. Там другой человек приходит, говорит, блин, мне надо там крыс потравить, дай мне какой-нибудь яд, да, и ты ему яд делаешь и так далее. Так вот эти люди, они не ждут от тебя по времени ничего. Ты можешь это зелье крафтить хоть, блядь, три часа к ряду. Типа похуй абсолютно на это. То есть это игра, которая не требует от тебя мгновенного решения. А вот то, что она от тебя требует, это то, чтобы ты понимал, куда ты зелье добавляешь и какие компоненты в него добавляешь. Дело в том, что у вас появляется в центре такая бутылочка и вы этой бутылочкой по сути ходите по алхимической карте. В разные компоненты добавляют тебе разный путь, по которым может ходить эта бутылочка. И по сути игра превращается в какой-то такой, знаешь, пазл с тем, как дойти по карте до определенного места, чтобы скрафтить определенный поушен. Как только ты это понимаешь, игра теряет абсолютно весь свой шарм. И вторым... Я не понял. Да. Зелье, джопные боли ты сделал там? Я не смог дойти. Ну то есть, как бы смотри, вот представь себе, у тебя в классические истории, как по мини-карте ходит персонаж, или там, допустим, ты передвигаешь персонаж вверх-вниз, влево-вправо, да? Ну вот. Здесь не так. Здесь ты, когда кладешь в котел какое-то, допустим, растение, у тебя от твоего зелья рисуется дорожка, по которой зелье будет идти. И эта дорожка очень кривая. То есть, она может пойти вправо, может завернуть вниз, может пойти наверх, может пойти налево, может пойти направо. И в зависимости от того, насколько долго ты это зелье толчешь в ступе, или насколько долго ты мешаешь его в котле, у тебя эта дорожка проходится либо полностью, либо не полностью. То есть, твоя задача по алхимической карте передвинуть вот эту условную бутылочку в сторону того зелья, которое ты хочешь скрафтить. некоторые зелья так жестко спрятаны, что просто пиздец. Ну а самое, что меня расстроило, это игра в Early Access. То есть, тот функционал, который в ней сейчас есть, он в принципе хороший, но его, во-первых, не очень много, во-вторых, половина всего не работает. То есть, ты там нажимаешь на условную штуку, которая позволяет делать более крутые зелени, пишешь, а в финальной версии будет, а сейчас нет, не работает, чуваки, приходите через полгода. Короче, я поигрался где-то примерно около двух часов и понял, что нет, я, пожалуй, подожду, когда она выйдет целиком. Очень интересная история, знаешь, что она же целых три дня была на первом месте в Steam. Да, пока не в World 3. И они умудрились в течение трех дней на первом месте, на первом месте. Да. Самая топовая игра в Steam на первом месте. Сто тысяч продаж всего. Учитывая, что игра стоит недорого. Братан, с учетом того, что я ее рефанул, я думаю, так сделал не только я. Ну, я просто объяснил. Я просто к тому, что для меня это стало небольшим откровением, то, что будучи даже на первом месте в Steam в течение трех дней, ты зарабатываешь довольно небольшое количество денег, потому что, если находишься на первом месте в App Store, типа там, в определенных количествах, там, типа, локаций, ну, там, допустим, если на первое место в США вышел, то пиздец просто. Вот. И если ты вышел на первое место, там, хотя бы, там, типа, в России, там, в Германии, там, и так далее, то у тебя есть шанс прям очень хорошие деньги зарабатывать. Все очень просто. Ты так удивляешься, а я тебе скажу, что для меня стало индикатором заработка в Steam. Знаешь что? Что иногда в глобальный топ попадает VR-шлем индекс. То есть, ты можешь себе представить тиражи индекса, да? И то, что он на первом месте в глобальном чарте. Потому что на него какая-нибудь скидка или что-нибудь такое. Нет, просто в стоке появилось там 10 тысяч шлемов, и он, сука, на первом месте висит. Ты понимаешь, вот в чем прикол. То есть, ну, это есть такое. Это странно. Это странно, правда. А второе, это то, во что играли мы все трое на стриме. Обязательно заценить этот стрим. Он вышел совершенно угарнейший внезапно для нас. Это мы проходили The Dark Pictures Anthology Little Hope. Димка нажимал. Мы ржали с Тимуром. Я могу сказать так. Мы играли в свое время с Тимуром в Dark Pictures Anthology Man of Medan. И это была, ну, скажем так, не самая охватающая звезд с неба. игра, но она была неплохой. То есть, грубо говоря, ты проходил сюжет, тебе объясняли, что все не так, как на самом деле, и, в принципе, у тебя не вызывало это особого отторжения. Если вдруг вы не в курсе, что это за такого рода игры, короче, это игры, которые сделали Supermassive Games, чуваки, которые до этого сделали Until Dawn, но если даже в этого не играли и вообще не понимаете, о чем мы говорим, то считайте, что это интерактивный хоррор, кино. Такой условный, я бы так сказал, типа, Walking Dead от Telltale на максималках на стероидах. То есть, грубо говоря, вы ходите, типа, выполняете некие QTE, но у вас супер-гипер-графон, ну, то есть, не так, как у Telltale, а прям просто невъебенный графон, вот. Основной графон на персонажах. Да, ну, то есть, у вас графон просто невъебенный, короче, по сравнению с Telltale, но это плюс-минус примерно игры Telltale, в котором, типа, вы идете, управляете разными персонажами, короче, и вы должны делать вот здесь вот это, здесь вот то, и, как бы, потихонечку у вас, типа, Клементина запомнит это, а потом у вас, соответственно, меняются концовки, вот. Да, в зависимости от ваших действий меняется, там, судьба некоторых персонажей, а в зависимости от судьбы персонажей меняется концовка. Но я могу сказать так, если Man of Medan, она была довольно короткой, то Little Hope, она закончилась у нас за пять часов, и, на мой взгляд, она пиздец какая затянутая, это первый момент, а второй момент, мне не понравился сюжет, он настолько тупой, идеологии, это просто пиздец. То есть, такое ощущение, что, ну, скорее всего, так и было, поменяли сценаристы, поменяли, там, чувака, который все это продюсировал в свое время, то есть графон остался, а все, что классное было в Man of Medan, и все, что классное было в Until Dawn, оно куда-то пропало. И все. И в этот момент ты думаешь о том, что вот сейчас выходит, условно говоря, третья часть этой игры, которая Dark Pictures Anthology, House of Ashes, она про Ирак, там будет, то есть, если эта история, она про маленький городок. сверхъестественная история в Ираке. Да. То я уже, знаешь, ее как-то не особо жду, и мне как-то, в принципе, на нее насрать заранее, потому что планочка, она прям упала очень сильно после Little Hope. Я могу сказать так. У этой игры есть комедийная ценность. Потому что настолько... Комедийная она была только на наших стримах, братан. Настолько тупых смертей в ужастиках я не видел очень давно. Серьезно вам говорю. Бля, а негр на велике, ты что, братан? Это просто лучшее, что там было. Бля, я с этого момента просто понял, что все, на этом можно стрим заканчивать, потому что это было просто самое смешное, что я видел. Самая главная вещь, которую я вам скажу по поводу Little Hope, если вдруг так получилось, что вы сделали какие-то неверные выборы, и у вас начали гибнуть ваши персонажи, не расстраивайтесь. Потому что... Макс, пожалуйста, ничего не говори, короче. Я молчу. В конце там будет вот этот поворот, который приведет к тому, что на самом деле в целом вам все равно. Он обессмыслит вашу игру. Обессмыслит всю вашу игру. То есть, по сути, так получается, что если вдруг ваши персонажи померли, не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь, похуй вообще. Просто поебать. Играйте как хотите. Еще стоит сказать, что мы играли на русском языке, и, конечно, я просто не могу с того, что одного из персонажей озвучил Всеволодов Кузнецов, который озвучил Ведьмака Геральта в Ведьмаке 3. и вот это вот И вот это зараза, оно постоянно у тебя в голове, господи, не играйте на русском, если сможете играть с субтитрами или вообще на английском. Такая история. Да. Слушайте, я хотел в свою очередь сказать о том, что я наконец-то впервые за несколько лет, как бы, несмотря на то, что огромное количество там, типа, друзей, статей, типа, кучу там, типа, блогеров все топили за сериал Озарк, я впервые начал посмотреть. Озарк же, по идее, нет? Озарк, Озарк, короче, поебать вообще, короче, в любом случае я начал его смотреть. Я могу сказать, что... Что тебя сподвигло, скажи мне? Ты знаешь, я периодически смотрю на свои 5076 серии, которые мне нужно посмотреть из всех сериалов, на которые подписаны. Так. Вот. И ты такой, блин, I should buy a boy, в смысле, я должен посмотреть Озарк, да? Да, ну, типа того, короче, я такой, типа, сижу и думаю, бля, что бы посмотреть, на очень долгое время. Вот. И мы с девушкой начали смотреть Озарк, и внезапно мне он очень понравился. Ты смотрел первый сезон только? Я посмотрел половину первого сезона. А-а-а. И несмотря на то, что очень многие пишут о том, что, типа, он прям вообще один в один, Breaking Bad, короче, у него есть некоторые, так скажем, общие темы с Breaking Bad, но он совершенно... Ну, он не похож 100% на Breaking Bad. И я бы сказал так, что, типа, там даже персонажи очень сильно разные, потому что они по-другому выдают свою мотивацию, по-другому даже, как бы, свои характеры проявляют. Знаешь, за что ругали этот сериал, когда он только вышел? Так. Не за то, что он похож на Breaking Bad, за то, что главный его героя играет актер, сейчас я посмотрю, как его зовут, Джейсон Бэйтман. Да, который изначально был всегда всю жизнь актером, комедийным. И он играл Бореста Девелопмент, Майкла Блута он играл там. И это тот момент, который у американцев, это, знаешь, эффект Голустяна в русской истории. То есть представь себе, если сейчас условный выйдет Голустян и снимется в жутчайшей просто драме. Да, у нас уже был похожая история, помнишь, актер, который физрука играл, как его, ну этот, блядь, наш, наш актер, блядь. Сергей Рост? Не помню. Ну, лысый этот, блядь, который... Дмитрий Назарба... Нагиев. Нагиев? Нагиев. Точно, Нагиев. Он же играл в драматическую роль. Ты помнишь? Он играл в драматическую роль в фильме, кажется, Камень, так он назывался. Ну, и все говорили, что, блин, Нагиев умеет в драматическую роль играть, он хороший актер, оказывается. Так вот, с Бейтманом тут произошла абсолютно та же самая история. Азарк ругали конкретно за то, что Бейтман, типа, комедийный персонаж, ну, типа, всегда у людей ассоциировался, и тут он внезапно играет, про наркотики. Ты же помнишь, как в свое время у МакКонахи после всех вот этих вот интерстейлер, да, я согласен. Тупейших просто, типа, комедийных, типа, вот этих дуд-бро-чуваков, таких вот, типа, серфер. Факциальный серфер. Слушай, он же такой же был серфер, который приходил такой и говорит, эй, дуд, everything is ok. What you up to? А потом он такой выходит и снимается в маде, и все такие, чё? Напишешь, что не Нагиев, а Светлаков. Бля, Нагиев тоже играл в драматической роли, и Светлаков тоже играл в драматической роли. Я просто к тому, что комедийные актеры умеют иногда, иногда. Вот, например, в свое время, кстати, очень хорошо себя показал, если помните, например, муж Дэмимура забыл, Аишстон Кучер, короче, во-первых. Качер. А во-вторых, Кучер, вот, именно не Качер, а Кучер, да. Вот, а второе, как бы, очень хорошо себя показал Джим Керри, как бы, периодически в драматичных ролях, кстати, если помните, как бы, и он тоже довольно круто сыграл. Но в любом случае, я хочу сказать, что если его вдруг, как и я, пропускали Озрак, потому что, типа, ой, ну там вышло столько сезонов, уже посрать, уже так давно это было, ой, там все сравнивали с Брэкин Бэт, ну, вообще, короче, похуй, вот. В общем, хочешь, я тебя расстрою? Нет, не надо. Ну ладно, я не буду расстраивать его. Короче, в любом случае, я могу посоветовать и сказать, что, типа, как минимум, первый сезон Озрак, как бы, в 2021 году смотрится отлично, вот, и я могу его с удовольствием вам посоветовать. Окей, а вот, я могу сказать так, я поиграл в Death Stranding, я играл в него на стриме, мы показывали новый контент, я говорил про Death Stranding Director's Cut, который вышел на PlayStation 5, переиздание, я, кстати, не знаю, оно выйдет на ПК вообще или нет? Нет. Ты уверен? Нет. Мне кажется, что рано или поздно выйдет, потому что, ну, это такие... Но пока другой издатель, другой издатель, там вообще даже не Sony, там, Fire of Fire Games. Короче, что добавили в переиздание Death Stranding? Добавили, ну, скажем так, новые предметы для того, чтобы перетаскивать, например, катапульту, добавили робота, который может там таскать у тебя предметы, это все мелочи, ну, прям совсем мелочи, добавили гонки, на мой взгляд, в Death Stranding гонки сделаны через жопу, потому что там физика машин и физика грузовиков и мотоциклов она сделана через жопу. Прям очень плохо. Добавили сюжетный контент, который мы как раз прошли на стриме, который, ну, скажем так, не слишком сильно вам извинит впечатление от сюжета Death Stranding, по сути, это такая, типа, сайд-квест, знаешь, типа, из которого ты узнаешь, кое-что прикольное про одного там персонажа внутри игры. Но вот то, что почему-то в обзорах не говорят, я, кстати, не очень уверен, что это вообще стоит упоминать, ну, давайте скажу, я, скажем так, намекну. Скользко, скользко, давай. Намекну, да. Дело в том, что в Death Stranding добавили тексты, которые приходят вашему персонажу, которые надо читать в определенном месте, которые, ну, скажем так, подготавливают дорожку, если не к сиквелу, то, наверное, к какой-то игре, похожей на Death Stranding. То есть, у меня есть подозрение, что Кодзима либо пилит спин-офф, либо он пилит вторую часть игры. У меня есть такое же. Ну, там же пропиздился уже Норман Ригглс. Да? Ну, ладно, тогда... Он сказал, что он будет играть в еще... Короче, что-то по Death Stranding делают. Непонятно, что имел в виду, неважно. Так вот, и мне кажется, что вот это переиздание это именно такая вот типа проложенная дорожка. То есть, она была бы не нужна, она не влияет на историю основной игры. Это просто такие дополнения прикольные. А что касается переиздания на PlayStation 5, я могу сказать так. 4К, 60 фпс, блядь, стабильный практически. То есть, вообще никогда не проседать фпс. И даже когда там на тебя нападает какая-нибудь тварь, у тебя все в этом плане просто замечательно и прекрасно. То есть, ну, понятное дело, что на ПК такое можно добиться каким-нибудь DLSS, но это нашу 60-60. Ведь карта это поддерживала. 16-60 Core i5. 8 гигов оперативки на HDD. Легко. Ну, может быть, но я могу сказать так. Это абсолютно такое проходное переиздание. То есть, вы ничего не потеряете, если не поиграете в него. То есть, оно просто хорошее издание игры для тех, кто играет в него впервые. Вот так. Да, могу дать два совета, потому что я сам немножко успел понажимать после стрима. Два совета. Если вы новый игрок, и у вас есть выбор, берите на PS5. Да. Вы просто получите более пиздатый экспириенс. И, кстати, они для PS5-версии немножко переделали ландшафт игры. То есть, они немного поменяли геймплей. Ну, знаешь, поменяли геймплей, это сильно сказано. Условно говоря, у вас там была скала, а теперь там скалы нет. Вот вся история. но они собрали фидбэк от PS4-версии, немножко игру отбалансили. Я думаю, они по каким-нибудь тепловым картам смотрели. Знаешь, что вот тут игроки сильно тупят, давай этот скал и говорю. А второй момент, это то, что если вы хотите игру перепройти, реально перепройти, ну, захотелось вам, не знаю, то вот не экспортируйте сейв, это испортит вам впечатление лучше, перепройдите ее с нуля, потому что тогда вы фишки DualSense оцените, потому что они там не проявляются на поздних стадиях игры. Тогда вы распробуете некоторые моменты, связанные с 3D-аудио. То есть, оптимальный вариант для перепрохождения новой игры без экспорта сейва, для первого прохождения PS5-версии. И с этой точки зрения директор скат отличный. Я прошел уже 3 главы в пизду, я не буду перепрошивать. Вообще забей на это хуй, потому что ты, во-первых, забыл, что там происходит. Ты забыл, что там происходит, брата. Не-не, с нуля начнешь, с нуля начнешь. Во-вторых главу мне жалко в свое время. Я бы сказал минус, существенный минус этого переиздания. Знаешь, какой? Ты заебешься переносить сейвы, брата. Да, это пиздец. Это сделано через такую жопу, что мне пришлось читать инструкцию, как это делать. Понимаешь? Я специально для нашего завтра-чата написал, что делать по шагам. Понимаешь? Бля, ну что такая срака-то, я не понимаю, блядь. Ну потому что Кодзима вот особенный, у него все по-особенному. У него нельзя такой истории, как ты заходишь в главное меню, нажал экспорт и нашел, типа, нет. Тебе надо в PS4-версии. И самое... Дим, не рассказывай. Ладно, хорошо, я не буду рассказывать. Окей, да. Короче, история вся в том, что если вы ждали как в Ghost of Tsushima, вы нажали кнопочку и золбулка сейва подсосались, нет. Нет, вообще нет. Вот и все, что можно сказать. Слушайте, говоря про вещь, которую мы тоже все трое посмотрели, мы все трое посмотрели первые две серии сериала «Основание» по... Оно называется... Третье выходит завтра. Слование по-русски. Третье выходит завтра. Фондейшн на Apple TV+. Это долгожданная экранизация эпического цикла Айзика Азимова. Цикл... Азимов. А не Азимов. Азимов? Азимов, Азимов. Как тебе больше нравится? Азимов, он по-русски. Мне нравится Азимов. Зарецкий. Да, пожалуйста, можно и Зарецкий. Если бы я эмигрировал, наверное. Ты же должен понимать, что его зовут. Азимов, я посмотрел только что в... Ты же должен понимать, что они вообще русские. Это Исаак Юдович Азимов. Поэтому все... Да, да, потому что он эмигрант. Но история вся в том, что основание вышло, две серии. От себя могу сказать, парни сейчас меня дополнить или со мной не согласятся. Дорого просто пиздец. Один из самых зрелищных, блядь, сериалов на телевидении вообще период. В него вложено невъебенное количество денег, и там доллар каждую минуту с экрана тебе просто в рожу тычет. У меня один приятель писал, у меня один приятель писал, что после того, как он поставил первую серию основания, он пошел и купил подписку на Apple TV, потому что до этого он пиратил. Я специально зашел на PlayStation 5, короче, в приложении Apple TV Plus, и там, если ты заходишь прямо сейчас в приложение Apple TV Plus на PlayStation 5, то тебе дают полугодовую подписку бесплатно. Да, да. И я такой зашел, получил ее, и такой, ну все, епта. Поехали. Самое главное, что первую серию оснований вы можете посмотреть бесплатно. А, да? А, ну знаешь, что он не наврал, значит он не пиратил, а просто посмотрел бесплатно. Значит, первую серию оснований можно посмотреть бесплатно, за вторую уже придется платить и последующий. Но... Слушайте, к вопросу не о деньгах, дайте я аккуратно дополню Максиму, связанное с том, что вообще основание, как бы о нем уже очень многие говорили, мы в том числе в нашем подкасте, когда рассказывали о том, что его экранизируют, а о том, что типа одно, якобы считается одним из самых сложных произведений экранизации, да. Потому что там такое огромное количество очень разных событий происходит во всей этой эпопее, потому что оно там местами очень камерное, местами там просто ультра-гипер-еба начинает происходить, как бы я... Просто если я вам произнесу о том, что там может потенциально происходить, это будет спойлер. Вот. Да. И как бы я могу сказать, что типа выглядит, конечно, это все заебись, при этом актеры там все в основном, ну там типа такие сериальные, обычные актеры, но... Средненькие актеры, потому что, блин, ну у нас 20 миллионов, ну ребят, ну камон, ну вы чего, ну мы не можем позволить себе дорогих актеров, ну давайте, ну нет, давайте вы снизите хотя бы немножко вашу цену, ну что это такое? Да, все так. Так и происходило сто пудово. Я скажу так, что типа как бы я, как человек, который не читал основания, как бы и вообще не имею никакого понятия, о чем там будет сюжет, я примерно, мы с Димой как-то разговаривали, Дима у меня плюс-минус типа такой бриф давал, типа чуть-чуть о чем там примерно вообще разговор, вот, я посмотрел две серии и я был максимально заинтригован тем, что там происходит, потому что тот сеттинг, который они тебе выстраивают, разговаривая о том, что типа так, вот сейчас у нас будет происходить вот это, вот это, вот в этой стороне происходит вон то, эти герои сейчас начинают делать вон тут, вот так вот, а эти вот с этими сражаются, это вот так, и ты так сидишь ебать, копать, ну то есть там прям реально интересно, вот, и я могу сказать, что после второй серии ты сидишь и реально ждешь и просто такой, блядь, когда же третья серия, потому что прям реально, прям вот ждешь, ну когда же наконец-то будет, потому что тебе очень интересно то, что будет в третьей серии. Разбавлю ваш елей, который вы тут нарисовали, у меня не елей, потому что мне, у меня обратное мнение, что это очень дорого, это очень впечатляюще, очень сильно, пиздец, как сильно отходит от книги местами, и я выступаю на стороне авторов сериала, потому что эту вещь невозможно экранизировать по-буквенную, надо адаптировать и переделывать под экран, ну скучно, ну просто скучно, темп, темп, то есть понятно, по двум сериям оценивать бесполезно, первый сезон Игры Престолов на самом деле достаточно скучный, его просто сейчас мало кто помнит, он не очень богатый на события, сериал разгонялся к середине второго только на самом деле, и Breaking Bad такой же был, Breaking Bad тоже. Я с этим не согласен, мне кажется, что эти первые два эпизода, они прям отличные, и они сняты именно в том контексте, в котором, чтобы ты понимал, что происходит, но вот с чем я согласен с Максом, это то, что это что угодно, но только не Азимов, потому что это... Там очень сильно по мотивам все. Во-первых, давайте, ну то есть, вкратце, прям совсем кратко про сюжет, я объясню смысл. Дело происходит в далеком будущем, в котором есть некая империя. В книжках тебе не объясняется, что это за империя, кто ее управляет, и кто стоит у руля, и из-за чего империя разваливается. Тебе это не объясняется. Почему? Потому что Азимов, когда писал свои книги, в далеком 1968 году, или в каком-то там году, я забыл, ну, короче, давно. Вот когда он это писал, он вдохновлялся книгой, в серии книг «Падение Римской империи», где просто перечислялись исторические факты о том, как Римская империя под влиянием варваров типа, ну, постепенно разрушалась. И он подумал о том, что, блин, а вот прикольно было бы сделать вот то же самое, ну, типа, «Падение Римской империи», но только в будущем, и как бы, если бы это можно было бы предотвратить. И он вводит повествование математика, который придумывает такую науку, как психоистория. То есть наука, которая с помощью математических формул выводит поведение людских масс, скажем так, в далеком будущем. Это то, о чем я говорил вам недавно, помните, рассказывал в одном из наших ДТКД, что в Германии долгое время получали гранты на то, чтобы по газетным заголовкам и книжкам предсказать будущее на пять лет вперед. Помните? Люди получили грантную историю. Это не только в Германии, на самом деле, там это уже и в Англии тоже делают. Ну так вот, короче, вот примерно то же самое было и вот в основании Азимова. То есть есть и психоисторик, который придумал, что, ага, у нас сейчас вот империя разрушится, человечество падет, будет 30 тысяч лет просто темноты, ада и пиздеца, но зато потом, ну типа да, а зато потом, типа вот возникнет вторая империя, которая сможет там честно повести вперед. И вот для того, чтобы этот промежуток в 30 тысяч лет как-то подсократить, нам надо сделать следующее, нам надо сделать основание, то есть foundation, то есть как это, знаешь, это даже не основание, а как это? Фундамент. Фундамент того, на осколках чего возникнет. Фундамент человеческого знания. Человеческого знания, да. Это то, что было в книгах. В сериале это все очень поверхностно и все сосредоточено на том, что Apple хочет сделать свою Игру Престолов. Да, и очень дорого. Очень дорого, очень, они вводят новых персонажей и прочее. Они взяли абсолютно все книжки из основания, приквелы, сейквелы, вбоквелы, прочую историю, запихнули все в одно, перемешали сюжет, иногда совершенно, ну не так, как он происходил в книгах, но на мой взгляд, получилось заебись. Получилась, скажем так, своя интерпретация, она очень сильно отличается от книг, но она все еще хорошо сделана. То есть, это все, что угодно, но только не Азимов. Но это все, что угодно, оно сделано хорошо. Мне прям очень понравилось, как они это сделали. И сценарист, и шоураннер, Гойер, кстати, он, кстати, если что, снимал, я писал сценарий для «Темного рыцаря» и кучи еще других оскароносных и прочих фильмов, так что сценаристам там все хорошо. Он объяснял это так, что как ты можешь показать падение империи, которая растянута, блядь, на 10 тысяч лет? Каким образом? Ты покажешь бессмертного человека, который просто смотрит это с определенных ракурсов. И они вводят в сюжет некого вечного императора, который постоянно себя клонирует. И, собственно говоря, из части, скажем так, его видения на... Да, да, спасибо, Макс, мы поняли отсылку к Вархаммеру. Спасибо. С его точки зрения некоторые сцены подаются с точки зрения этого императора. Никакого императора, блядь, тем более вечного в основании не было. Он был где-то там, блядь, на задворках или книжке. А по поводу Дюны я могу сказать так. Не секрет, что Герберт, когда писал Дюну, он писал ее как ответ на основание Азимова. Нет, он же не ответ писал. Послушай, он писал это с точки зрения того, что то, что написал Азимов, это хуйня какая-то и неинтересно, и так в жизни не бывает. Вот я вам сейчас, блядь, всем, сука, покажу, как правильно писать и про Галактическую Империю, и про какую-то невероятно супер-пупер крутую историю расскажу и прочее, и прочее. Поэтому очень иронично то, что основание от Apple вышло в тот момент, когда вышла Дюна Азимова. Да, это прям просто супер-пупер ирония, потому что, ну, книги в свое время они не соприкасались, там прошло несколько лет между ними. Но это, мне кажется, это просто охуительно. Мы получили пиздатую Дюну, мы получили пиздатые основания. Но самое главное, я думаю, отчасти моя вот эта вот незаинтересованность связана с тем, что я книги помню очень хорошо, потому что я просто достаточно недавно перечитывал. Вот, но я еще пересмотрю, может у меня мнение поменяется на более позитивное, но смотрите, даже учитывая, что мне не очень понравился темп, я все еще позитивно настроен, потому что такие эпические саги в сериалах стартуют, ну, не сразу. Это не так работает, чтобы история развернулась, а там явно план сезонов на пять, ей надо набрать обороты. И видно, что Apple в шоу вкладывается, верит и будет его развивать. Я практически уверен, что они сделают, ну, то есть, в книжках действие иногда перескакивает, там, знаешь, на 10 тысяч лет вперед, на 20 тысяч лет. оно туда-сюда гуляет, как в Архангеле. Я практически уверен, что они сделают это так. Первый сезон с одними героями, второй сезон с другими героями. Антология будет с сквозным сюжетом. То есть, да, скорее всего, так будет. В любом случае советую. Да, ну и говоря, давайте закончим про всякие штуки, которые к нам пришли из прошлого. не секрет, что мы давно очень, по крайней мере, я и моя супруга, потому что у меня Алена прям вообще адски, поэтому угорает. Она даже стримит на завтра каст. Угорали по Diablo 2. Это, кстати, было точкой нашего знакомства. Мы во многом так начали общаться, потому что оба играли в эту игру. И в этом плане Diablo 2 для меня занимает особенное место в моей жизни. Это, в общем-то, игра, которая мне много чего подарила, не являясь при этом моей самой любимой. И когда анонсировали ее полный ремейк, графический, я такой, вау, вау, блин, она выглядит круто. А Диаблов продаете? Нет, только показываем. Красивое. Но, но, а вот сейчас она вышла. Наконец-то Diablo 2 Resurrected. Я ее прям себе и жене купил в первый же день, как она вышла. Я могу сказать так. У нас уже достаточно стримов. Мы стримили бету. Мы сейчас стримим уже финальную версию. А сегодня мы разыгрываем код на Diablo 2. И если вы смотрите это в онлайне в лайве, то дождитесь, когда этот вот ролик выйдет на Ютубе. А если вы нас смотрите, соответственно, уже после того, как этот ролик вышел, или нас слушаете, то найдите завтра каст 234, оставьте там комментарий, и мы разыграем среди тех, кто оставил комментарий под этим роликом. Соответственно, европейскую версию Diablo 2 Resurrect для Battle.net. Для ПК. В комментариях надо написать, что хочу Diablo или что-нибудь подобное, связанное с едой. Из макарона. Хочу Diablo из макарона. Из макарона. Короче, Diablo 2 Resurrect вышло. И смотрите, она, если вы ждали какого-то серьезного изменения, нет, это, блядь, буквально та же игра. Герой ходит по клеткам, у вас все еще кубики снаряжения, у вас все еще все те же приколы, что вы не можете просто так перебендить несколько способностей в несколько слотов, у вас есть только правая кнопка и левая кнопка. Это игра из 2001 года дословно. И по-моему... Типа, который поиграл на PlayStation и такой, что? Нет, нет, серьезно. Эта игра из 2001 года дословно, это клево. Потому что люди, которые говорят, что типа, ну вот она устарела, конечно, я в нее больше играть не буду, писал мой один знакомый, не ты, из индустрии, чувак. Потом я в его профиль Battle.net захожу, а там 123 часа, короче, в это говно уже наигранно, да, я в это играть не буду. Но это хорошо, что они оставили старый флоу, не стали ничего менять, потому что именно это в игре и цепляет. Ты постоянно тыркаешь, переставляешь какие-то бутылочки, двигаешь туда-сюда предметы, и как в третьих героях, ты вот вроде кликаешь, оно тебя очень сильно расслабляет. Это классно. Это первый момент. Я хотел немножко прервать тебя, подтвердить твою точку зрения, что для человека, который вообще первый раз в жизни поиграл в Diablo 2, я до этого его скипал, потому что я играл в Diablo 1 и играл в Diablo 3. В Diablo 2 вообще просто мим меня прошел полностью, 100%. Я поиграл вот, соответственно, в этот ремейк и первое, что меня зацепило как раз таки, это то, что в нем действительно вот этот есть флоу, где ты играешь и потихонечку менеджеришь там типа свой инвентарь, такой идешь, типа пиздишь чуваков, типа потихонечку скиллы выучиваешь, там типа у тебя просто вот этот флоу, типа так, я пошел попиздил монстров в сторону квеста, так, короче, типа я набрал слишком большой карман, типа у меня слишком дохуя инвентарь, вызываем портал в город, поехали, все нахуй продали, заходим обратно, собираем все говно, если слишком много говна, еще один портал в город, короче, идем, продаем нахуй все, короче, идем дальше, вот, такой, так, посмотрели, а есть ли новые посохи? Блядь, нет, новые посохи какие-то говно, у меня все еще лучше. сорка играешь? Я соросом, соросом играю. Сорка играет, фу, фу, да пошел ты нахуй, короче, вот. Варвар наши все, братан, ты чего? Я не варвар. У меня, у меня барк у Алены, у Алены сорка, и у Алены этот, как его звать, некромант, она некромантом на стриме играет. Слушайте, ну я хотел сказать, что вот Макс прав, потому что действительно очень умиротворяющий флоу, когда ты вот это делаешь, вот этот маленький микроменеджмент, вот ты потихонечку продвигаешься вроде как по сюжету, там закрываешь главы одну за другой, там вот это все, качаешься, но флоу, вот этот как бы, он очень сохраняется, при том, что игра действительно очень устарела, потому что там очень ограниченное количество инвентаря, вариация инвентаря тоже очень маленькая, и ты прям... Бонти о влайв там вообще ужасные места. Ты прям идешь и понимаешь, что да, игра сильно устарела, она прям реально, блин, старая, короче, ну вот ты идешь и такой понимаешь, что да, ты вот в эту лупость семи за луп попадаешь, и такой типа да, ну как бы окей, осталось нет, чтобы кто-нибудь переиздал таким образом муравинт. Ничего не надо менять, только сделайте мне графон крутой, и все. Я вам так скажу, даже если вы не играли, чем хороша Диабл 2, и в чем ее гигантское до сих пор преимущество, и почему столько людей в нее играют, что уронила сервера, она прекрасно вводит в состояние потока. Вы не думаете, вы просто играете, идете себе спокойно, бутылочки туда-сюда кидаете, туда в хородримский куб, кидаете свое говно, чтобы его с собой не носить. Блин, знаешь, у меня вчера был брух момент, я такой сижу, Алена заходит в комнату, типа, Макс, а что тебя так легко сносят, блядь, ты же барб уже 17 уровня, какого хуя? Я говорю, буксрейн, мне вот электричество пробивает, она так открывает лист персонажа, что у тебя резист 25, так, блядь, уйди, убирает меня с кресла, и делает мне респект, нет, на самом деле, Диабло 2 Резуректед играет с 2001 года, но у нее есть два преимущества, вот этот вот момент с состоянием потока, это очень круто, а второй момент, она выглядит очень красиво, они реально сделали охуенный ремастер, с той точки зрения, что они сохранили арт, они, при этом движок Викарос Вижн, на котором это работает, это не движок, Близзард, он, блядь, современный и красивый. Шесть часов! Оф! Да! Шесть 07 у меня уже запись, вот. Короче, мы дико советуем. Насчет движка, я бы сказал, что он выглядит визуально, что-то среднее между Диабло 3 и то, что показывают сейчас в виде Диабло 4. Вот он реально как среднестатистическое, такое, типа, среднеорифметическое. Можно я тебе сразу вопрос задам? Вот как человек, который играл в Диабло 2 и Диабло 3, ты же на консоли играл во в то и в то? Да, да. Тебе что больше понравилось? Ты знаешь, это очень разные игры по своей сути, потому что Диабло 3, он такой прям, не просто экшновый, он такой, более экшновый, и ты прям чувствуешь, как ты, ты прям сразу кучей способностей можешь, блядь, одновременно хуярить, а тут у тебя, ты ебнул одной, ебнул второй, ебнул третий, подождал кулдауна, ебнул четвертый, первый, второй, третий, четвертый. Ну, примерно так, короче, вот. И как бы, ну, немножко по-другому. И плюс ты все время телепортируешься в город, продаешь, у тебя очень маленький инвентарь, а в Диабло 3 совершенно не так все это работает. Да, и бутылочки автоматические. Да. По кулдауну. Эй! Но я хотел сказать другое, что если вдруг вы будете играть Диабло 2 на PlayStation 5, я подозреваю, что на PlayStation 4, возможно, это то же самое, вот прямо сейчас, прямо сейчас, подождите ближайшего патча, потому что игра является глючным, адовишем, пиздецом. Вот. В игре у вас совершенно легко может пропасть с вас персонаж. Они, кстати, сказали, что они починили это, в первом же патче на ПК. Хуй там, короче. Не знаю, что там на консоли, но на ПК починили. На ПК легко может потеряться ваш персонаж, короче. То есть, как это происходит? Типа, вы играете 7 часов подряд, короче, у вас все сохраняется, все заебись, короче. И тут у вас Диабло вылетает, короче. И ничего не сохраняет. Ты такой, ебать копать, вылетела игра, запускаешь ее еще раз, короче, и там твой персонаж есть, ты нажимаешь продолжить игру. И в этот момент, естественно, я, кстати, напомню вам, если вдруг вы этого не знаете. В Диабло 2 это, по сути, такой типа а-ля рогалик, короче, потому что в момент, когда вы запустите вашего персонажа, у вас запустят вашу вот начальную такую типа локацию, так скажем, ваш лагерь, а все остальное вам зарандомится. Там был переролл всех локаций. Вам всем зарероллится и все вам зарандомится. Вам, по сути, создастся новая локация, которая примерно повторяет паттерны и общие какие-то принципы вот того, что вам показывалось в прошлый раз, но она будет даже расположена по-другому, там все вообще будет по-другому. И вот ты идешь в этой локации, короче, и у тебя берет, и Диабло вылетает второй раз. И ты заходишь, а твоего персонажа просто нет. И в этот момент тебе все дрочеры Диабло, конечно, в твиттере пишут о том, а там можно в оффлайне играть. Я могу тебе сказать. И ты такой сидишь и думаешь, ёб твою мать, блядь. Конечно же, я первым же делом, когда запускаю Диабло, играю в оффлайн, потому что я первым делом понимаю, что, естественно, мой персонаж сотрет, а второе, естественно, я не хочу играть ни с кем никогда, короче, да. Не-не-не, Тимур, Тимур очень важно понимать, извини, что я тебя прерываю, но очень важно понимать, что с ПК-версией та же херня на самом деле. ПК-версия тоже не идеальна, я просто тебя поддержу, как пекарь. Мы с Аленой играли по сети, мы с Аленой, у нас есть и онлайн, и оффлайн персонажи. Если у вас онлайн персонаж, вы вообще отданы на волю серверов, и мы так проебали 6 часов прогресса. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что даже когда вы играете в оффлайн, у игры есть проблемы с оптимизацией, она может идти замечательно на компьютер с 1050 Ti, но при всем при этом она идет прекрасно в геймплее, ролики 5 FPS. Почему? Хуй знает. Причем ролики это пререндаренные видосы, блядь. Или та же самая херня у меня. На PS5 они идут нормально ролики, но там периодически они статрятся. Джиттер. Джиттер такой. Да, такой джиттер. То есть у тебя огонь горит, и он такой типа И на ПК, например, есть проблемы с тем, что вот производительность в 4К на 38 все работает заебись, 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 заебись. Потом FPS падает до 20, и игра намертво нахуй зависает. Поэтому я согласен с Тимуром, не покупайте игру сейчас. Наш общий совет, дождитесь месяц, пока ее дочинят. Потому что это ковидная разработка. Игры выходят, милостью божьей, а разрабатывают их еще месяц-два после того, как они вышли. Да, добро пожаловать. Короче, в общем, Diablo 2 хорошая игра, довольно интересная, как бы она действительно немножко устаревшая, но этот луп из семи за луп работает, но игра в техническое ее состояние текущее крайне шаткое, нестабильное, и у вас есть неиллюзорный шанс потерять ваш прогресс, что самое худшее из всех багов, которое может быть вообще в любой игре. А второе это то, что типа вы просто будете, ну вы будете фрустрировать из-за того, что вы теряете удовольствие, потому что какой-то полный пиздец начинает происходить в вашей игре. Например, в том числе, кстати, очень интересное наблюдение среди всех людей, которые играли. Ни в коем случае не покупайте в текущем состоянии игру на Xbox One и на PS4, потому что там большие загрузки на 5-6 секунд. И есть ряд моментов в игре, когда вы можете загружаться в течение части грохнет. у вас показывается экран загрузки, и в этот момент вы появляетесь в локации, но вы уже мертвые, потому что босс вас заебашил, когда был экран загрузки. Пока был экран загрузки. Давай, Дима. Можно, можно, вопрос, вопрос, вопрос. Она на свече вышла? Она выйдет на свече. А, выйдет еще только, да? По-моему, она не вышла, но она заявлена на свеч. Она точно, да, будет на свече. Как она будет глючить там? Я думаю, там будет FPS, как в оригинальной версии. Сколько там? 20, что ли? Ладно. Короче, я про Диабло понял. Спасибо вам большое, что отговорили меня от покупки, а я и не хотел покупать. Ха-ха. Короче, мы давайте перейдем к завершению нашего подкаста. У нас сегодня рубрика «Лучшие статьи прошедшей недели», как и всегда. И я могу вам порекомендовать замечательный материал. Как этого мужика зовут? Гриш Тимур, ты его видел несколько раз? Мэтью Болл. Мэтью Болл. Мы про него говорили, и мы его советовали уже статьи. Это чувак, который в свое время работал в HBO. И такой, типа, довольно известный инфо-цыган от мира медиа-потребления. Чувак, который просто про метаверс того же самого Фортнайта просто жужжет уши последние три года. Но, короче, он написал довольно хорошую статью о том, почему, зачем. Почему и зачем Netflix полез в видеоигры. Я сегодня вам уже плюс-минус рассказал поинты из этой статьи. Но, если вы хотите закрепить, или, может быть, узнать еще что-нибудь новое, почитайте. У него тут здоровенный лонгрид о том, как Netflix зарабатывает деньги, почему Netflix не хочет конкурировать там, типа, с другими стриминговыми сервисами, а ему, в общем-то, особо-то и не надо. Ну вот, и почему они внезапно ломанулись в PlayStation, в Xbox и Nintendo Watch и, скорее всего, наверное, даже в Apple Watch больше. Потому что, скорее всего, они будут... Первое, это большая, а второе, важный момент. Дело в том, что, если вы следите за медиарынком давно, то ничего нового вы там не узнаете. Но он очень хорошо, на самом деле... Структурировался. Это самый очень крутой. Это самый саммаре того, что сейчас происходит на медиарынке, как бы, как его делят между собой в плане в первую очередь. Это то, о чем я говорил вам на стримах, говорил в подкастах о том, как вы... Условный Netflix сейчас конкурирует не с Disney+, и не с HBO, а конкурирует, блин, с Инстаграмом, с вашими игровыми консульами и так далее. Просто за ваше тупо время. Вторая статья, что у нас про что? У нас всего две статьи сегодня. Вторая, это даже не то, что статья. ПДФ-ка. что я говорил на одном нашем стриме. Это новое исследование от Deloitte. Deloitte – это одна из аудиторских компаний из большой четверки, напоминаю вам. Вот. И Deloitte сделал новое, соответственно, исследование медиапотребления в России 2021 года. Там есть очень много спорных моментов в этом самом исследовании, но если вы занимаетесь медиарынком, если занимаетесь рекламным рынком, то вам в любом случае будет очень интересно почитать это исследование, потому что там есть все-таки небольшие инсайты, но опять же воспринимайте его с очень большой критической долей. Это связано в первую очередь с тем, что как я смеялся, когда мы сидели на стриме, я Диме рассказывал об этом как раз на стриме про Death Stranding, о том, что, например, многое из того, что указано в этом исследовании, это то, что люди, пусть и большое количество людей, говорят. Но то, что они говорят и как они отвечают на вопросы, не обязательно значит, что так и есть. Вполне возможно, что это их мнение. Например, один из моментов, в котором я говорил, что точно 100% не совпадает с тем, что есть на самом деле, это о том восприятие рекламы этими самыми людьми. Ну, то есть, грубо говоря, как люди воспринимают рекламу? Типа, как они ей доверяют, насколько они считают ее полезной и прочее. Так вот, там половина показателей, которые указаны, они ровно противоположны тому, что есть на самом деле в жизни, потому что люди говорят одно, а в реальности противоположно другое. Короче, но это все равно очень крутое, так скажем, пища для размышлений, я очень советую. Да? Да. Слушайте, мы заканчиваем наш подкаст и мы хотим сказать вам, во-первых, спасибо за то, что вы с нами все это время были, за то, что вы слушали нас, не важно, не важно где, не важно, в онлайне или в аудиозаписи или в видео-версии, как угодно, спасибо вам, что донатили на сегодня выпуск, успешность выпуска на 448% перевыполнена. Спасибо большое. Благодаря Павлу Петличу в первую очередь. Спасибо тебе. с шестичасовой выпуск, я думаю, что он сократится в аудиоверсии где-то на час, наверное, то плюс-минус. Будем надеяться на это. И я могу сказать так, шестичасовые выпуски писать тяжело, мы будем наверное пытаться это поменьше делать. Чтобы вы понимали, сейчас пятница 4.22 утра и мы заканчиваем писать этот подкаст. Но в первую очередь мы хотели сказать, что, ребят, спасибо вам большое всем тем, кто нас поддерживает. Я напоминаю, что это почти 600 человек, которые нас поддерживают на Патреоне и на Apple Podcasts. Благодаря вам мы, в общем-то, все это дело продолжаем, потому что, опять же, когда такое большое количество людей тебе не просто пишут, «Е-бой, все круто», а еще тебе заносит за это денег, ты понимаешь, что все не зря. Я напоминаю вам, что, например, из-за того, что у нас в целом такое за последние несколько лет большое количество слушателей, что у нас такая хорошая динамика, и YouTube наш растет и так далее, именно по этой причине у нас получается, например, приходить к таким людям типа Хиранобусу, Когучи, знаете, выкладывать на стол наши цифры. Так, братишка, хочешь попасть в самый крутой подкаст в России? А он такой, «А, это какой? Наверное, вот этот?» Мы такие, «Нет, это наш». Понял? Он такой, «Блин, никогда бы не подумал, вы же трехуйсот из интернета». Мы такие, «Да, но...» На самом деле, короче, это на самом деле довольно круто получается, потому что, ребята, из-за того, что вы нас слушаете, из-за того, что вы нас смотрите, из-за того, что вы с нами все это время, у нас получается делать все вот эти крутые штуки, поэтому спасибо вам большое, что вы вместе с нами. Я напоминаю вам, что мы в первую очередь хотели бы поблагодарить людей, которые нам заносят на Патреоне больше всего. Вот. Это люди, которые заносят нам больше, чем 20 долларов. Это Александр Давыгора, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Дмитрий Коробенков, Евгений Неверов, Екатерина Александровна, Замбарь из Интелла, крупнейшего в СНГ IT-рекрутингового агентства, Ильин Егор, Михаил Аронов, Сахалинец, стример Элберн, Фед, Алекс Колов, Эмм... Давай я зачитаю, а то ты уже устал, братан. Ну, подожди, я понимаю, что я устал, но я смогу. Алексей Кольцов, Антон Ленский, Артем Логинов, Артур Голиулин, Артур Васильев, Денис Бондаренко, Евгений Петрунко, fx4trader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Джаггер Меш, Максим Лебедев, Москульт, подкаст про историю любимых франшиз, Майк Брюханов, Мистер Берни, Мистер Валери, Никсон Су, Никита Попков, Никита Стрельников, Пан Котик, Павел Петлич, кстати, ему сегодня особенная благодарность, вот, Павел Стариков, Радамса, Реплейгейм СПБ Открыты, Сафар, Ти Юджин, Валерия Небурская, Владимир Ходоков, Зивберковский и тот самый неанонимный. Не-не-не-не-не, братишка, у него Зивберковский неанонимный шейх, он так себя назвал. Зивберковский неанонимный шейх, Господи, Зивберковский неанонимный шейх, серьезно, ладно, хорошо. И один завтрошейх, который посчитал нужным остаться анонимным. Да, у нас два завтрошейха, так-то. Теперь уже два завтрошейха. Ребят, спасибо вам большое, что вы с нами сегодня были. Спасибо большое всем тем, кто донатил. Спасибо большое всем тем, кто нас слушал. Особенно, если вы в 3, в 4, в 15 приседства послушали, там, 5,5-6 часов нашего замечательного выпуска. Это очень круто и очень классно. А прикинь, 2040 год, у нас 1628 выпуск, и там я слетал под ваш подкаст на уран и обратно. Было так круто. Я только спал все это время. И выпуск, который идет полторы недели, блядь, блядь. Пожел, что нет. Давайте в нейросети будут делать. Нет, да, написал нейросети Дима, нейросети Тимур, нейросеть Максим. Да, 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 да. Ладно, слушайте, давайте. Спасибо, что смотрели, спасибо, что найти. Давайте, пока. Всем пока, ребят. Пока-пока.